Вот сейчас уже нажал. Запись до этого немножко не велась, но ничего страшного. Начиная с 10 часов 5 минут запись ведется. Я вкратце повторю для записи. В этой конференции мы преодолели границы, границы города, границы страны. У нас участвуют люди из многих стран, из России, США, Литвы, Латвии, Эстонии, Мальты, Молдовы, Канады, Германии, Израиля, Индонезии, Финляндии. То есть очень много участников из разных стран. И у нас 25 докладчиков, 60 студентов Московского института психоанализа и около 170 зарегистрированных участников из разных мест. Так что это действительно глобальная конференция. И тема этой конференции не только притягательна, не только интересна, волнующа для многих, но она также чрезвычайно важна для трансперсонального подхода. Дело в том, что в трансперсональном подходе существует внутренняя сокровенная связь, ну не только в трансперсональном, но и в других родственных подходах, интегральном подходе, который вышел из недр трансперсонального первоначального подхода. Процесс ориентированного подхода, который с самого начала очень близок и сродственен трансперсональному подходу. И лидеры процесса ориентированного подхода часто выступают на международных трансперсональных конференциях. Почему у нас такая тесная связь с искусством и с духовностью? Эта связь намного больше, чем в любых других школах мировой психологии. Благодаря этой связи на этой конференции мы, собственно говоря, и сконцентрировались на том, чтобы еще раз, еще глубже, еще дальше исследовать вот этот союз между трансперсональной психологией, духовностью. Почему, в конце концов, наша конференция называется «Творчество как суть эволюции»? Ну, наверное, прежде всего, наши подходы в наибольшей степени выражают дух времени. Они зародились в 60-е годы, и вот тогда одновременно произошли несколько эпохальных для всей нашей культуры событий. Я напомню вам эти события. Ну, в конце 50-х годов это первый искусственный спутник Земли, вид Земли из космоса, начало нового видения мира. То, что раньше было доступно только великим учителям и мистикам, стало доступно каждому человеку, стала работать новая реальность. Затем паломничество в страны Востока, то есть миллионы людей устремились в поисках духовности, духовных знаний, духовных учителей. Ну, напомню, феномен Карлоса Кастанеда, который буквально стал дедушкой нового века и трансперсональной психологии. Это, конечно, рок-революция, гуру-революция, психоделическая революция, движение контркультуры. Благодаря технологии и техники Земля становилась все более и более глобальной, быстрой путешествия, соединили нас в глобальное телевидение. И стал работать вот такой глубинный алхимический котел по взаимообщению, взаимообогащению, взаимопознанию, преодолению прежних рамок. И, конечно же, вот те направления всевозможного рода наук, движений, которые в наибольшей степени выражали дух времени, который стал проявляться во все большей и большей силе в 60-е годы, они и стали авангардом, авангардом психологии, это трансперсональная психология, интегральный подход и процессориентированный подход. И авангардом искусства, авангардом духовных практик и знаний. И наши направления не ограничены материалистическим подходом. Они передний край науки, но они в то же время раздвигают рамки науки и черпают свои ресурсы и интуиции в духовности и в искусстве. Ну вот название моей вводной беседы – «Творческая эволюция 2.0». И кто-то из вас знает, что это одновременно резонирует с известной темой, которую впервые озвучил Арни Бергсон. У этого замечательного мыслителя, философа есть замечательная книжка. Вот я обложку этой книжки вам сейчас покажу. «Творческая эволюция», она постоянно переиздается. Первоначально эта книга была издана в 1907 году. Через много лет, 20 лет примерно, за эту книгу Анри Бергсон получил Нобелевскую премию. Но поскольку по философии Нобелевская премия не присуждается, Нобелевскую премию по литературе за блестящее выражение на великолепном языке глубинных откровений, глубинных идей, волнующих человечество. И эта книга очень быстро была переведена на русский язык и повлияла на многих наших великих мыслителей. Ну, в частности, на великого эволюциониста Владимира Вернадского, создателя концепции ноосферы, который повлиял на Теярда Шардена, феномен человека, точка омега и так далее. То есть книга Анри Бергсона запустила очень многие мыслительные процессы еще и потому, что вот то видение человеческой эволюции, которое было в ней развито, очень сильно отличалось от классической видения Дарвина, Спенсера или вот того эволюционного видения, которое было присуще глубинной психологии Зигмунда Фрейда. И связано было это прежде всего в различном понимании того, как происходит эволюция и что является движущими силами эволюции. И если у Дарвина это естественное отбор, да, выживает сильнейший, вот такой подход биологически-материалистический, если у Фрейда эта энергия, либидо, вот этот драйв жизни, связанный с сексом, размножением прежде всего, глубинной силы бессознательного, то у Анри Бергсона это жизненный порыв, это сила сознания нисходящего на землю и пробуждающего потоки жизни, вбирающего, приглашающего их проявляться все больше и больше и больше. И подход, который развивает в своей книге Арни Бергсон, его называют философией жизни. Он, во-первых, намного шире, обширнее, интуитивнее, чем доминирующие в его время материалистические подходы к эволюции. А, во-вторых, он многомерен. В подходе Бергсона колоссальную роль играет понятие длительности. Он вел его. То есть движение времени, биение времени, пульс времени, динамика времени. Вот это тесная связь времени и жизненного порыва, времени и сознания, множественности вариантов развития. Присутствие в самой эволюции творческого начала. Поэтому название книги Бергсона «Творческая эволюция». Книга, как я уже сказал, оказала колоссальное влияние на мировую гуманитарную культуру, на российское мышление. И в каком-то смысле вот то, что мы делаем на этой конференции, можно было бы назвать творческой эволюцией 2.0. Вот как сейчас модно составлять подобного рода слоганы. То есть это апгрейд через 113 лет этих первоначальных интуиций. Ну действительно, 113 лет – очень немалый срок. За это время возникла теория относительности, квантовая механика, вся современная наука, вся современная реальность, полеты в космос и тотальная смартфонизация мира. То есть информационная, компьютерная эволюция развивается бурно, как никогда. За это время возникла новая социальная реальность и проявился дух времени, который связан с развитием, который связан с эволюцией, который связан с тем, что мы, люди, в массе, не единые индивиды, пришли к пониманию того, что мы можем управлять своей эволюцией. Поток эволюции не просто нас несет, не только определяет наши жизни. Мы не просто пловцы в потоке эволюции, но мы можем управлять этим потоком. Мы можем управлять своим движением не только внутри потока, но и самим потоком. И это фундаментальная интуиция всего духовно-ориентированного подхода в гуманитарных науках, который включает и классическую транспорциональную психологию, и интегральный подход Кеновилбера и его команды, и процесс, ориентированную психологию Минделлов. Так что мы далеко не случайно собрались здесь, и далеко не случайно я назвал в свою вступительную беседу «Творческая эволюция 2.0», опираясь на открытие из гениальной книжки Анри Бергсона. Что еще для меня здесь важно? Второе слово – эволюция. И много лет назад я открыл для себя мир транспорциональной психологии. В 1980 году прочитал первую книжку «Гроф», которая тогда была переведена в самоздате. Много лет занимаюсь этим направлением. Первоначально первые годы подпольно, потом легально, потом с многочисленными коллегами, лидерами «Российской транспорциональной психологии и психотерапии». Мы создали ассоциацию, которая скоро отпразднует 20-летний юбилей в 2021 году. Так что все замечательно развивается. И я развивался как профессионал, как ведущий холотропного дыхания, как преподаватель, как открыватель некоторых тем и автор книг. И всего лишь несколько лет назад я понял, что на самом деле я занимался, по большому счету, эволюцией. То есть я эволюционер. Я занимался поиском, изучением инструментов эволюции. И я думаю, что очень многие люди, которые пришли на эту конференцию, принадлежат вот к той же самой категории людей. Мы все эволюционеры, нас всех интересует, как мы можем развиваться и развиться до максимума вот в избранных направлениях, которые нас интересуют больше всего. Как мы можем стать максимально целостными, максимально осознающими, максимально творческими, максимально выражающими все и вся. И причина, почему эволюция является общим трендом человечества, состоит, наверное, в том, что мы все с детства ищем реальность. И это очень легко понять по нашей склонности домогаться у взрослых ответов с помощью вопросов. Мы все почемучки. Ребенок трех лет задает в среднем 500 вопросов в день. И многие взрослые до сих пор любопытны и продолжают спрашивать, 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 не всегда вслух. Но именно этот внутренний поиск и вопросы ведут нас дальше, вперед с тем, чтобы выходить за пределы знакомого, достигнутого и идти дальше. И простой вопрос в отношении того, а что мы ищем, задавая вопросы своим почемучеством, вопрошательством, показывает нам, что мы все через вот этот акт вопрошания ищем знания на ответов на вопросы о том, какова реальность. То есть, по большому счету, мы все ищем реальность. И вот в этом ключе все поиски человечества во всех сферах, и в сферах технологии, науки, социальных проектов, в сфере в области искусства, духовных практиков, практик мы могли бы также понимать, как поиски реальности в разных измерениях человеческой жизни. А вот найденные знания, интуиции, прозрения, не всегда выражаемые строго, математически, логически, не все поддается вот такому выражению, а что-то принципиально невозможно выразить на точном, строгом, логичном языке всего природы этих явлений. Так вот, мы все это могли бы понимать как инструменты эволюции, то есть знания и практики, которые помогают нам становиться все более и более и более реальными. Меня, когда я вот до этого всего лишь несколько лет назад наконец-то дошел, это потрясло, поразило, посыпались многие другие интересные ответы. Я снял популярный фильм на эту тему «Инструменты эволюции», кто-то из вас его уже смотрел, и стал проводить многочисленные также авторские курсы, собрав все свои знания. Мы провели, между прочим, конференцию с коллегами из российской и европейской трансперсональных ассоциаций, провели конференцию в Санкт-Петербурге в 2018 году, которая тоже называлась «Инструменты эволюции». Она была таким форум, порталом к уже международным, европейским знаниям и пониманиям в этом направлении. Вот почему эволюция также актуальна у нас, почему она очень актуальна. Ну и отсюда у меня посыпались также понимания о том, что искусство является важнейшим инструментом эволюции и важнейшей эволюционной практикой. Ну и другим немаловажным пониманием к тому, как я приходил к этому пониманию, является вот мой взгляд и переосмысление в отношении того, что было главным ресурсом человечества на протяжении вот долгой человеческой истории. Ну, как мы все знаем, вот когда-то, в давние-давние времена, среда обитания в первобытное время была главным ресурсом. Именно из нее мы получали все, что нам нужно древним людям для жизни. Затем, в период уже первых больших империй, в период язычества, главным стратегическим ресурсом становились империи со всеми их ресурсами. В период агрикультурных мощных обществ считалось, что главный стратегический ресурс – это земля. У кого больше земли, тот обладает большим ресурсом. И во всех других областях. Период капитализма знаменовался тем, что деньги стали главным стратегическим ресурсом, мерилом, началом и концом всего, точкой отсчета богатства человека, богатства государства. Но деньги, как и все остальное, тоже имеют свой источник. И в наше время все больше и больше понимается, что источником денег и всего остального является знание или в таком прагматичном виде информация. Недаром информационно-коммуникативная революция – это наиболее яркое проявление духа нашего времени. Однако и информация тоже, как мы знаем, имеет свой источник. И источник информации – это творчество. Она не возникает ниоткуда. Она возникает в актах человеческого творчества. Она приходит в наш мир через эти акты. И поэтому сейчас все ярче и ярче и ярче и ярче брежет уже дух времени будущего. И мы с вами, по сути, это как раз и есть те провозвестники, те первопроходцы. Вот тот авангард будущего, который почуял его и уже начинает заботиться о нем, высаживать сад будущего, высаживать семена будущего мира, уделяя все больше и больше внимания главному стратегическому ресурсу этого будущего мира – творчеству. Очень много людей, наверное, большая часть современного человечества все еще живет в прежнем мире, мире денег. И до сих пор уверена, что деньги есть главное. Значительная часть людей живет уже в мире информации. Они знают, они активны. И через, я думаю, 10 лет это будет очевидно и всем, что главная сила – это информация. Но небольшая часть людей работает на будущий мир. И мы все с вами уже окунулись, выращиваем этот новый мир, мир творчества, мир вдохновения, мир импровизации. Вот почему наша конференция называется «Творчество как суть эволюции». И вот почему здесь вот таким интересным, сложным образом сплетены разные темы, разные люди. На конференции, как вы знаете, из программы у нас, потрясающая программа у нас, и невероятные спикеры из мира трансперсональной психологии, из мира искусства, из мира практических знаний. Вот я еще раз для вас всех программу. Люди-первопроходцы, люди, которые являются гениями социальных инноваций. И структуру нашей конференции, я прокручу и второй день, чтобы вам было изменение. И вот обратите внимание, небольшое изменение в начале первого дня. Невероятный Олард Диксон, один из крупнейших специалистов по шаманизму, поделится своими последними открытиями с 11.00 по 11.30. Это вот изменение. Ну и все другие потрясающие эксперты. То есть, хотя конференция у нас линейна, одно событие, одно за другим, тем не менее мы охватываем колоссальный спектр всевозможных знаний. И прежде чем я завершу свое введение, разрешите мне также поделиться радостной новостью, а именно приветствием к нашей конференции от основателя трансперсональной психологии Станислава Грофа. Станислав Гроф и его жена Бригитта Гроф послали это приветствие и также пригласили, ну прежде всего у студентов Московского института психоанализа на большую международную программу тренинг «Наследие Грофа», который скоро открывается во всех странах мира. В том числе в этом тренинге будет также обучение мастерству введения семинаров по голотропному дыханию. Его пустынки получат право, международное право быть ведущими голотропным дыханием. Но сам тренинг намного шире, чем просто холотропное дыхание, и вы об этом все также скоро узнаете. Итак, приветствие Станислава и Бригитты Гроф. Станислава и Бригитты Гроф, которая с вами неизвестна знакома, будет мне помогать. Спасибо, что вы можете помочь, чтобы меня не было в этом. Спасибо, что мы присутствуем здесь лично. Но у нас нет возможности выезжать из февраля в Германии уже после февраля. И мы должны быть возможность выезжать из февраля после того, как мы сможем увидеть Калифорнию снова. Мы сможем быть в России снова. Мы хотим быть в России снова. Мы создали новое обучение, которое называется ГРОФ, ГРОФ, и это очень важная представительство, что находится в России, и в России. Один из Москвы, Володя Майков, который очень хорошо известен. И другой из Володя и Саша, в Ростове-на-Дону, Володя Саша Евгеньяненко. Нермененко, да. Другая причина пронимания этого тренинга стоит в том, что скоро моя последняя книга, Путь психонавта будет и скоро перевить на русский язык. Я вероятно рад этому, люди смогут изучать ее на своем родном языке. Это книга на моих 60-ти годах исследования о том, что ты обнаружил. Это про всей своей жизни, энциклопедии. Вы найдете там все. Скоро выйдет также фильм о жизни и работе с тем под тем же названием «Психонавта». Вы сможете получить его в конце месяца на сайте с русскими субтитрами. Название сайта – thewayofsiconav.com. Вы также сможете посмотреть там полное интервью с людьми, которые принимали участие в фильме. Но эти интервью будут на английском языке без перевода. Но фильм будет иметь русские субтитры и много других субтитров в других языках. Мы желаем всего самого наилучшего вашей конференции. Я уверен, что она будет записана и мы сможем посмотреть ее, несмотря на то, что мы не можем принять ее участие. Желаю вам прекрасное, прекрасное время, прекрасной конференции. До встречи. До встречи. Спасибо. Ну вот, мы начали нашу конференцию, послушали приветствие основоположников, мэтров. И я с удовольствием передаю слово члену президиума Ассоциации транспарциональной психологии и психотерапии, старейшему патриарху, можно сказать, транспарциональной психологии Сурала Александру Жвакину. Спонтанность и креативность как суть холотропного дыхания и транспарциональной арт-терапии. Пожалуйста, Александр. Спасибо. Добрый день, дорогие участники транспарциональной конференции. Здравствуй, Володя. Очень рад видеть и такие родные лица Владимира Майкова, Станислава Гроуфа, то есть те люди, благодаря которым в России и вообще в мире развивается холотропное дыхание, транспарциональная психология. Мне очень приятно поздравить с праздником, друзья, с этой замечательной транспарциональной конференцией. И мой сегодняшний разговор будет о спонтанности и креативности как сути и основе холотропного дыхания, методе профессиональной работы с неординарными состояниями сознания, которую разработал наш замечательный и любимый Станислав Гроуф, которого мы только что слышали. И мы очень ждем прекрасную книгу, этот замечательный двухтомник, который собирается издать Владимир Майков. Примера фильма была просто потрясающая, и я всем очень советую посмотреть этот фильм. Он действительно очень глубок, и многие вещи, которые не описаны ни в книгах, ни где-то в лекциях Станислава Гроуфа, там есть очень много нового и интересного, это вдохновляет, впечатляет и способствует дальнейшему нашему эволюционному развитию. Ну и мы прикоснемся и немножко поговорим о работе и спонтанности, и креативности в тонфельдтерапии, разработанной Хайнцем Дойзером. То есть это спонтанное взаимодействие с глиной, то есть психотерапия через спонтанное взаимодействие с глиной. Кто меня не знает, для тех, кто меня не знает, меня зовут Жвакин Александр Геннадьевич. Я сертифицированный ведущий холотропного дыхания, психотерапевт Европейского реестра Евротаз, врач-психотерапевт и врач-сексолог, сертифицированный сексопатолог, тонфельдтерапевт и член Президиума Российской Ассоциации психологии и психотерапии трансперсональной. Мой профессиональный стаж работы с измененными состояниями сознания 25 лет. И исходя из практического опыта, мне хочется поделиться и немножко рассказать о том, что является сутью холотропного дыхания, что является вообще сутью, так скажем, процессов раскрытия и сопричастности с миром. И мне хочется вспомнить гениальнейшее произведение «Гёте Фауст», где мы с вами помним его поиск, его огромное путешествие в поисках того самого момента, который раскрывается в конце этого повествования. Как вы помните, всё начинается в конце этой книги, когда Фауст говорит «Остановись мгновение, ты прекрасна». Именно вот это, казалось бы, ньюэйджевское «здесь и сейчас», оно трансформируется и преобразуется в великолепное, глубокое и всеобъемлющее «здесь и сейчас», преобразуется в «здесь и всюду», и «сейчас и всегда». То есть останавливается мгновение и раскрывается огромная глубина, огромная высота, ширина, то есть необыкновенное свойство мгновения, в котором заключено всё. И вот это именно не то, что он просил у Мефистофеля, все огромные, разнообразные и интересные путешествия, но путешествие, настоящее путешествие началось тогда, когда проявилась вот эта спонтанность, когда появилось вот это раскрытие мгновения вот этого момента. Ну и само понятие спонтанности происходит от латинского «спонте», то есть свободная воля. И спонтанность всегда связана с креативностью, с импровизацией, интуицией и выходом за пределы привычек и стереотипных действий. Говоря о спонтанности, мы можем говорить, в общем-то, о квинтэссенции творчества и сути проявления самого человека в эволюционном процессе, потому что сама спонтанность, она подразумевает некую естественность, да, то есть это один из синонимов слова «спонтанность», да, то есть естественность и причастность к природе, да, то есть причастность к тому эволюционному процессу, причастность к тому движению нашему совместному с миром. И здесь мы, конечно, можем говорить о преимуществе трансперсональной психологии во всех проявлениях и в таких замечательных проявлениях, как причастность к всему миру, и это само понятие холотропный подразумевает как часть целого, да, как единое целое, как стремление к целому. Поэтому через спонтанность мы можем опознать собственную причастность к мировому и общемировому процессу. Мне хочется вспомнить слова интегрального философа Василия Налимова. У него прекрасная есть фраза, благодаря спонтанности сам Господь Бог проявляет себя через человека. И это действительно так, потому что большой практический опыт в сфере работы с необычными изменёнными состояниями сознания, холотропными состояниями сознания, он позволяет сформулировать вот сам этот процесс таким образом, как процесс сказки. В русской сказке есть такое выражение «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». И именно когда мы идём туда, не зная куда, я имею в виду холотропные процессы, я не имею в виду какие-то хилотропные процессы, и какие-то наши социальные взаимодействия. Хотя мы можем и в этих случаях быть спонтанными, и это более эффективно, нежели в некоторых случаях, нежели достаточно следовать каким-то рамкам и традициям. И именно вот тот посыл, что «Пойди туда, не знаю куда», он позволяет раскрываться вот невероятному миру спонтанности, невероятному миру креативности. Потому что творчество – это то, когда начинаешь проявлять то, что ты должен проявлять здесь. То есть именно не то, что ты прочёл и что-то повторяешь, именно внутренняя искра начинает пробуждаться, именно внутренняя искра начинает раздуваться благодаря дыханию в огонь, в костёр, в ту энергию, в ту мощь, которая становится возможностью решения и разрешения необычными способами своих жизненных сложностей, своих жизненных трудностей, каких-либо заболеваний. Вот на сегодняшний день в мире происходит ренессанс, то есть возрождение и активное научное исследование. Действительно научное исследование, действительно медицинская, доказательная медицина исследует эти состояния. И на сегодняшний день достаточно много научных работ, которые показывают о том, что холотропное дыхание, оно действительно способствует повышению креативности, повышению творчества людей. И как врач, как практик, как психолог, я могу рассказывать вам огромное количество случаев, это десятки и сотни, и может быть даже тысячи случаев, когда люди находят выходы из сложных ситуаций, из сложных заболеваний. Причем это действительно, когда ложатся на матрасе, то идут туда, не зная куда. И приносят именно то, что нужно им. И когда идут в холотропных состояниях туда, не зная куда, то человек именно идет туда, куда он должен идти, куда ему нужно идти. И идет и приносит то, что действительно ему нужно. Потому что на стандартных, продуманных, проложенных, проасфальтированных и забетонированных дорожках уже ждут. Уже ждут гаишники с радарами на хлебных местах, уже ждут какие-то бандиты, уже ждут обманщики и мошенники. Это внутренние наши обманщики и мошенники. Это внутренние наши бандиты, это внутренние наши гаишники. То есть то, что мы называем психологическими защитами, то есть стереотипными реакциями на те или иные ситуации, сформированными. Они неплохие. Но когда происходит, так скажем, вот этот порочный круг, когда происходит заболевание, когда происходит ситуация, когда мы с вами наступаем на одни и те же грабли, ну, только их цвета, может быть, меняются, одни красные, другие синие, третий зеленые, но стереотип, он продолжается, и мы получаем снова и снова, в общем-то, по собственному лбу. Что же делать? То есть необходим выход из этого замкнутого круга, и поэтому вот холотропное состояние, они позволяют нам включить вот эту спонтанность, это творчество, это невероятная живость, которая появляется в нашем мышлении, в нашем действии, в нашем проявлении взаимодействия с миром. Потому что вот сегодняшние исследования, которые проводят в Соединенных Штатах, в Европе, в Канаде, в Израиле, они показывают, и эта доказательная медицина показывает и доказывает то, что холотропное состояние, они действительно излечивают, исцеляют людей от депрессии, от тревожных состояний. Потому что на сегодняшний день депрессивное состояние, и тревожное состояние, и посттравматические стрессовые расстройства, на сегодняшний день они просто невероятно огромны. И прорывная психотерапия, которая основывается на холотропных состояниях сознания, на необычных, на измененных состояниях сознания, а именно профессиональной, врачебной, психологической работы с этими состояниями, она позволяет действительно прорваться, Доказательная медицина показывает о том, что употребление стандартных антидепрессантов двух или трех в течение многих лет, не имеющих эффекта, и несколько раз сеансы холотропной терапии, прорывной психотерапии, они несопоставимы. Потому что эти несколько сеансов, они дают возможность человеку выйти из затяжной многолетней депрессии, решить проблему тревожных состояний. И каждый раз у каждого человека это абсолютно индивидуальное переживание, это индивидуальное путешествие, которое позволяет избавиться от заболеваний, которое позволяет выйти к собственной жизни, быть вместе с процессом эволюции, быть частью процесса эволюции, а не тем загнивающим болотцем, в которое превращается жизнь. То есть энергия, которая прорывается наружу, и холотропное состояние способствует этому. Мне очень нравится мексиканская пословица, которая звучит примерно так, что они хотели похоронить нас, но они не знали, что мы семена. И вот благодаря той жизненной силе, которая находится в семенах, в зернах вот этого живого, и происходит вот это соприкосновение наше с жизнью, с творчеством, со спонтанностью. То есть есть тоже такое прекрасное выражение, что трава, она прорастет и через бетон, и через асфальт. То есть сила жизни, она неимоверно большая. И вот холотропное состояние, холотропное дыхание, оно позволяет нам быть в соприкосновении вот с этой жизненной силой, вот с этим живым. Это позволяет нам раздувать огонь жизни и быть в причастности к процессу эволюции. Все эти исследования, которые, исследования доказательной медицины о действенности, о развитии креативности, о исцелительных огромных потенциалах работы с необычными или холотропными состояниями сознания, вы можете найти на сайте maps.org. Maps пишется как карты, maps по-английски, да, maps.org, где также вы можете прочесть и о холотропном дыхании, и исследованиях, связанные с креативностью, с повышением творческих способностей людей. Я не буду пересказывать эти статьи, я думаю, было бы вам интересно с этим тоже ознакомиться. Ну и вообще, так скажем, нередко очень опытные психологи и психотерапевты, которые понимают, что находятся в алюзорных ограничениях, предпочитают нередко психотерапию с помощью измененных состояний сознания. И почему бы это так, почему бы не идти по той стереотипной, по той проторенной дорожке, которой они занимаются? Ну, потому что на стандартной психотерапии, как мне сказал один замечательный мой друг и профессор психотерапии, я знаю заранее, когда мне зададут вопрос, какой мне зададут вопрос и как я на него отвечу. Я знаю на несколько ходов вперед о том, что меня спросят и как я отвечу. То есть это структура, которая выверена. И у нас существует различный спектр совершенно замечательных психологических защит, но таких, например, как интеллектуализация, рационализация. Но мы действительно умные и можем все прекрасно объяснить. В этом нет жизненной энергии, нет инсайта, нет ничего живого. То есть мы все очень умно и очень рационально объясняем, очень интеллектуально объясняем, но здесь нет жизни. Мы понимаем, что со мной происходит, мы понимаем, вот еще можем добавить и так, и так, и так. Нет инсайта, нет прорыва, нет прояснения, нет вот того самого необычного или холотропного состояния сознания, который соединяет нас с нашей истинной природой и с нашим естественным взаимодействием с живым миром. Только механистичность и детализация. Именно такая модель самоисследования, механистичная, ну, казалось бы, она могла быть отражена в некотором анекдоте, когда одна женщина приходит в баню, раздевается и смотрит, а на пупу у нее гайка. Это ее очень заинтересовало, что это за гайка, и она начала ее откручивать. Откручивала, 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 откручивала она эту гайку, и задняя часть у этой женщины отвалилась. Вот, ну, вот подобные механистичные отношения к самоисследованию приводят иногда к таким, ну, неожиданным результатам. И поэтому многомерность, сложность и сказать о том, что это высокотехнологичность живого существа, это будет, наверное, не так. Потому что процесс жизни, он абсолютно непознаваем до конца, как, в принципе, непознаваем до конца и человек. И, конечно, вот подобная механистичность, которая присуща нам, я не сваливаю это на кого-то, я… Подобный опыт отваливания разных частей при самоисследовании до тех пор, пока я не занялся серьезно трансперсональной психологией, он присутствовал у меня. Да, но когда вот видишь такие вещи, которые происходят с людьми, хочется задаться вопросом, как вот в том же, вернее, в другом уже анекдоте эти люди нам запрещают ковыряться в носу. Мы должны помнить, что спонтанность и креативность – это присуще только живому. Механистичность, она убивает, она необходима, как некая часть нашей жизни. Но когда она становится главенствующей, она становится подавляющее нечто живое, настоящее в нас. Поэтому мы будем руководствоваться и руководствуемся выражением Юнга о том, что человеческое лечится только человеком. И этот постулат Юнга, можно сказать, показывает о том, что живое лечится только живым. И отсюда происходит, в общем-то, некая общность, да, то есть потому что психотерапия – это все-таки происходит через общение. И слово «общение» тоже происходит от слова «общее». И в данном случае психолог, психотерапевт выступает как некий проводник, да, то есть вот мы с вами помним прекрасное произведение «Данте, божественная комедия», где начинается, как вы помните, с того, что… прожив жизнь до половины, да, я оказался в сумрачном лесу, да, и появляется Вергилий, который проводит Данте через ад, через чистилище, через ад. И только после этого он может выйти в сферы рая и соединиться со своей аниме, со своей Беатричи. Ну и, конечно, мы говорим о том, о процессе психотерапии благодаря спонтанности, именно говоря о том, что… Да, я немножко волнуюсь. Спасибо, Геннадий. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Спасибо. Ну, мы соприкасаемся с тайной, говоря о психотерапии, о холотропном дыхании, о тонфельдтерапии. К сожалению, у меня нет времени достаточно много уделить этому чудесному явлению психотерапии через спонтанное взаимодействие с длиной. Мы соприкасаемся с тайной, с тайной бытия, с тайной эволюцией, потому что даже имея некое эмпирическое глубокое знание творчества, некое глубинное и эмпирическое собственное знание спонтанности, это является некой тайной, как тайна бытия, как и тайна, в общем-то, эволюции, вокруг которой мы можем только кружить и осознавать это. Потому что… Почему это является тайной? Потому что даже имея все это, эти знания, мы не можем, к сожалению, донести их полностью, в полном объеме и в полной, так скажем, в полном естестве другим. Тайна, потому что мы забываем это. Тайна, потому что мы знаем это и одновременно пытаемся скрыть это даже от себя. Тайна, потому что это всюду. И тайна, потому что это одновременно всюду и нигде. Люди делают всевозможные способы и даже глупости для того, чтобы скрыть эти тайны. И в этом тоже есть спонтанность и креативность. Почему? Потому что мы, говоря о спонтанности и креативности, мы прежде всего говорим о тех пиковых состояниях, которые мы можем испытывать и в обычной жизни. Тех пиковых состояниях, одновременно осознанных состояниях, которые в великих религиях называют просветлением. И, как говорят буддийские монахи, то, что состояние просветления мы можем получить в неких практиках, но очень сложно бывает удержать это в обыденной жизни. И такие практики, как холотропное дыхание, такие практики, как тонфельдтерапия, они дают возможность найти вот эту креативность, найти вот это творчество, найти вот эту спонтанность в себе, раскрыть это, и в последующем мы начинаем это привносить в собственную жизнь. И спасибо вам. Пусть этот семинар будет таким же креативным, будет таким же спонтанным для вашего духовного роста, для вашего эволюционирования. Спасибо за внимание. Всего доброго. Большое спасибо, Александр, за блестящую виденную тему и за большой жизненный опыт, которым ты поделился с нами в своем выступлении. Да, я помню славные годы тренинга, которые мы провели вместе, наше путешествие на семинар, помнишь, по визионерскому искусству, к Ханс Роди Гигеру, семинар, который вел Станислав Гроф. В 2012 году там была группа «Россиян». И совсем недавно вышло, помянуя о Гигере, фильм-интервью Грофа с двумя другими величайшими художниками-бизионерами. Роберто Венозе и Мартиной Хоффман. Потрясающие тоже материалы. И Гроф написал, между прочим, книжку о визионерском искусстве, где главный герой Гигерд, но также все другие его друзья, мировые художники-визионеры. Мы плавно переходим к следующей теме нашего доклада. Помните, в своем кратком вступительном диалоге я говорил о том, как сокровенно связаны творчество и эволюция. Но оказывается, эта связь имеет еще, может быть, более глубокие основания. И об этом нам расскажет в узком смысле трансперсональный врач, лидер трансперсональной медицины. Он замечательный врач, который еще в юные годы великолепно проявился как блестящий специалист, диагност и целитель самых сложных заболеваний в Центральной Кремлевской больнице. И впоследствии создал свою потрясающую программу, которая помогла десяткам тысяч людей обрести здоровье. Это Дмитрий Шеменков. Человек с потрясающим тоже трансперсональным опытом. Я это хорошо знаю, поскольку мы встречались с Димой много лет на моих семинарах по холотропному дыханию. Дима – основатель школы открытого диалога. Он ментор, членер коллегии Сколкова, директор НОД Сеченского университета. Это крупнейший медицинский университет России. И путешественник, основатель центра в Сибири потрясающего тоже, где он делает свои программы. И Дима расскажет об основе основ, о том, почему фундаментальная наша открытость к миру, распахнутость к миру, и в частности вот такая же пронзительная распахнутость в отношениях и в общении, является основой эволюции и самым надежным, самым быстрым путем к творчеству. Пожалуйста, Дим. Друзья, спасибо огромное, Володя. Огромное тебе спасибо за такое представление. Его совершенно невероятное. Я прошу, если вдруг будет какие-то… Друзья, всем привет. Если будет вдруг со звуком что-то, или, пожалуйста, напишите в чат. Я там, может быть, как-то перезайду, перезагружусь. Значит, о чем бы мне хотелось сегодня, наверное, сказать или рассказать, наверное, про эволюционный процесс вообще и как этот эволюционный процесс, он подводит нас к необходимости быть, в общем-то, открытыми и как непосредственно в ходе эволюционного процесса происходит творчество. Такое естественное творчество, которое создает жизнь прям буквально на наших глазах и через нас, в том числе, которое происходит. Наверное, основная метафора вообще эволюционного процесса мне нравится очень… Я часто применяю на лекциях один слайд, сейчас вам покажу его. Совершенно такой прекрасный метафора муравьиного плота. Когда мы смотрим на муравьев, которые попадают в воду, они поодиночке не очень хорошо умеют плавать и в основном тонут. Они могут какое-то период времени продержаться там на воде, но там удерживают пузырек, микроворсинки их, пузырьки воздух удерживают, но потом они все равно тонут, они недолго держатся на воде. Но если они объединяются вместе и попадают в воду друг с другом, они формируют вот эту структуру, которая перед вами на экране. Эта структура называется муравьиный плот. Прямо вот даже в научной литературе так характеризуется. В составе муравьиного плота муравьи уже способны плавать уже неделями, десятки километров. То есть вдруг из отсутствия определенного свойства, когда они преобразуются в группу, у них возникает совершенно мощное, новое, уникальное свойство, так называемое эмерджентное свойство, вновь возникшее, для него не было сильных предпосылок на предыдущем опыте индивидуальной эволюции муравья. Но вот именно вместе у них возникает такое скачкообразное проявление свойства, которое является критичным просто для выживания. поэтому вот этот взрыв эволюционный, вот этот эволюционный скачок, он характерен не только для муравьев, он характерен для всех живых систем. Вот в целом эволюционный процесс можно представить себе вот как такую стрелу, называют ее еще стрела эволюции. Вот сейчас покажу отдельно на экране, чтобы вы могли увидеть это как отдельный символ такой. Вот стрела эволюции. Согласно этому процессу, получается так, что живые системы, объединяясь друг с другом, объединяя свое представление о действительности, обмениваясь, по сути, чувствами о том, как мы ощущаем эту реальность, преобразуется в системы более высокого порядка, у которых есть потенциал, проявить какое-то совершенно новое, удивительное свойство, которое в свою очередь окажется критичным для эволюции. Ну, за 300 миллионов лет эволюции муравьев, они многократно сталкивались с потопами, наводнениями, разного такого рода событиями, и достаточно легко можно себе представить, что те муравьи, которые просто не хотели объединяться, не хотели хвататься лапками друг за друга, они где-то потерялись в эволюционном процессе. То есть, ну, прошло уже много лет, и они потерялись, и генетический код вымылся. А те, кто как раз наоборот были вместе, те, кто держались друг друга, и генетический код остался. То есть, вот такая простая, очень логика работа. Ее блестящим образом описал профессор Мартин Новук, он профессор биологии и математики Гаррдского университета, руководитель программы эволюционной динамики Гаррдского университета. Мне очень нравится эта цитата из его книги «Суперкооперейтерс» 2011 года, на английском языке есть, рекомендую очень прочитать. «Люди склонны считают, что эволюция – это беспощадная борьба за выживание, но в действительности движущей силой эволюции всегда было сотрудничество. И это сотрудничество, оно характерно не только для живых систем такого высокого уровня, высокопорядка муравьи, это характерно в том числе, например, и для бактериальных систем. В 2019 году вышла прекрасная статья университета Копенгагена, специалисты университета Копенгагена, в которой исследовали бактерии. Вот бактерии, казалось бы, живут в таком мире, который полон просто соперничества, полон борьбы, там все очень жестко, то есть там все на лимитах, на таких устроено, на крайних. И вот бактерии, казалось бы, попадая в сложные какие-то стрессовые обстоятельства, должны по большому счету там воспользоваться условиями среды и получить какое-то конкурентное преимущество. Но, как показала работа, даже разные типы бактерий, разные виды бактерий, попав в одни и те же стрессовые условия, могут, например, начать помогать друг другу для того, чтобы выжить. То есть не подавлять те бактерии, которые более слабые, а наоборот помогать им, чтобы они смогли выжить. И в ходе вот этой помощи и последующего распределения определенного социальных функций, в кавычках социальных, то есть некоторые исследователи называют такое распределение среди бактериальной популяции, в том числе социальных. Ну, хотя, строго говоря, это не социально, это групповое распределение. Но, тем не менее, в ходе такой взаимной помощи и группового распределения социальных функций возникают коллаборации бактериальные, которые в совокупности вместе создают биопленки, это такая структура, которая помогает бактериям защититься от негативных воздействий среды. Так вот, в такой совокупной коллаборации бактерии, помогая друг другу, вдруг проявляют способность создавать намного более эффективные биопленки, чем если бы они делали поодиночке. И причем разница эта, как показывают исследователи, на 300% больше они продуцируют биопленки вместе, чем они могли бы генерировать их вместе. Это совершенно поразительная работа, потому что ранее было показано, что для бактериальных популяций тоже свойственно сотрудничество, но для бактерий из одной и той же популяции. И биологи обнаруживали уже сложное социальное поведение, это вот работа 2015 года в Nature опубликованная, про сложное социальное поведение, коммуникацию бактерий, которые, собственно говоря, помогают нам выживать внутри, при формировании биопленок. И способ пообщения бактерий похож на то, как взаимодействовать нейрон в человеческом мозге. Вот примерно такой отклик. Ну вот все это подчеркивает только лишь один процесс эволюции, в котором система, приобретая способность к интеграции потоков восприятия, которые связаны с восприятием действительности, это поток чувств, переживаний, образов, интерпретации. Вот в ходе этой интеграции возникает новый образ, новое представление действительности, которое помогает системе уже действовать как метасистеме. Происходит такой метапереход, метасистемный переход, когда система более простая, за счет объединения, за счет, может сказать, диалога с другими системами, совершает вот этот невероятный абсолютно творческий скачок. То есть отдельная какая-то система, может беззон там ждать мутации, может быть прокачивать какие-то отдельные навыки и так далее, но действительно какой-то революционный такой шаг возникает именно тогда, когда мы начинаем сотрудничать. И как пишет Мартин Ноук, еще раз его напомню, у него есть замечательная книга «Суперкооперейтерс». Суперкооператорами он называет, я думаю, вы догадываетесь, нас с вами, людей. Люди действительно суперкооператоры. Это невероятный совершенно такой рывок был, эволюция, достижение эволюции. Так вот, к чему это все приводит, такая вот, к эволюционному процессу? Когда мы смотрим просто назад, многие думают, что эволюция беспощадная борьба за выживание, про то, что, значит, быстрее умнее, выше, сильнее, про то, что нужно вот на процессе, хотя бы как минимум там индивидуальной жизни, если я хочу достичь какого-то успеха, и в том числе эволюционного успеха, мне нужно, соответственно, прокачивать какие-то отдельные навыки и бороться с другими за выживание. Есть много людей, которые действительно так думают. Но согласно тому, о чем сейчас говорили, согласно современному взгляду на эволюционный процесс, на системную динамику в эволюционном процессе, получается, что наиболее эффективная стратегия – это как можно больше кооперироваться на протяжении жизни. Это не говорит о том, что любая кооперация возникает в ходе любой коммуникации. Нет, это не так. То есть, ну, я могу выйти на улицу и скоммуницировать так с кем-то, что потом синяки останутся. Это не значит, что хорошо для моей жизни, я, может быть, просто потерял время, да еще и подрался. А могу выйти и, не знаю, создать семью, дать начало роду и построить, может быть, что-то значимое в своей жизни, то есть, вот, ну, что-то вот в этом направлении, да. То есть, я могу сделать что-то продуктивное. То есть, не каждая коммуникация приводит к истинной кооперации и в дальнейшем к возможности из этого получать какое-то эволюционное преимущество. Это тоже надо понимать. То есть, в живых системах все-таки присутствует перебор всевозможных взаимоотношений. Но когда в ходе этих взаимоотношений вдруг возникает полезный результат деятельности, который обоюдно полезен для каждого участника системы, то вот в этот момент система закрепляется и дальше начинает эволюционировать как целое. До того этапа, пока вот такой взаимный обмен, взаимная деятельность приводит к полезным результатам для каждого компонента системы. То есть, вот, по сути, основная логика эволюционного процесса. Вот. И для нас это настолько критично стало, потому что мы просто сотканы на самом деле из сотрудничества. Вот. И когда я, будучи биологом, в том числе и занимался регенеративной медициной, ну, как мы понимаем, специальность, она была всегда на стыке где-то между биологией, клетчатой биологией, допустим, молекулярной биологией и клинической практикой. Мы создавали новые технологии разные. Вот. Ну, этот основной был фокус моих интересов где-то 2010 года. Потом уже больше такие системы, процессы стали меня интересовать уже более высокого уровня. Ну, вот. А до этого момента, вот, ну, работая с биологией, мне всегда поражала просто способность клеток к кооперации. Потому что мы состоим там примерно по разным оценкам, допустим, около сотни триллионов клеток. И, по большому счету, каждая клетка обладает в себе генетическим потенциалом настолько мощным, что она способна воспроизвести всего человека. Ну, и при каких-то определенных допусках она может воспроизвести цивилизацию целиком. Ну, то есть, может быть, более долгий, более сложный процесс, более высокими рисками, но потенциал генетический в каждой клетке, он, ну, гигантский, скажем так. Вот. И, ну, вот, такое репродуктивное клонирование, например, на этом основе, его недавно запретили, вот, но, тем не менее, технологически человек может воспроизвести самого себя, целиком весь свой организм из отдельно взятой клетки. Все это, пожалуйста, возможно, да, но, как бы, меня всегда поражала просто мощь, которая заключена вот в каждой отдельной клетке, вот этот гигантский потенциал. Ведь эти клетки, они как-то договариваются друг с другом для того, чтобы, например, вот сейчас как целое говорить, для того, чтобы участвовать в составе системы организма, в более высокого порядка. Вот. И потеря где-то диалогу вот между клетками всегда нами воспринимается как болезнь. Ну, точнее так, сначала как боль, как сигнал, который говорит о том, что где-то поломалась коммуникация в нашем организме. Вот. А потом уже, если это не устраняется, проблема коммуникации, то такое состояние, оно продляется в череду болей, которые, начиная приобретать самостоятельное значение, вот это трансформируется в болезнь. Поэтому физиологи уделяют огромное внимание, большое значение уделяет именно качеству коммуникации в живых системах. Ну, вот. И вообще, в принципе, мы можем говорить о том, что мы на сегодняшний день как внутри нашего организма, так и в системах более высокого порядка, в наших остальных системах, представляем из себя такой своеобразный человеческий муравийный плод. То есть мы, внутри нас, клетки, постоянно общаются друг с другом, поддерживают друг друга. И это такая распределенная, скорее, сеть, нежели централизованная. Вот, как бы, справа на слайде обозначена такая распределенная сеть взаимоотношений, в которой нет какого-то одного суперопределенного центра. Так же, как, допустим, нейрон в головном мозге. Вот нельзя выделить, взять один там нейрон, который царь головы, например. Нет, это группы, так сказать, нейронов. И более того, это перемежающаяся активность между ними. То есть между ними распределены эти функции. Вот, и наше общество, собственно говоря, все, что происходит с нами, такой своеобразный муравийный плод. При этом для нас вот это взаимоотношение друг с другом, необходимое для эволюции, для творчества, и необходимое для элементарного выживания, потому что если у нас связи распадутся, мы потеряем те признаки, которые давали нам, как метасистеме, жить намного более эффективно и дольше, и более качественно. И поэтому в нас буквально встроены механизмы, которые обеспечивают точность коммуникации, которые защищают нас. Это вот так называемая зеркальная нейронная система, как один из механизмов, открытый выдающийся итальянским физиологом Джаком Резалати, в 1996 году опубликованными работы, лежат в основе такого явления, как эмоциональный дистантный резонанс. Мы непрерывно, в реальном масштабе, вот как пишет профессор Марк Кейкабони, коллега Джаком Резалати, мы не одиноки, а биологически устроены, и создано эволюции таким образом, чтобы быть глубоко связаны между собой. Вот знаменитая картина нашего трансперсонального коллеги, то есть эмоциональный дистантный резонанс лимбический. Мы чувствуем друг друга и на коротких, и на длинных расстояниях, мы способны ощущать на уровне чувств друг друга. И вот как говорит профессор Николай Крестак из Ельского университета, все мы части вот этих социальных сетей, каких можно сказать облаков, муравьиных плотов. И это значит, что волны от событий, которые происходят с другими людьми где-то, не имеет значения, знакомы мы с ними или нет, расходятся по сети и доходят до нас. И все, что мы чувствуем, думаем, делаем, зависит вот от этого поля, от друзей и друзей наших друзей, и ключевой фактор, который определяет наше состояние здоровья, наше благополучие здоровья окружающих. Если где-то вот в этих полях, внутри или вовне организма, связи распадаются, и диалог прекращается, и нет полноценного эквивалентного обмена нашими чувствами и переживаниями, которые составляют, по сути, для нас ткань действительности, вот непосредственное чувство переживания, даже не интерпретация, хотя и интерпретация является компонентами переживания. Так вот, если где-то этот обмен, представляете себе, между клетками, где-то связь прорывалась, то есть клетки руки сами по себе живут, клетки головы сами по себе живут, но из внешнего мира мы будем наблюдать такое состояние, как конкретную болезнь, как распад системы, как ее неспособность прийти к общему результату деятельности, если внутри организма связь распадается. И то же самое происходит в социальном теле, то есть если в социальном теле, где-то в социальных группах связь распадается между людьми и прекращается обмен эквивалентами действительности, обмен информацией о том, что мы чувствуем, что мы переживаем, то система оказывается неидееспособна, то есть она прекращает свою способность, она прекращает свою деятельность как система, она не может получить результат деятельности, если связь может компонентами менять. И вот наш с вами соотечественник, выдающийся ученый, академик Петруш Кузьмич Анохин и его ученик, мой учитель, Ксения Чудаков, продолжал его работу, но вот вместе эта научная группа и множество других учеников, Швырков, Александров Юрьевич, и сейчас Алексей Евгеньевич, и Милюхин, и другие-другие-другие, множество приятных учеников, разрабатывали теорию функциональных систем, которая помогает нам осмыслить человеческую природу в физиологической точке зрения, с точки зрения включив информацию в живые системы. И в этом смысле передача вот этой информации в живых технических объектов тут очень важный закон, подчиняется одному важному закону. Междуначальным конечным звеном должна быть точная, адекватная информационная эквивалентность передачи информации без потери информационного смысла. То есть это такой непрерывный, непрерывный абсолютно информационный обмен, и если вдруг в этом информационном обмене действительно прекращается поток информационный, мы начинаем чувствовать боль, ну если вот в теле где-то надрыв произошел, или в социальном теле мы тоже чувствуем это как боль. Ну вот работая профессора Матери Бермана из ЮКЛА, было показано, что мы чувствуем боль вот эту социальную так же, как и боль физическую, даже она бывает зачастую более выраженной для нас, более значимой. В тех же зонах коры головного мозга она осознается, как и физическая боль. Поэтому это примерно для нас как бы некий такой один континуум от физической боли и боли душевной, от потери близкого, например, от предательства или от какой-то болезни близкого человека. При этом, если мы сознательно искажаем информацию, мы также попадаем в состояние изоляции. Мы изолируемся от других людей, и в социальном теле возникают проблемы, нарушения. Как показали исследования профессора Аниты Кель, достаточно отказаться от искажения фактов, незначительной лжи, чтобы человек реально смог улучшить свое физическое и психологическое благополучие. И данные исследования показали, что в 4-3 раза сокращается число жалоб на психологические проблемы со здоровьем, в 2,7 раз на проблемы с физическим здоровьем. И здесь мы можем сказать, да здравствуй, всевозможные практики и традиции, начиная от, не знаю, аюрведы, йоги, буддийские практики, православие и так далее, в которых честность, отказ от воровства, вранья является важнейшим инструментом практики, первичным инструментом практики. И попав действительно в состояние социальной изоляции, когда в теле происходит распад социальным, при этом не важно, сколько людей вокруг него, человек может чувствовать одиночество, даже если и много людей вокруг него. То есть тут все зависит от степени открытости и доверия как раз с миром в целом, включая других людей в этом мире, включая способность слышать чувства переживания других людей. И вот если где-то связь эта нарушается, приводит к снижению физической активности, мы говорим, руки опускаются, снижение положительного влияния физической активности, повышается склонность к ожирению, злоупотребление психоактивными веществами, нарушается сон, повышается сопротивляемость системы сосудов, артериальное давление, уровень кортизола, нарушается экспрессия гена в сторону провоспалительных, противовирусный иммунитет проседает, и человек начинает болеть в таком состоянии. При этом системы все, которые созрели в эволюционном процессе, они очень сильно взаимосвязаны друг с другом. То, что происходит с нами на уровне социальном, оно неминуемо отражается на уровне физическом, и при этом сами по себе цели нашей жизнедеятельности, они возникают ровно на уровне систем более высокого порядка. Ну, когда погибают близкие, может быть, или человек не имеет места жизни, то часто возникает срыв адаптации, связанный с тем, что привычная социальная среда нарушается, и система целеполагания страдает. А исследования вот в 2019 году Чиганского университета показали, что у людей, у которых теряется цель в жизни, вероятность умереть повышается в 2,43 раза. Наличие цели оказывает более значительное влияние на продолжительность жизни, чем пол, раса, принадлежащий уровень образования, а на риск смерти сильнее, чем употребление алкоголя, курение, и даже регулярные физические упражнения. Вот. Если вернуться к теме нашего выступления, то есть это говорит о том, насколько для нас важно, важна вот эта связь. Есть много исследований, которые показывают, такие клинические исследования, которые показывают взаимосвязь между проблемой вот в этом социальном теле, проблемой в открытости человека и заболеваниями, например, там, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, смертности от этих заболеваний. Вот. На этом можно, конечно, бесконечно долго говорить и останавливаться. Мне хочется сказать о самом главном, наверное. Самое главное стоит в том, что чисто с эволюционной точки зрения получается, что системы более высокого порядка, они буквально программируют, определяют то, что с нами происходит. Сейчас мы говорили про понятие самой по себе цели. И с одной стороны. С другой стороны, получается, что для выживания нашего чрезвычайно важно, чрезвычайно необходимо поддерживать вот это развитие в системах. То есть чрезвычайно важно открываться, идти в сторону диалога, идти в сторону контакта. И для нас как бы это необходимое, скажем так, свойство для того, чтобы мы могли сохраниться просто, для того, чтобы мы могли выжить. А с другой стороны, получается, нам нужно выжить, и нам нужно сохранить ту информацию, которую мы имеем о себе. И вот здесь возникает очень важное такое противоречие, такая дилемма важная жизни. С одной стороны, получается, что мы стремимся контакт друг с другом. сейчас я покажу такой слайд важный. То есть с одной стороны, нам важны коммуникации. Мы идем в этом направлении, для нас это критично важно. И цели, которые формируются на уровне более высокого порядка, они буквально программируют то, что с нами происходит. С другой стороны, нам нужно самосохранение самовоспроизводства. А что такое самосохранение? Это попытка сохранить наш информационный пакет, с которым мы идем в жизнь. И здесь мы подходим к очень важному моменту. Сейчас постараюсь нарисовать его и буду в этом смысле достаточно кратким. Вот. Подходим к очень важному моменту. Дело в том, что для человека цель как такой информационный эквивалент того, что произойдет в будущем, буквально программирует наше восприятие, программирует то, на какие стимулы из реальности мы выберем реагировать. То есть мы как бы, для нас настолько важна цель, связанная с эволюционным процессом, что она буквально определяет, что мы выцепляем из действительности, она буквально определяет то, что является для нас наиболее важным. И поэтому попытка встретиться, да, то есть получается, что сформировавшись на определенных этапах эволюции, на предыдущих этапах система целеполагания для человека, связанная с его коммуникацией с другими людьми, вот эта система целей, такая забавная у меня получилась, она буквально детерминирует саму по себе картинку действительности, с которой мы имеем дело, она буквально определяет ее. и тенденция к самовоспроизводству, самосохранению, ну мы стремимся к тому, чтобы сохраняться, мы стремимся к тому, чтобы выживать, начинает нас ограничивать вот в этой картинке, которая сформирована на предыдущем социальном опыте. Она начинает как бы программировать наше стремление к тому, чтобы защитить эту картинку, этот образ действительности, который исключительно взят из нашего прошлого опыта, и в первую очередь прошлого социального опыта. Но с одной стороны ничего плохого в этом нет, потому что мы сохраняем те инструменты выживания, с которыми столкнулись на предыдущих этапах развития. С одной стороны. А с другой стороны, в тех случаях, когда нам нужно зайти в диалог с другими людьми, которых совершенно другой социальный опыт, у которых совершенно другое представление, другой мы говорим образ, образ жизни или образ действительности, образ жизни, да, или образ действительности. Нам нужно это сделать, потому что в ходе эволюционного процесса мы пришли к такой практике, согласно которой мы отмениваемся образами, формируем интегральный образ, и именно в ходе такого обмена формируются новые, эмерджентные, такие творческие свойства системы. Так вот, нам нужно это делать, но с другой стороны, мы можем цепляться за вот этот образ, основанный на предыдущих этапах развития, на предыдущем социальном опыте, и каждый из нас, входя в коммуникацию, может легко быть зацеплен за этот предыдущий опыт. И мы входим в коммуникацию зачастую в такой позиции, с таким желанием, что как бы мы стоим условно говоря на своем, мы стоим на своем образе жизни, мы считаем, что наш образ жизни, вот он правильный, но при этом образ жизни, образ действительности, который есть в картине у других людей, он тоже правильный, он не менее правильный. И мы можем по большому счету прийти к какой-то интеграции и к оволюционному скачку только в том случае, если мы готовы отставить свой образ жизни в сторону и услышать, восприять образ жизни, образ чувств, что чувствуют, что переживают другие люди. И лишь только в том случае, если мы способны осознать, что мы, безусловно, привязаны к нашему образу жизни, безусловно, столкновение с информацией, с другими образами жизни вызывает у нас какие-то сложные чувства, мы боимся потерять свой образ жизни, мы боимся потерять таким образом выживание свое. И вот в такого рода процессе, когда мы, с одной стороны, у нас есть образ жизни, который нам обеспечил выживание на предыдущих этапах развития, мы знаем это, безусловно, вся наша жизнь, она подвела нас к текущему моменту и вот мы выжили в текущий момент. То есть справедливо его защищать. Но с другой стороны, чтобы мне дальше развиваться и чтобы жить, я должен идти вслед за эволюционным процессом и мне важно открыться к контакту с образами жизни, с чувствованием и переживанием других людей для того, чтобы расширить свое представление о действительности, сделать его богаче. И когда я способен открыться и восприять новые чувства, новые переживания, которых я не ощущаю, не чувствую, которые связаны с другими людьми, порой даже болезненные, сложные переживания, то вот в этот момент возникает чувственный контакт, «сочувствование», можно его назвать. В русском языке не очень хорошее слово «сочувствие», мне больше английского называется «compassion», я не знаю, какой может еще русский язык, в русском языке есть какое-то еще может слово, но вот отличное «сочувствование», но у него какая-то негативная коннотация, потому что здесь и сурадование, и сожаление, в том числе, здесь все есть, здесь я чувствую, чувствую переживания другого человека, я не привязываюсь к своим чувствам переживать. И вот этот скачок, вот этот переход человека из состояния басобольного, в котором у него есть очень ограниченный свой образ действительности, к состоянию, где он сознательно идет на то, чтобы расширить свой образ действительности образами других людей, и уже из этой позиции смотреть на систему целей, то есть уже, я скажу, не из своего ограниченного отсоединенного состояния, а из состояния целого, то вот этот переход, вот этот шаг является, по сути, мощнейшим эволюционным скачком, который не просто является нужным, допустим, для здоровья, для сохранения здоровья, там, и жизнедеятельности, нет, это важнейший скачок для того, чтобы вообще осознать себя и свою природу и действительно сделать шаг в сторону творческого эволюционного потока нашей жизни в целом, всего человечества, сострадание здесь это не самое лучшее слово, но это сочувствование, мне больше нравится говорить, потому что страдание, это не только страдание, чем жизнь ограничиться, поэтому я с огромной благодарностью рад, что вы пригласили, чтобы как-то рассказать, этим поделиться, хотя хочется здесь глубже и больше там и все это рассказывать, да, но вот это основа сама по себе нашего здоровья, жизни, и для себя лично, я последний уже, там, чисто такая моя сентенция, я помню, у меня вот жизнь разделилась на то-после, есть жизнь, когда я смотрю из этой своей точки зрения, своей отдельной, отделенной призмы на мир, я работаю с какими-то проблемами, и это бесконечный мир, или я делаю второй шаг, который ведет нас к диалогу, и этот шаг, он оказывается невероятным абсолютно, просто трансформирующим жизнь, разворачивающим, вот, и делающих нас более целостными, более цельными, исцеленными, вот, огромное спасибо за внимание, вот, простите, пожалуйста, спасибо громадное, Дим, за блестящую презентацию своего опыта, и все, кто интересуется углублением этого опыта, пожалуйста, в школу открытого диалога, все пути открыты к тому, чтобы дальше использовать общение, как важнейший катализатор нашего развития, кстати, совсем недавно компания Google исследовала тысячи самых успешных компаний, и показала, что два самых главных фактора успеха, первое, это большая цель, то есть, миссия, предназначение, а второе, это полнота и качество общения, под которым имеется в виду не только неформальное общение, эмоциональный интеллект, но, прежде всего, доверительность, открытость, человечность в общении. Громадное, громадное спасибо. Ну, и продолжим исследование темы эволюции вместе с одним из лидеров Петербургской, Санкт-Петербургской ассоциации трансперсональной психологии нашим старейшим трансперсонологом, членом президиума Геннадием Бревдовым, у которого колоссальный опыт не только в философии, он кандидат философских, но в психологии, психотерапии, это десятки, можно сказать, уже лет консультации и наставничества в этих областях, но и в сфере искусства. Гена развивает это направление и активно использует для того, чтобы решать проблемы бизнеса, проблемы души, проблемы развития и, наверное, все проблемы жизни. Пожалуйста, Геннадий. Спасибо, Володя. Я вижу, что меня слышно. И такое великолепное пространство, шикарно заданная тема про творчество и про искусство. потому что, с одной стороны, она очень широка, потому что, если мы, например, вспомним Академика Брушлинского, то он считал любую психическую деятельность, любой акт мышления творческим. Действительно, если мы что-то подумали, то до того, как мы это подумали, этого не было, мы сотворили эту мысль. Если мы что-то сделали, то мы сотворили то, что мы сделали. То есть все есть творчество. И давайте подумаем, а для того, чтобы быть успешным в творчестве, нужно быть в творчестве искусным. Вот это вот слово искусство, то есть это умение, это определенные навыки и это статус художника. А когда мы говорим или думаем об искусстве, то можем мы об этом думать или не думать, можем мы это подразумевать или нет, но если ты художник, то есть если ты тот человек, который искусно что-то делает, искусно творит жизнь, искусно творит какой-то бизнес-проект, то ты обязательно этому обучался. и вот это обучение в нашей цивилизации, оно только устроено и мы так живем, обучение сфокусировано или развернуто в сторону обучения тому, что можно назвать внешними искусствами. То есть смотрите, буквально с детского садика, даже до детского садика и чуть ли не до конца жизни мы обучаемся внешним искусствам, то есть искусствам делать. Нас обучают осваивать информацию, применять эту информацию, нарабатывать навыки, стереотипы, алгоритмы, что делать в такой ситуации, что делать в этой. И да, разумеется, мы без обучения внешним искусствам никуда. Это наш инструментал, это наша жизнь, это наше все. Но есть и другое измерение искусности, есть искусство быть. И не то, что зачастую, а вот прямо не на 90%, а я думаю прямо на все 100, то, что мы делаем, результаты того, что мы делаем, зависит от того, кто это делает, в каком состоянии это делается, в каком настроении это делается, и насколько человек, личность, которая это делает, по своим психологическим или внутренним компетенциям подготовлена к тому, чтобы сделать то, что она делает. И вот это обучение искусства, обучение искусству быть, то есть быть в состоянии, быть субъектом взаимодействия, быть кем-то, быть вот такой личностью, с такой структурой, с такими внутренними наработками, вот это обучение искусству быть, но как оно ведется-то? И вот заметка, как я вижу, и вы посмотрите на ту же самую реальность, я вижу ту реальность, которая открыта всем нам. И то, что мы видим, зависит от нашей фокусировки, от нашего редактора, который редактирует то, что мы видим, как мы видим эту реальность. И вот давайте посмотрим, что оказывается вот это вот самое обучение самому, наверное, главному искусству быть, с одной стороны, оно идет всегда. То есть вот это обучение, кто является главным учителем, гуру, наставником этого обучения. Ну, люди дают разные имена. Кто-то называет, кто-то говорит, это жизнь, кто-то говорит, это Господь Бог, кто-то говорит, это космос. Но на самом деле эти разные имена одного и того же. Это разные имена одного и того же нашего учителя. Вот. И каким образом идет это обучение? С одной стороны, это обучение, ну, вот смотрите, когда мы идем в школу, в институт, да, еще куда-то, то это обучение, оно как бы регламентировано с одной стороны, с другой стороны, оно каким-то образом нам навязано. Вот есть обязательное образование, которое диплом должен получить для того, чтобы получить работу, ну, и так далее, и тому подобное. Здесь вроде как никаких обязательств нет. Ты можешь учиться, ты можешь не учиться. Да? и нету никакого рекламента. Никто и никогда не скажет, когда нам будет задан очередной вопрос. И вот еще что, когда нас обучают внешним искусствам, то все вопросы, они какие-то такие конкретные, сформулированные, они понятны. Более того, на самом деле, они безумно легки, потому что они все про какую-то информацию. Эту информацию всегда можно найти. Вот где находится там такой-то город? Ну, вот он там находится, я об этом узнал, я об этом про это ответил и забыл через какое-то время. А вот обучение этому главному искусству, искусству быть, так, как оно построено вот этим великим учителем, и так, как строят это обучение, помогая ему в этом деле его помощники, репетиторы, наставники, которые помогают в этом обучении. Это обучение строится через вопрошение. То есть, таким же образом обучал людей Сократ, таким же образом происходит обучение в некоторых буддийских школах. задается вопрос и ответ на этот вопрос крайне сложно найти в формате какой-то информации. Он где-то приготовлен. Да, он приготовлен. Но для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно нырнуть туда, где он приготовлен. а он приготовлен в глубине, в той самой глубине, которую, ну вот она как бы сквозит в том, что говорил Дима сейчас, в глубине одной личности, в глубине другой личности и в глубине бытия. одна и та же глубина. Вот нужно нырнуть в эту глубину и увидеть там этот ответ. И вот еще что. эти вопросы задаются в таком странном, достаточно непростом формате. Они задаются в формате переживаний, в формате чувств и в формате боли. Знаете, как такая сентенция? Бьет ключом! Ключ. Что такое ключ? это то, что открывает. Когда мы открываем, мы не сотворяем что-то новое, мы начинаем видеть то, что до этого было закрыто. И вот этот процесс, самый главный процесс обучения искусству быть, как он идет? Он идет через дешифровку тех вопросов, которые в формате переживаний, в формате боли, в формате какого-то голода, в формате чего-то вообще непонятного задает нам этот великий урок. и я повторяю, конечно, что делаем мы, аналитики, если мы правильно делаем то, что мы должны делать? Мы помогаем дешифровывать эти вопросы, мы указываем, куда нужно пойти, какое должно быть направление мысли, для того, чтобы найти ответы на эти вопросы. То есть, мы помогаем с тем ключом, куда его вставить, где там замочная скважина, что открывать. и как в любом обучении, если мы даем правильные истинные ответы на вопросы, то мы получаем некий зачет, мы получаем хорошую оценку. И открывая себя, открывая бытие и давая ответы на те вопросы, которые иногда совершенно спонтанны и неожиданно в виде мести и времени нам задает великий гуру, мы получаем зачеты. Мы получаем гигантские наши внутренние ресурсы. Мы добавляем инструменты к нашему инструментальному ящику. А что это за ящик? Что за ресурсы? Что за диплом мы получаем в итоге? Хотя какой там итог? Мы все время обучаемся, всю диплом мастера жизни. Если мы вслушаемся в это слово мастер, там два перевода. Один перевод это умелец. Мастер жизни тот, кто умеет жить. С другой стороны, мастер это хозяин. Ты живешь, ты хозяин своей жизни, ты делаешь то, что ты знаешь, и ты знаешь, что ты делаешь. Это образ жизни мастера жизни. Но для того, чтобы получить этот зачет, нужно сдать экзамен, нужно ответить на вопрос. А какие ответы-то засчитываются? Ну, предположим, произошел некий инсайт. О, как я тут надо же, вот. Это оказывается вот про это, да? Инсайт засчитывается? Оказывается, нет. Засчитываются только те инсайты, которые впитываются в образ жизни, которые являются открывающими путями к некому образу жизни. А этот образ жизни, это что? Это наш проект. Это то, как мы придуманы природой. и вот эти природные задумки, они буквально вмонтированы в наше подсознание, в наше предсознательное. Вот смотрите, процесс формирования тела человека. Есть определенный код, и по этому коду из зародыша выстраивается тело, оно выстраивается по определенному сценарию, этот сценарий перфектен. То есть каждый орган находится на своем месте, он знает свою функцию, и он ее выполняет, если мы не мешаем. Точно так же выстроено наше бессознательное. Оно великолепно продумано природой, и все, что там есть, все глубинные механизмы, которые там есть, они направлены только на одно, чтобы сделать нас сильными, счастливыми, сами для собой. И наша задача, вот сократовская, гноси себя, познай себя, почувствуй, как они работают, найди ответы на те вопросы, которые задаются чем-то некомфортным, дешифруй эти ответы. Но что зачастую бывает, что бывает, когда человек получает вот этот самый вопрос. И на самом деле, почувствуйте, пока не будет вопроса, не будет поиска ответа. Не разыскивая ответ, мы не получим вот этот диплом мастера жизни. И не давай это. Но всегда ли мы ходим за ответом? вы знаете, целая огромная набор людей и способов избежать поисков этих ответов. Я называю вот этот путь сбрасывания вопроса, я его называю такой буратинизацией. Помните, папа Карло купил Буратино учебник, азбуку. Буратино подходит к цирку, находит мальчика, который забирает у него азбуку, дает ему билет в цирк и все. И Буратино идет в цирк, в театр. Так вот, зачастую вы подумайте, невероятное количество инструментов, школ, специалистов, которые играют роль вот этих мальчиков, которые забирают учебник и дают какой-то билет в театр в лицах. У тебя тревога? Буратино зипамчик, пожалуйста, выключай. Но, опять-таки, засчитываются только ответы, которые являются частью образа жизни. Внимание, теперь правильный ответ. Каким придуман этот образ жизни? Образ жизни, вот, интересно, возникает упоминание о смысле. Образ жизни – это реализация жизненного смысла. Это реализация того жизненного смысла, который опирается на высшие ценности, в котором энергия, она же сила, в котором истина, соответствие самому себе, опора на свою глубину, в котором любовь и в котором трансценденция обязательно, она входит, она вмонтирована в наш образ жизни. Наш образ жизни должен содержать эту трансценденцию. Без чуда мы задохнемся, без чего-то чудесного, непонятного. Собственно говоря, чудо, оно и отличает искусство от чего-то, что не является искусством. Мы можем удивлять, почему мы называем то или иное мастерпис, произведение мастера, произведение искусства. Мы смотрим на картину, она нас удивляет. Это холст масла, сколько-то там, какой-то размер. Но она выносит нас буквально за пределы этого мира, потому что это искусство, это чудесно, это удивительно. Вот это чудесно и удивительно, но как необходимая компонента жизненного смысла, оно должно тоже быть. И если мы живем в соответствии с этим, то мы здоровы, мы счастливы, мы сильны, мы успешны, все что угодно, можно хорошего сказать про это. и хорошо я говорю, да, а вот как дешифровывать? Вопрос, да, появляется вот то, что нам задает наше задание, наши задачи в дискомфортном виде. А как их дешифровывать? конечно, за то время, которое у меня было и которое осталось, я, разумеется, не дам вам полностью, да его и не может быть. А вы знаете, дело в том, что тут не может быть какого-то такого, знаете, элементарного сонника, вот вам приснилось что-то, вот из-за этого вот будет это. Нет, никогда. Как работает анализирующий человек, то ли он анализирует себя, то ли он анализирует реальность или какую-то другую личность, он заглядывает в ту глубину, из которой прилетел вот этот вопрос, и поскольку он ее великолепно видит, то он может увидеть то, да, то пространство, конфигурацию того пространства, которое задает этот вопрос. И, например, дешифровка или направление движения тех стандартных вопросов, которые прилетают к человеку в формате некомфортных, болезненных состояний переживаний и чувств. Ну, например, тревога. Ну, давайте вслушаемся и вдумаемся. Загорается табличка где-то на стене. Написано тревога. Это про что? Это про то, что нужно размотать пожарный рукав, что-то сделать, может быть, куда-то переместиться. Это сигнал к тому, что ты что-то должен поменять, ты должен что-то сделать, ты должен узнать, куда тебе идти, про что это, прислушаться к этому сигналу, понять его, не погасить его то, что пытаются делать. Очень многие психологи, терапевты, давайте загасим, кучу способов погасить этот сигнал. Не надо его гасить, надо ответить на него, надо посмотреть, про что это тревога, может быть, вступить в диалог. Например, есть практика, при которой люди рисуют вот это лицо этого тревожного чего-то, что-то, и разговаривая с ним они находят ответ на что, про что ты меня предупреждаешь, что мне нужно поменять. Если тревога нарастает и ответа нет, то тогда мы можем вступить на территорию страха. Страх это наша абсолютно природная данная нам нашим бессознательным, нашей природой психики абсолютно правильная реакция на наше пребывание в пространстве неопределенности. Мы входим в темную комнату и мы даже не знаем, есть ли там какие-то монстры. Мы не знаем этого. Мы входим в нечто неведомое. И вот если человек входит в это неведомое с неким внутренним настроем страшно интересно, то тогда этот человек первооткрыватель, он бизнес-инноватор, он что-то откроет, он даст какой-то новый ход новым направлениям. Но для этого нужно поменять модус страха. Зачастую страх захватывает нас и вершина этого захвата, пик этого захвата это паническая атака. В модусе замри, мы скукоживаемся, совсем становимся маленькими, беспомощными. Вот если развернуть это замри, развернуть в другой модус, в модус бей, в модус побеждай, то мы можем справиться с любыми наперед непонятными обстоятельствами. Мы решим любую задачу. Страх это ресурс, тревога это ресурс, агрессия это что такое? Это манифестация нашего внутреннего воина, который прикомандирован к нам природой нашей психики, который сидит в нашем бессознательном и который прикомандирован к нам для того, чтобы охранять границы нашей личности. Когда нам кто-то наступил на хвост мы огрызаемся. Ах, какой кошмар! Вопрос в том, чтобы переконфигурировать контекст, выстроить взаимодействие, понять, кто заходит на нашу территорию, пытается на нее зайти, остановить того, захватчик. Обида это та же самая агрессия, только вывернутая наизнанку. Мы обижаемся тогда, когда мы обнаруживаем, что на нашу территорию уже произошла интервенция и нам что-то попортили или что-то у нас утащили. Это тоже реакция нашего внутреннего воина. Очень модное сейчас направление. Как бороться с прокрастинацией, депрессии, апатии. Что это такое? Это отсутствие энергии. Что такое прокрастинация? Это наше затягивание какого-то действия. Представьте себе, вам принесли вкусную пиццу, вы ее очень хотите, а в коробке. Вы что, будете прокрастинировать, разворачивая эту коробку, да вы ее пальцами разорвете, вам даже ножа не надо будет и ножиться. У вас не будет никакой прокрастинации, если пицца есть. Если есть то, под что выстроена наша самая главная природная. Давайте почувствуем, подумаем. То, что нам дается от природы или от великого учителя, нам дается всегда в формате хочу. Это вот то самое либидо, это порыв, это вдохновение тоже. Я хочу это делать. Если я хочу, то я могу, это сила. И если я хочу и могу, то о какой депрессии идет речь. У нас есть энергия, и мы эту энергию применяем для того, чтобы созидать, для того, чтобы творить. А если ее нет, то это значит, что мы не выстроили энергосистему. Энергосистему, которая будет реализовать наш жизненный смысл, который будет нашим творческим потоком. Если у человека идет творческий поток, он является частью, как Володя говорил, очень хорошо, частью вот этого мирового потока, и сам управляется этим потоком и является единым целым вместе с ним, то о каком дефиците энергии может идти речь? Нет, наоборот. Мы живем с профицитом энергии. Мы, когда входим в креативное деяние, то мы выходим из него, вот мы в него вошли, мы там поработали, много затратили энергии, устали, но мы выходим из этого креативного деяния с большим уровнем энергии, чем мы в него вошли. Это всегда так. Потому что энергия идет из этой самой глубины, которая глубина тебя, глубина меня и глубина мира. Она проходит через человека, как через инструмент. Она идет в его действия, и она идет к тем, кто ее потребляет. кто является потребителем этой энергии. Вот он, этот поток. И всегда у человека остается определенное комиссионное. Он проводит через себя поток, и он сам энергизируется. Вот вам ответы, вы смотрите, да? Вот они, как бы острые вопросы, такие простые ответы, когда мы знаем, где их искать. ответы. И вот, чем я занимаюсь и чем вы можете заняться, если у вас есть вопрос, у ваших клиентов есть вопрос. Ищите ответы. И смотрите, вот мое время уже как бы истекло. Но что тут происходит в этом пространстве? Мы знакомимся. и для того, чтобы это знакомство продолжалось, ну, что я могу сделать? Не то, что вот задавайте сейчас вопросы. Ну, спасибо большое, пишет, да, да, спасибо вам. Вот, но мы можем продолжить это знакомство. Если у вас есть, опа, вопросы, которые вы не можете дешифровать, вот я сейчас в общем чате напишу свой e-mail, свой сайт, вы можете задавать их мне и гарантирую, первый вопрос будет отвечен бесплатно. Хорошо? Так что до новых приятных и познавательных встреч, до новых наших встреч в пространстве великого обучения искусству быть. Спасибо большое, Геннадий. Спасибо за введение этой блестящей темы и эта тема завтра будет продолжена на круглом столе творчества, как театр реализации, который будет вести Геннадий Бревде. Ну и как в пословице, да, Санкт-Петербург продолжается. Следующий наш презентер Татьяна Гинзбург, это можно сказать тоже бабушка трансперсонального движения российского, питерского. Я знаю Таню с самого начала девяностых годов. Мы вместе участвовали в международных конференциях по свободному дыханию, потом неоднократно встречались в разных трансперсональных пространствах, включая калифорнийские пространства. Под Сан-Франциско Таня замечательный центр, где периодически происходят грандиозные события в этой области. Меня не устает восхищать любопытство, энтузиазм и вот такая высококачественная заточенная энергия Татьяны в поиске вот самого переднего края того, что делается сейчас в мире исследований сознания. Она находит новые имена, организует потрясающие мосты, привозит сюда и в онлайне, и лично удивительных людей. И сегодня Таня расскажет нам с одной стороны о пяти рангах глубины искусства просветления в традиции дзен, но не обманывайтесь названием. Это не только о дзен и не только о просветлении. Итак, пожалуйста, Татьяна Гинзбург. Спасибо, Володь. Почти все так. Интересно было услышать себя бабушкой. В Америке меня немножко прозвали бабой ягой благодаря там разным моим семинарам. Так что близко уже. Значит, я собираюсь сейчас включить демонстрацию экрана и кроме своей физиономии вас еще слайдами развлекать. Поэтому мне бы обратную связь работает ли оно, видно ли слайды. Все работает, видно хорошо, продолжай. Отлично. Значит, ну вот тема моя действительно про пять рангов искусства просветления в дзен. сейчас пытаюсь я немножко здесь экран отрегулировать свой. Ну ладно, не очень регулируется, буду так. Или про абсолютное относительное. Значит, ну сначала краткое вступление обо мне. Я действительно больше всего люблю реальные пространства, глубинные семинары, на которых я могу взять группу людей, отвезти в темный темный лес, в темную темную ночь, и там их оставить, при этом еще глаза завязав. Ну или вот здесь на слайде изображен Russian House, действительно калифорнийский мой проект. Ну в самом слабом варианте это трансформационная игра или какие-то городские события. Вот, но сейчас вирус сильно повлиял на эти все процессы, можно сказать практически разрушил эту ситуацию, даже Russian House сейчас находится в таком кризисном состоянии. Вот, поэтому я как бы свою деятельность, у меня получилось такое легкое расщепление, с одной стороны я локализовалась в Шираме, в Тверской области, вот там видите, у меня появилась свиноферма, вот, а с другой стороны, и следующий слайд, мы начали проводить онлайн игры, и вот сейчас игра, которая идет, называется игра просветления, путешествия к свободе, это игра, в которую включены люди с разных, естественно, мест, и они могут столько, сколько у них есть свободного времени в жизни посвятить вот этому процессу игры. Игра посвящена именно как бы пониманию того, что такое просветление, проникновение в это понятие, в идеале, в это состояние. И, ну, сейчас вот моя презентация, это некоторый такой небольшой отчет о том, что, собственно, получилось уже за пару месяцев этой игры. Ну, чтобы еще сделать его в контексте конференции, мне хотелось как бы дополнительно показать, что, ну, вот я хорошо знакома с Галеном Хартелиусом, есть такой исследователь американский трансперсон, классик трансперсональной психологии, у него есть статья о том, об определении к трансперсональной психологии, и он прослеживает всю логику развития трансперсональной психологии от начала и до вот там, ну, того момента, когда написана статья. Это, наверное, 2000-е годы. И если сначала по трансперсональной психологии понималось трансперсону, то есть то, что лежит за персоной только, и, соответственно, измененные состояния сознания, как у меня на слайде, то чем дальше, тем больше в поле трансперсональной психологии стали включать уже, как в российской традиции, вот это слово хорошо распространено, они другие используют. Но вот расширенные состояния сознания, то есть когда человек действительно, как предыдущий докладчик говорил, начинает менять образ жизни, менять всего себя, не просто ныряет как бы в измененку, а начинает расширять свое сознание, включая в него высшие сферы, ну и в частности вот просветление с моей точки зрения, это вот практически такое, то есть когда я достигаю себя, развиваю себя до предела человеческой жизни, вот, поэтому здесь, мне кажется, довольно уместно об этом поговорить. Значит, теперь некоторые ну из игры, то есть вот мы играем, игра происходит там в интернете, на досках мира, вот одно из заданий в игре, которое нам дали высшие силы и мастер игры, было исследовать понятие Кэнсё и его критерия на пяти уровнях традиции дзен школы Ринзай. Вот, я с дзен знакома через некоторых людей, меня по жизни действительно я сталкивалась с ними, ну вот такого глубокого погружения в Ринзай в этот момент у меня не было, поэтому я перешла сначала к изучению книг. Вот, есть прекрасная книжка, тем, кто ее не читал, я очень рекомендую, книжка Филиппа Капло «Три столпа дзен». Значит, Филипп Капло это американец, который работал журналистом на аналогичных процессах, как Нюрнбергский процесс, также на аналогичных процессах над японскими военными преступниками в Японии. Вот, и там это были 50-е годы. Он познакомился с дзен и проникся японской культурой и стал одним из первых американцев, которые, скажем, глубоко вошли в эту традицию. И его учителя они японцы, которых он уже потом привозил в США. И книжка это одна из таких классических книг, где описывается действительно, ну, то есть не просто скучные технологические вещи, сидите за дзен, сидите, а там описаны как люди, реальные истории людей, как американцев, так и японцев, которые вот там приезжали в Японию, с чем они сталкивались и как они происходили этот процесс трансформации и то, что, и как они приходили к тому, что в дзен называется просветление. Я ее читала много-много лет назад, наверное, лет 20 назад, когда еще начинала, и сейчас было очень, ну, как бы интересно ее снова поднять и вот переосмыслить. Но вот по поводу пятирангов, там как бы какие-то полстранички, которые звучат как на японском языке пять рангов. Первый это сё-чю-хэн, второй хэн-чю-сё, третий сё-чю-рай, ну и так далее. Не буду продолжать пока, мой японский еще не совершенен. Но даже если все это читать на русском, то получается тоже некая абсолютность, относительность, пустота, там на первом уровне осознания доминирует мир феноменов. ну хорошо, но вроде мир феноменов доминирует практически всегда, куда он девается. И ну как бы мне показалось, что явно недостаточно вот этого кусочка, поэтому я пошла дальше. Дальше я выкопала еще кучу всего, например, вот удогена, пять порядков, ну тоже не сильно много вхождения, в абсолют первый порядок, бытие в целом раскрывается в уединении. Это коренной источник мириады явлений без перецания или хвалы. Ну вот не сильно добавило понимание. Другие варианты личное и универсальное вот здесь вот на слайде у меня изображены проявленное и непроявленное. То есть мои вот такие исследования привели к тому, что пять рангов отражают какие-то отношения между двумя предельными понятиями, которые выражаются в разных словах, например, абсолют относительное или личное общее, проявленное и непроявленное. Я в каких-то своих медитациях или в сопоставлении своих состояний близких к просветлению нашла еще вариант локальное и нелокальное или как бы вот здесь и сейчас и везде и всегда. Но полного понимания, как это можно в пять последовательных состояний перевести, не было на тот момент. Дальше пошла еще исторический. Сейчас предложу вам небольшой исторический экскурс, который, по-моему, для, опять же, трансперсонального психолога может быть в каком-то ситуации полезен. Значит, создатель концепции пяти рангов это вот дуньшань ляньце, это китайское произношение, тадзан это японское. То есть мне еще стоило больших трудов понять, что это один человек, потому что в одних трудах одно имя, в других другое. Вот. Он создатель Сао-Дзун-Цун школы, которая потом уже в Японию, перейдя в Японию, называется Сатошку. Значит, это вот годы нашей эры, 800-е годы нашей эры. Чтобы понять, где он на всей вот этой шкале буддизма, я еще взяла все дерево, чтобы тоже как бы себя сориентировать и вас. Итак, Будда это 500-е годы до нашей эры. Соответственно, в западной цивилизации в этот момент это античность, чтобы понимать как бы аналоги. А основатель, классический основатель, кто считается вот создателем Дзена, первым патриархом, это Бодхетхарма, и это уже 50-е годы нашей эры, когда он пришел из Индии в Китай, и начал разворачивать буддизм. Хотя там уже был буддизм, но он начал как-то более что ли предъявлено его разворачивать. Считается, что буддизм претерпел большие изменения в Китае, и на него оказало влияние два таких сильных течения. Одно это даосизм, дао-да-дзин, который был до нашей эры уже написан, создан и уже во многом охватил Китай. Второе это конфуцианство и, соответственно, и дзин, гадательная система, которая тоже уже стала принята в конфуцианстве. И вот с обоих сторон они как бы стали влиять на чань, что есть по-китайски дзин. И в той и в другой ну, скажем, традиции есть вот эта такая парность. То есть, если дао-да-дзин вы читали, то там есть вот небо и землю, как бы и постоянное взаимодействие неба и земли. Вэдзин это тоже соответственно черная полоса и разорванная полоса, которые как бы некая пара дуальная, которые как-то перемешиваюсь, образуют все множество вещей. Вот здесь я привела цитату из Дао-да-дзин. Она дао, которая может быть выражена словами не есть истинная дао. Имя, которое может быть названо, не есть истинное имя. Безымянное есть начало неба и земли, обладающее именем, мать всех вещей. Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит его чудесную тайну, а тот, кто имеет страсти, видит его только в конечной форме. То есть, в общем-то, все Дао-да-дзин такое. Но вот в этой цитате в частности указаны некие те же самые ориентиры, которые есть в этих пяти рангах. То есть есть некий абсолют, чудесная тайна, и если я свободен от страстей, я могу его видеть. И есть какое-то относительное, здесь сказано в конечной форме, может быть, оно в разных формах, которое уже видит все остальные. То есть как будто очень глубокое проникновение этих же самых идей идет. Дальше, но при этом никто из них конкретно вот в состоянии человека, это как в нашей трансперсональной психологии как бы не сопоставляет. Поэтому я дальше разбиралась, нашла, что вот у Дуньшани был предыдущий восьмой патриарх, который создал текст Сандакай, который стал впоследствии основополагающим текстом школы Сато. Чтобы опять же понимать, что такое школа Сато, то дальше уже она вот оформилась Дагеном, который перенес ее в Японию в 1227 год. Вот текст Сантакай. Текст тоже о гармонии относительного и абсолютного. Здесь я его читать не буду, захотите прочитайте. Ну, в общем-то о том же самом. Но по-прежнему непонятно. Тогда я метнулась в теорию относительности. Я подумала, ну что, культурные аспекты, значит, если там они говорили о гармонии неба и земли, то у нас здесь скорости света инерциальная система отсчет. Согласно теории относительности, скорость света это абсолютно. Все остальное относительно. Ну, как-то, если честно, эта же скорость света не совсем свет, но все равно оно полного понимания как же можно концепцию просветления сформировать относительно скорости света, не создало у меня. Поэтому я опять вернулась к китайцам. Значит, вернувшись к китайцам, я обнаружила, что они еще в начале создания буддизма долго спорили, что же в общем-то есть абсолют. В одной концепции абсолютом является сознание, а в другой концепции абсолютом является пустота. И с их точки зрения это было два разных субстрата. Но появилась некая школа Хуань, звучит прекрасно, которая каким-то образом стала объединять эти два понятия. здесь я привела цитату из их основополагающего труда «Все во всем одно во всем, все в одном и одно в одном». Цитата взята из Торченова мной, где он описывает про эту школу. В частности, еще в этот период тоже, когда до появления дзен в Китае было два в буддийском Китае было две идеи о том, что просветление это все-таки некоторый последовательный путь, то есть просветление достижимо рядом последовательных шагов. А вторая идея, что это некое мгновенное озарение и о том, что вот оно достигает и как бы человек его и все, что ли. И в этом смысле вот идея мгновенного просветления, она дальше проявилась в дзен, то есть возник дзен, который являет из себя путь в один шаг. Но школы последовательного просветления они тоже как-то продолжали. И удивительным образом получается, что дзен все равно интегрировал последовательное просветление, тоже заявив, что вот есть пять рангов или там десять быков, что есть эти стадии. это цитата опять об отношении абсолютного и относительного. Дальше вот еще я нашла такой красивый текст, где это абсолютное относительное сопоставляется с и дзен неким определенным и еще с отношением центра и вне центра, попытка сделать новую дуальную пару центра и вне центра. И третье это попадание в центр по этой схеме. Но по-прежнему это все звучало для меня общими представлениями о том, что есть центр, есть не центр, но общая схема не вырисовывалась. Тогда я начала разговаривать с людьми. Здесь изображено два видеоинтервью, которые я брала с Капзен учителя. Вообще я этим занимаюсь давно и много. У меня на моем канале много разных интервью. Есть люди близко пришедшие к просветлению или просветленные. Это тоже очень интересные люди. Снизу фотография Джон Таррент. он тоже учился у японцев. Он сам из Новой Зеландии. И как бы он посвященный Роше. Сейчас он создатель Pacific Zen Institute, который находится рядом с моим центром в Russian House, в Санта-Розе находится. сам прошел большую школу классического дзен и интересен тем, что вышел в мир. Наше интервью с ним я даже два раза сделала два цикла и они выложены. Оно было очень неформальное. Он рассказывал как он эти тысячи канов, которые в школе Ринзай решал и про пять рангов, которые тоже в этой школе Ринзай очень классически встроены. Вот, поэтому я немножко больше энергетически как бы въехала в эту тему. Вот, а второй Роши Мартин Моско, он тоже очень интересный дядька, он живет в Болдере и участвовал в создании Наропа университета. Это один из таких лучших буддийских университетов США первый и создан Чогьям Трумпой, который тоже такой один из самых основателей буддизма в США, тех, кто принес туда. И он собственно его вместе с этим человеком организовывал с Чогьям Трумпой, вот этот Роши Мартин Моско. Но его концепт просветления, то есть я благодаря интервью с ним поняла, что в Сато этот концепт не сильно развит, и он не настолько внимательно изучается, скорее практика сидения это все, что они нарыли. Но тем не менее были очень ценные беседы, они у меня есть, интересно посмотрите. вот, я смогла как-то абсолют и относительно примирить так же, как вот это сделали в школе Хуань через теорию двух истин, то есть они решили, что есть абсолютная истина и абсолютная истина не дискурсивна, ее нельзя выразить словами, она может быть постигнута только целиком, то есть она не может не обладает свойством частичности. А есть относительная истина, ну в каком-то смысле я вам сейчас транслирую какие-то относительные истины, которые я вот познала, они дискурсивны, вы можете текст взять и проникнуться вслед за мной этими истинами. Вижу вопросы какие-то появились, ну может быть успею, может быть нет. Значит и соответственно это как бы мне помогло понять, что вот есть как бы действительно полное просветление проникновения в абсолют, а есть шаги на пути к нему как бы относительные. И вот познание проникновения в эти относительные истины, оно меня приближает к абсолюту, ну в неком все равно иллюзорном мире, который может быть и тем не менее имеет право на существование. И дальше я уже вписывала эти пять консио вот в модели, которые мы в нашей школе, там нашей группе вот тоже практикуем, взятые из буддизма. Значит здесь короткая схема длинный короткий путь Будды, то есть вот большой красный круг это длинный путь Будды, фиолетовый короткий путь Будды. Идея в том, что человек начиная сверху постепенно воплощается и нормальный человек идет длинным путем, здесь вот он даже как-то назван там прозябание или что-то такое, но человек, который делает сознательный усилие может идти коротким путем. И вот на другой схемочке это разворачивание, то есть воплощение можно представить через семь ступенек разложенных в данном случае по чакрам до самого низа, то есть человек сверху с неба спускается, воплощается, осваивает этот мир, научается в нем действовать, начинает научается с предметами, научается с людьми, погружается в сансару целиком. Как бы большинство живет вот где-то там на первом, втором уровне в сансаре. А дальше некоторые редкие люди могут оперевшись начать идти вверх. И вот этот путь вверх здесь, на этой модели состоит из семи шагов. Ну, можно увидеть в этом пути вверх семь шагов. Вот. И самый первый, главный шаг это антропологический разворот. Вот эту идею сильно продвигал Сергей Сергеевич Харужий, к сожалению, только что умерший, такой глубинный российский философ создал идею, что вот вообще вся философия, антропология, она начинает разворачиваться к человеку лицом. То есть, вместо изучения внешнего мира начинает изучать самого себя. Вот здесь я на картинках это обозначила, как бы, такие образы этого разворота, когда человек наконец начинает смотреть вглубь себя. С правой стороны это картина Исачева, художника, который долго подвергался гонениям в Советском Союзе, но удивительным образом мои родители когда-то вот купили эту картину, она для меня очень значима, она вот девушка, которая начинает видеть не просто себя как физическое тело, а себя уже как человека, начинает хотя бы задумываться о себе как человеке. Вот, и этот антропологический разворот, он вот начинается в самом низу, то есть, человек, погрузившись в сансару, в какой-то момент может очнуться и начать этот путь. И дальше следующие шаги, вот, они могут быть сопоставлены с пятью консём, немного с некоторыми натяжками, но если глубоко проникнуть уже в стихи, не просто в идеи относительно абсолютного и относительно, а как бы в некоторые стихи, которые вот те же дзен-мастера, они вкладывали в эти, ну, как бы пытались с этими стихами указать на это консё, вот, можно, если внимательно прочитать, то сопоставить. Я вижу, тут Володя появился, видимо, намекающий мне, что пора заканчивать, поэтому я перейду к последнему своему слайду, вот, ну, приглашу вас участвовать в игре, если хотите, это вот ссылочка, у нас новый поток игры начинается где-то до 10 октября, вот, клубы интеллектуальные, на которых мы обсуждаем такие же вопросы, их можно участвовать сейчас в ЗУМе, и я попробую остановить трансляцию, и, может быть, успеть на какой-нибудь один вопросик, если есть, ответить. Вот, но это благодарности. Окей. Большое, Татьяна, спасибо за эту тему и за то, что поделилась колоссальным знанием, которое у тебя есть. Про свет, да, про свет бытия, ключевой термин фундаментальной философии Мартина Хайдегера, это про нас с вами, да, человек, это про свет бытия, афоризм известный Мартина Хайдегера. И, кстати, вот, о поисках просветления, в каком-то смысле вся трансперсональная психология, это такой светский научный поиск просветления, понимание, что это такое, протаривание мирских путей к этому. Я, кстати, тоже немножко здесь прошел свой путь, и рабочее название моего фильма «Танец бесконечности», между прочим, под этим рабочим названием я пять лет работал, что такое просветление, наука, искусство, духовность, это вот очень резонирует с темой твоей презентации. Громадное спасибо. И мы плавно переходим. Пожалуйста, была рада и была рада. Спасибо вам. Тоже на вопросы отвечу в чате тогда письменно. Спасибо. К следующей теме, которую представит Лев Гордон, это имя тоже знаковое в современном мире. Лев это во-первых, потомственный педагог с колоссальным опытом, человек, который получил образование, я уж не знаю, в скольких университетах и образовательных программ сам и сколько людей он учит и передает свои знания. Кстати, помогите мне найти Лева, я его не вижу. Экрана пока... Лев здесь, все, я спокойно продолжаю. И, конечно, труд жизни Лева это ассоциация живые города. Это, наверное, одна из самых живых движений, которые продолжаются, объединяют, исследуют и пытаются сделать пространство нашей непосредственной жизни, ведь мы все, в основном, больше половины человечества живет сейчас в городах, больше половины России живет в городах, а не в деревнях. сделать это пространство инструментом развития, инструментом, местом счастья. Это средой, в которой мы вместе можем открываться, общаться, творить, расти. Так что, это живой проект, и вы все можете влиться в него. И присутствие Лева на этой конференции также связано с тем, что он инициатор удивительного движения, искусства эволюции и даже написал манифест этого движения. Я надеюсь, что в своем выступлении Лев всем этим поделится. Пожалуйста, Лев. Спасибо, Владимир. Коллеги, очень интересно в нашем пространстве быть. Огромное спасибо за организацию. Я знаю, так сказать, понаслышке, насколько всегда приходится много энергии вкладывать в организацию вот такого рода среды, в которой каждый может проявить уже свои таланты, наработки. Мы можем услышать друг друга, познакомиться. Я сейчас нахожусь под Ванкувером в такой сельской местности рядом с Тихим океаном, в 50 метрах примерно. и у меня два утра с половиной 2 часа 30 утра. Я собирался поспать, в 2 встать и присоединиться к нам. Было так интересно, на 10 минут зашел просто открытие послушать Владимира, который делал и потом уже не смог никуда отойти. Вел прямую трансляцию каждого из выступающих в несколько чатов, в том числе в живые города. Я действительно один из сооснователей, у нас целая группа замечательных людей, и в других разных сообществах, в которых я принимаю участие. И я благодарен, что мы вместе сейчас проведем 25 минут примерно. И я предполагаю, что у нас есть возможность у каждого участника писать в чат какие-то комментарии. У меня сразу просьба, знаете, наверняка сейчас уже мы много участвовали в этих конференциях онлайн. Кто сам знаком с этим состоянием пробужденности внутри себя, о чем и Татьяна только что говорила, и Владимир говорил, и Геннадий, и каждый, наверное, сегодня это. Вот я попрошу тех, кто знаком с этим состоянием пробужденности, глубинных таких трансперсональных состояний, поставить плюсик. Я надеюсь, что мы их увидим все здесь сейчас. Вот просто интересно. Да, вот видно, что плюсики появляются. спасибо огромное. Во-первых, всем, у кого это состояние уже является частью вашего опыта, большая благодарность, что вы им делитесь так или иначе с людьми вокруг, я уверен. Вот если вдруг у кого-то его еще не было, то многие, в общем, мудрые люди считают, что это главная цель человеческой жизни, действительно, раскрыть в себе вот тот потенциал, который находится за пределами нашего личного самоосознания, когда мы становимся частью большего, как бы мы его ни называли. Вот, я сегодня поговорю про очень практичные вещи, я здесь, наверное, такой представитель, как говорят, цахи, мне 46 лет, вот я родился в Ижевске, там учился в Питере, потом так получилось, мне были интересны разные культуры, что я поучился и пожил в разных странах, получал какие-то стипендии, потом работал в одной компании, в другой, вот, и вот этот опыт жизни в разных культурах я использовал для того, чтобы на фоне других культур лучше понимать самого себя. С детства тоже зачитывалось, ну, с подросткового возраста, точнее, там, лет 14, различными, там, книжками про внутреннее развитие из разных традиций, но до 2000 года, то есть, когда мне было где-то 30, там, сколько-то лет, 27, у меня не было никакого внутренней практики, да, вот тоже очень интересно, если можно, кто из вас занимается так называемым практиком внутреннего развития в любой традиции, классических традициях, секулярных подходах современных, трансперсональных подходах, естественно, вот кто занимается достаточно серьезно, регулярно вот этим практиком внутреннего развития, тоже попрошу, если можно, поставить плюсик, а у кого там большие продвижения, поставить 2 или три плюсика. Не стесняйтесь. Вот, плюсиков много не бывает. Вот, и вот, в общем, где-то в 2000 году я соприкоснулся с пространством учителей в разных традициях. Больше всего занимался я в буддистской традиции, вот там же с Владимиром мы соприкасались, точнее, мы как раз не соприкасались до недавнего времени, но я имею в виду одних учителей, в том числе учились. Вот, в суфийской традиции занимался, есть такой rapid method, быстрый метод, Аднан Сархан, такой иранский мастер. Спасибо. Вот, в ведической традиции, там, в дзенской традиции, ну и в ряде других. В общем, мне было интересно исследовать как раз разные подходы, которые помогают нам огрести вот эту глубину, да, войти в те самые состояния, где доступ к энергии жизни, он находится в прямом, так сказать, доступе, да, и мы выходим из обусловленных состояний для того, чтобы напрямую иметь контакт вот с той глубиной, которая каждому из нас доступна, но большинству людей неизвестна. Вот, и так получилось, что благодаря удивительным, так сказать, обстоятельствам, я сейчас не буду в них погружаться, просто с точки зрения времени, в какой-то момент вот произошло вот это знакомство как раз с трансперсональным опытом, не, не, к сожалению, не через холотропное дыхание, которым я тоже соприкасался раньше, по-моему, еще, вот, ну там, в других, так сказать, жизненных обстоятельствах, было очень интересно, кстати, не знаю, там, насколько сейчас это актуально, но расскажу о двух словах, ничего, так сказать, особенного нету. В общем, у меня была первая любимая жена, вот, и в какой-то момент у нас были очень близкие отношения, и в какой-то момент, там, в силу вылуждения разных детских травм, у нас отношения стали ухудшаться, и в какой-то момент ей стало достаточно больно быть вместе со мной, проецировали на меня какие-то неудовлетворенные аспекты взаимоотношений со своим отцом и прочее, проще, ну, понятно, это все взаимно всегда, и в какой-то момент она от меня ушла, и вот это ощущение, когда у нас была огромная любовь, очень большая близость, и вот в какой-то момент, знаете, мы были так очень близко стояли друг к другу, там, изучали вместе мир, там, практиковали, путешествовали, многое другое, вот были очень близкие отношения, в какой-то момент вот этот второй человек отошел, я остался, ну, то, что называется один на один с бесконечностью, с пустотой, собственно, да, то есть образовалась пустота. И вот интересно, кстати, у кого вот этот опыт, назовем так, пробуждения, тоже был связан с какими-то вот такими вызовами или сложными состояниями в жизни, тоже, если можно, ставьте плюсик, или можете даже написать там, что это за обстоятельства одним словом, тоже, мне кажется, это будет интересно всем нам увидеть, а как это происходит. Вот, и то, что мне тогда казалось невероятной трагедией, ну, очень близкий человек, глубокие отношения, потом уже вот этот день, когда я ее проводил в аэропорт, я тогда работал в Нью-Йорке, вот я пожил и поработал там в 11 странах, а на проектах поработал в 35, и в тот момент я был в Нью-Йорке как раз, и вот я ее проводил в аэропорт, она улетела на год в Непал, ну, и уже как бы у нас произошло вот это расставание, я ехал обратно из аэропорта GFK, Джона в Кеннеди аэропорт, и вдруг у меня вот произошло то, что называется, наверное, расширение сознания, вот, то есть я ехал за рулем, кстати, своей Subaru, красненькой маленькой, Impresor Sport, вот, и вдруг произошла удивительная вещь, наверняка многие с этим знакомы, у меня вот точка фокуса, да, она сместилась, там, в начале метр пятьдесят с том, над машиной, то есть я вдруг увидел всю машину, себя, там весь поток машин вокруг, как бы с высоты, потом стало подниматься выше, выше, привет суббористам, да, вот, и я в какой-то момент оказался в таком очень интересном состоянии, я вел машину, а кто в Нью-Йорке, может быть, был и знает вот этот GFK Highway, такая дорога по краю острова Манхэттен, она достаточно извилистая, плохое покрытие, там, ямы, дырки, узкие полосы и три или четыре полосы движения, очень быстро, ну, то 120 километров машины едут, и, соответственно, вот у меня в такой интересный момент все это произошло, вот, то есть у меня одновременно, как бы, вот, прямо, ну, это сейчас удивительно вспоминать, вот, прямо по высоте это растет точка внимания, то есть я вижу вот этот поток машин уже как сбейка сверху, вижу уже остров Манхэттен, соседний Бруклин, протекающий тут восточную реку уже, тут зон, который там подальше, ну, в общем, короче, вот происходит какое-то такое возвышение, прям, ну, визуальное, да, я воспринимаю все это вместе сверху и одновременно я веду вот эту машину и в этот момент мое, так сказать, обычное сознание бытовое, оно, ну, все равно еще в шоке от всего происходящего, оно думает, а смогу ли я везти машину, находясь вот в этом новом, для меня у меня никогда такого никогда не было, вот в этом опыте, вот, ну, и на удивление все это происходило одновременно, то есть я и вел машину, там смотрел по сторонам, поворачивал и прочее, и вот было вот это, ну, такое необычное там состояние, вот, но оно само по себе никакое значение не имеет, это просто, как говорят там, так сказать, оборки, вот, а что, а что важно, а что важно, это когда мы знакомимся вот с такими состояниями сознания, и тут, конечно, ну, те, кто практикует в любых традициях, я уверен, что эти опыты были, либо будут, мы, конечно, понимаем, что реальность, она совершенно не такая, как мы привыкли себе думать или воспринимать, или в обычной жизни, с чем мы знакомимся. Почему это важно? То есть это не просто какое-то дополнительное кино, а это огромный ресурс. Для чего? Вот, Владимир скромно назвал вот эту мою короткую, так сказать, 30-минутную дискуссию художники эволюции, вот, у меня там было более длинное название, там что-то было про узоры на стеклах эволюции, узоры эволюции на стеклах нашего сознания, что-то такое, вот, о чем я хотел сейчас сказать, что когда начинаешь знакомиться, и вот для меня вот этот опыт, это было только началом, сам по себе, опять-таки, он не имеет никакого значения, все эти опыты, они приходят и уходят, вот, но потом я стал более глубоко уже практиковать и вот буддийской традиции, и в суфийской, и в других, потому что везде были разные инструменты, мне было интересно понять, а где та глубина, да, к которой можно вот этими разными путями, с помощью разных дорожечек прийти. И в какой-то момент, там, по-моему, в 2008 году, в общем, пройдя определенную стадию вот этой внутренней трансформации, мне казалось, что все уже, все в этой жизни, все пройдено, я поработал там во всех крупных компаниях, кстати, интересных мира, вот, там, получил такой бытовой, скажем, опыт, там, получился в Гайловских, в колумбийских других университетах, поездил по миру, в общем, эту материальную часть жизни, ну, там, отношения прекрасные, у меня сейчас третья любимая жена, вот, и со всеми у меня, в общем, близкие отношения, с друзьями близкие отношения, то есть мне повезло, вот эта хорошая семья была, любящая, да, это, к сожалению, не у всех, хотя всем необходим свой опыт, в общем, я к тому, что в этот момент мне казалось, что все, вот я получил этот глубинный опыт переживания, у меня возник этот контакт с глубиной, доступный в любой момент, вот, и я надеялся, что вот на этом все, то есть полное счастье, делать ничего не нужно, там, 35-36, мне где-то лет было, и, ну, был у меня один знакомый, так сказать, мастер, многие его знают наверняка, Сонгпарк, вот, и мы с ним как-то тоже сидели, разговаривали, он говорит, нет, говорит, то, что поднялся на вершину, это, говорит, только начало, а теперь нужно спуститься в долину, мне как человеку такому интровертному, и, в общем, кому достаточно хорошо просто быть самим собой, на природе гулять, перспектива спускаться в долину, то есть возвращаться в такую активную социальную жизнь была не очень близка, в каком-то смысле, на личностном уровне, вот, но я его в том числе послушал, ну и других людей, и мне стало интересно, а как действительно, обладая вот этим, назовем так, более глубоким, глубокой степенью раскрытия, и имея доступ вот к разного рода состояниям внутренней связи с трансперсональной реальностью, то, что называется, в любой момент, а как можно вместе с этим пойти и заниматься бытовыми вещами, причем не просто в личной жизни, да, а именно в таком, ну то, что я называю, в масштабе, как бы, там, развития общества, мне всегда было интересно, мне действительно, там, и отец, и другие, так сказать, члены семьи занимались всю жизнь развитием образования и вот таким повышением общей культуры жизни общества, вот, и мне, соответственно, тоже всегда это было близко, и вот по всяким, там, не знаю, там, натальным картам и другим системам, там, human design, у меня, как бы, одно из предназначений основных, это как раз участие в эволюции общества и соединение людей, или, как там было написано, соединение благородных людей для построения какого-то более гармоничного общества, вот, и я в 2012 где-то году, вот у меня как раз был такой переходный период уже там после очередной жизненного этапа, и тут ко мне пришел заместитель мэра, я в этот момент переехал, у меня умер отец, я из Нью-Йорка собирался ехать в Тибет на два года медитировать там в пещере, вот, а переехал в Ижевск, потому что, ну, поддержать вот дело и отца, и семью, и, думаю, полгода быстренько все соберу, там, управленческую команду, передам дела и опять уеду медитировать в пещеру Гурб на Санхауэ. Вот, не тут-то было, оказалось, что, естественно, в российской реальности управление любой организации крупной, это, естественно, не так все просто, много инерции внутри, и во вне всегда, вот, и, соответственно, 4 года провел как руководитель частного университета, вот, а потом передал это замечательное дело партнерам, потому что почувствовал, что это очень важное дело, это все продолжение дела отца, а у меня другие задачи в жизни. И вот в этот момент, когда я вышел, как бы, из всех предыдущих идентификаций и был открыт всему новому, тут ко мне пришел, там, приместитель мэра Ижевска и сказал такую интересную вещь, Лев Эдуардович, помоги, пожалуйста, разработать стратегию развития города. Я лично с городами никакой связи не имел, ну, в смысле, я жил во многих городах и видел, насколько хорошо может быть организована жизнь, вот, и приехав в Ижевске, где, собственно, родился и до 16 лет жил, я увидел удивительную вещь на кухнях, потрясающе талантливые люди, вот, Александр Жвакин из Ижевска, он, так сказать, многих как раз знает, лучших представителей общества, ну, и там много очень интересных людей, и вот на кухнях, общаясь там, музыканты, инженеры, программисты, юристы мирового уровня, то есть в Амстердаме, в Нью-Йорке, в Лондоне, они бы входили в элиту общества, вот, а вот на кухнях Ижевске вот эта глубина есть, а выходишь в городскую среду, имеется в виду в социальную среду общества, там все какое-то замороженное, то есть как раз вот та самая энергия жизни, о чем очень тонко и точно говорил по-своему и Александр, и Геннадий, вот, вот эта удивительная энергия жизни, которая должна через нас каждое мгновение протекать, условно, через все наши чакры или другие, так сказать, центры, донтьяне, вот, и в коллективном поле, о чем Дима Шеменков тоже очень важные вещи говорил, почему-то я заметил, что в Ижевске она не течет, город какой-то замороженный, полуспящий, и когда вот мэр, молодой там человек, 37 лет, обратился с таким запросом, вот такая молодая команда, думаем, что делать, все, что не делаем, нас ругают со всех сторон, делаем велодорожки, ругают одни, делаем, что не другое, ругают другие, вот, и вот давайте разработаем такую научную стратегию развития города, такой был запрос, я никогда с органом власти не общался, мне казалось, что там сложные ситуации, сложные отношения, сложная там моральная, нравственная среда, и никогда туда не ходил, вот, а здесь мы пообщались с другими друзьями, тоже там, значит, успешными лидерами в разных сферах, с мировым опытом, с российским таким интересным опытом, мы подумали, что интересно, если есть такой запрос вот этой молодой команды в органах власти, давайте попробуем вместе что-то сделать позитивное, хотя у всех, честно скажу, веры было мало, что можно вот в такой сфере работать, но у нас получились удивительные вещи, то есть мы полтора года после этого трудились, не поднимая головы, у меня 10 минут остается, поэтому я сейчас емко о главном расскажу, и, собственно, сразу хочу, давайте главный скажу сразу, а потом чуть-чуть расскажу, в чем смысл всей моей вот небольшой такой дискуссии, это не столько рассказать вот там какие-то личные опыты, это так просто для красного совца, вот, а пригласить каждого из нас совмещать личную внутреннюю эволюцию с внешним творчеством, это как раз поднятие на вершину и спуску долину, я уверен, что такая конференция и такого рода практики, такого рода подходы привлекают неординарных людей, вот я не буду просить ставить плюсики, если вы считаетесь неординарным человеком, я уверен, что это так в любом случае, и таких людей, вот как все здесь присутствуют, их, конечно, не так много, то есть далеко не все в обществе имеют возможность такого рода осознаний, такого рода практик, и мое приглашение это быть художниками эволюции, не только в личной жизни, понятно, что это очень важно, и в какой-то период необходимо заниматься собой, это абсолютно так, то есть позаботиться о себе для того, чтобы позаботиться о других, вот, но в какой-то момент я уверен, что вот эта зрелость и эта внутренняя стабильность уже у многих из нас есть, очень ценно, чтобы мы входили вот в эти социальные поля и начинали участвовать вот в этой коллективной эволюции, о чем Дима Шеменков много говорил, в эволюции как сознания, так и в эволюции действия коллективного. Мы вместе с моими коллегами, канадскими ученами Мэрием Эмилтон, Дианой Клэр и другими, исследуем как раз сейчас вот эти процессы, то есть формирование коллективного разума, коллективного действия в масштабах городов, например, или регионов, может быть, и стран. Вот мы берем города как базовую единицу, где люди живут и работают, то есть мы все так или иначе связаны, это могут быть большие города, поселения, это могут быть даже большие компании, то есть любые крупные социальные системы. И, соответственно, мое приглашение каждому из нас это посмотреть, а как вот Владимир Димцек присоединился, как бы он активно уже это делает, добрый день. Вот как вот все эти наши внутренние наработки, наш опыт, наша личная способность быть на связи с вот этой жизненной силой, жизненной энергией, как мы можем привносить, трансформируя жизнь в обществе. Там через зеркальные нейроны, через другие процессы, наше состояние несомненно влияет на среду вокруг, и то, в каком состоянии мы входим в процесс взаимодействия... Так, где-то у меня такая табличка появилась. Надеюсь, что все видно. Да, в каком состоянии мы входим в процесс взаимодействия с другими людьми, если мы сами, о чем говорил Владимир в частности, находимся в состоянии вот этой внутренней раскрытости, связанности с постоянным потоком энергии жизни, то мы тем самым в своей семье, в своем каком-то сообществе, в организации, в команде создаем возможность для других людей соприкоснуться с этим состоянием, даже если они не прошли вот тот же самый путь через практику раскрытия самого себя или самой себя, взаимодействуя с вами, они могут получить этот опыт. В этом смысле каждый из нас становится вот такими камертонами эволюции, да, камертонами творческого процесса, да, жизнь начинает через нас встречу, и мы еще делаем это не только для самих себя в своей квартире, но и в крупных социальных системах, например, в городах или в сообществах или в крупных организациях, становясь проводниками эволюции. Вот эти художники эволюции, то название, которое Владимир выбрал для нашей большой дискуссии, но это каждый из нас, и вот живые города, о чем он упомянул, это действительно такое сообщество председателей, лидеров развития, экспертов и практиков. Мы вначале начинали как эксперты практики городского развития, но быстро поняли, что, конечно, развитие города всегда происходит на уровне прежде всего личности, то есть это измерение «я», потом групп людей, семья, сообщество, компания, организация города в целом, как сложного живого организма или сложной живой системы, в которой, о чем Дима Шеменков говорил, коммуникации, качество коммуникации между людьми определяет жизнеспособность всей системы. Ну и в России, не только в России, в постсоветском пространстве, в России 1114 городов, и там еще 50 тысяч деревень живых, и еще 100 тысяч неживых. Вот, и вот, ну я думаю, что мы из разных городов здесь присутствуем, там если не брать Москву, Петербург, Сочи, там еще пару вот таких городов с федеральной подпиткой, в общем, видите, что проблем хватает, вот, и даже не только вот инфраструктурных проблем, да, что старая там инфраструктура сыпется и всякие такие вещи, экономика так себе, но прежде всего, ну мы уже знаем, наверное, с вами, что сознание определяет во многом бытие, кстати, кто считает, что бытие определяет сознание, поставьте, пожалуйста, плюсик, а кто считает, что сознание определяет бытие, поставьте два плюсика. Сейчас мы увидим, значит, бытие определяет сознание плюсик, сознание бытие два плюсика. Мне кажется, я нашел как бы очень интересное решение для этой задачки, дилеммы. Очень все просто оказалось. Пока мы находимся в неосознанности, пока у нас не произошел процесс взросления души, пробуждения духа, конечно же, бытие очень сильно определяет сознание. И можно сказать, что для 80, может быть, 90 процентов людей, жителей любого города в частности, бытие, вот эта внешняя среда, социальные отношения, инфраструктура, технологии, системы управления очень сильно, культура, конечно же, очень сильно определяет сознание и жизнь этих людей. Но для людей, у которых произошло вот это пробуждение, взросление души, которые работают над собой и уже обладают некой степенью вот этого сознавания происходящего, осознанности, связанности с эмиссарным, в том числе трансперсиональным уровнем бытия, их качество сознания начинает очень сильно влиять на окружающую реальность. В этом смысле вот все уважаемые коллеги, там мои учителя, кто до меня выступал и будет выступать после, и многие сегодня присутствуют, вот мы являемся теми маяками, теми, ну вот как я уже говорил, камертонными, да, источниками света в каком-то смысле, а в нашей повседневной жизни. Поэтому, если интересно, заходите посмотреть, что мы делаем. Мы в самом начале пути, там у нас план на сто лет примерно по трансформации жизни в обществе. Вот живыегорода.рф по-русски, там подробнее разные проекты, программы, куда можно устраиваться, становиться участниками, авторами, соавторами жизни. Вот, и в завершение две минуты осталось. Я, наверное, предлагаю нам сейчас одну минуту просто провести такое в тишине, в молчании. Да, просто почувствовать себя немножко, 15 секунд можно ощутить состояние вашей энергии, тела. Если комфортно, можно влечь, можно встать, принять любое удобное положение для себя. Вот, обратите внимание, что происходит в районе груди, чувствуете ли вы там тепло, зажатость или скованность. Как ощущают себя руки, плечи, шея, голова. Какие мысли, чувства, эмоции, переживания находятся в вас. И вот ощутив себя, так как вам привычно, возможно, вы делаете какие-то практики, с этим связанные или просто ощутив всю полноту своего бытия, попробуйте теперь ощутить точно так же всех, кто присутствует на нашем общем, на нашей встрече. И даже не нужно видеть друг друга, не нужно знать, как нас зовут. Есть у нас такая возможность, вы можете к ней прикоснуться. И чем чаще будете туда направлять внимание, тем больше это будет проявлено в вашей жизни. Это прямое чувствование обстоятельств других людей, любых систем, живых, на расстоянии в том числе. Вот, и еще 30 секунд, я помолчу, просто попробуйте ощутить вот всех нас, по-моему, тут около ста человек, я видел в какой-то момент было, просто ощутите всех нас, как единое поле, единое социальное такое тело, коллективное тело. И у нас остается еще одна минута, и попробуйте теперь это ощущение, вот к нам Бронислав Нагородский присоединился. Добрый день. Попробуйте вот это ощущение, да, добрый день. Попробуйте это ощущение связанности, которое вы почувствовали с собой, потом со всеми нами, попробуйте перенести его на еще больший круг. Например, на тот город, в котором вы живете, или регион, или всю страну, у кого есть настрой, можно на весь мир. Вот мы с Брониславом говорим про трансформацию когнитивной парадигмы человечества. Вот, если интересно, попробуйте ощутить все человечество, как единое поле жизни, которым вы напрямую связаны волновым, так сказать, принципом, и можете добавить туда еще всех живущих существ, животных, насекомых, дельфинов, китов. И в завершение, если интересно, можете попробовать еще ощутить связь со всей Вселенной. Сиолковский Константин Эдуардович говорил, что вся Вселенная живая, о том же говорят многие традиции глубинные, то все, что мы видим, знаем, познаем, то, что нам кажется таким плотным материальным миром, в реальности является насыщенным сознанием и сознаванием полем единой жизни. С этим, наверное, ощущением я передаю с благодарностью слово Владимиру, моему учителю, нашему товарищу. Спасибо большое за наш маленький опыт. Спасибо громадное, Лев, за раскрытие этой темы. И вот поворот нашего внимания к художникам эволюции. У эволюции есть проводники, у эволюции есть последователи, творцы, у эволюции есть гиды по эволюции. И, конечно же, эволюция – это чертовски красиво. Поэтому ей нужны художники для того, чтобы выразить, проявить эту невероятную красоту. И, кстати, вот об этом поиске, нередко сложном, трагическом поиске красоты на грани безумия, будет наш круглый стол этого дня. У нас, напомню, логистику нашей конференции – два круглых стола. Один круглый стол сегодня с 13.15 до 14.00. И второй круглый стол завтра. И сегодня на нашем круглом столе мы снова с вами встретимся с Александром Жвакиным, Львом Гордоном, Дмитрием Шеменковым, а также к нам уже присоединился Бронислав Виногродский, и Вадим Демчок, он тоже уже здесь, пока мы его не видим, но в круглом столе мы все встретимся. Роман Рабинович, Константин Вихтрев-Смирнов и Луис Таиланда к нам присоединятся. Так что мы все поговорим о своем опыте. И вот это безумие творчества. С одной стороны, обычные две стороны одной монеты, но с другой стороны, мало не покажется. И вот то, что оправдывает это, это, конечно, красота. Так что маленький перерыв. Сколько у нас осталось? 13 минут перерыв, и мы встречаемся все снова здесь в 13.15 на круглом столе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Включить свои видео, микрофоны, для того, чтобы мы все видели друг друга. Кос, Саша Жвакин, Вадик Демчок, Бронислав, Лев Гордон. Все, кто уже здесь, пожалуйста, входите. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте все. Мы все в разных местах, в разных странах. И мы все вместе теперь. Замечательно. Приветствую всех. Где у нас все остальные? Бронислав. Надеюсь, здесь. Отлично. Здесь, да. Да, отлично. Вадик, где ты? Иди сюда, зови своего Даймона. Мое видео отключено организаторами, если меня слышно. Да, но ты сам можешь включить его. Вот я включаю, и мне пишется, что, sorry, но ваше видео отключено организаторами. И я попросить включить видео. Мое видео тоже отключено организаторами. Спасибо. Да, я есть. Включите видео. Включаю, включаю, включаю. Всех. Замечательно. Все сейчас есть. Все мы здесь, кто уже пришел. Потрясающе. Вот Станислав Гров, который знаковая фигура, в современной культуре посвятил, как я уже сказал, 65 лет исследований, необычных состояний сознания, их важности, роли, эволюционной прежде всего, конечно. Но мы все знаем, что необычные состояния сознания связаны не только с творчеством, не только с ускоренным развитием, но и, в общем-то, все новое приходит тоже в необычных состояниях сознания, и в том числе и в форме, которой мы пугаемся, в форме безумия. Недаром вот как Чезаро Рамбло Ламброзе, основатель, кстати, криминальной психологии, итальянец, в начале XX века ввел эту тему, безумие и творчество, гениальность и помешательство. Так она непрустанно и в нашей культуре продолжает вращаться. И у каждого из нас тоже есть свой опыт не только творчества, но и личный опыт безумия. Я надеюсь, что каждый из участников нашего круглого стола поделится не только своими рефлексиями, не только своей такой большой картиной, но, может быть, чем-то личным, сокровенным. Я знаю, что вот здесь я вижу уже знакомые лица записных безумцев. Да, все они в тему не просто немножко помешанные, у всех достаточно серьезно едят крыши, и уже давно, и это нормально. Я знаю, что вот Вадик Демчок там сколько лет плутал на радио «Серебряный дождь» и был порталом для трех сотен именитых безумцев нашей культуры, и сейчас продолжает на новом уровне это в своих творческих шоу «Закрой глаза и смотри, что можно видеть с закрытыми глазами?» Ну, наверное, то, что творится где-то там глубоко в безднах, в этих бесконечных внутренних пространствах. Я знаю, что, дорогой, уважаемый Бронислав, каждое утро погружается глубоко за пупок туда, где еще не начинается дыхание жизни, и оттуда издает всевозможного рода песни, выкрики, тексты. И это льется, поток времени, поток сознания, поток дао, и мы все с благодарностью в этих потоках, в этих лучах, в утреннем свежести соприкоснаемся со смыслами дня. Лев Гордон рассказывал сегодня одну сторону, более-менее цивилизованную своих безумных проектов. «Живые города», вы просто подумайте, города вдруг ожили у этого безумца. Я не говорю уже о Косе и Лу, ну, им простительно, они с самого начала творческие люди, они давно забыли свое когда-то техническое или другое образование, и поэтому через свои фильмы, клипы, программы «Пути сердца», да, представляете, вот такой вот путь, вот есть сердце, и там, по-моему, в 45-46 уже вышла программа. Что уж говорить о всех остальных участников этого круглого стола, о, например, всех, кто уже проявился, о Вадиме Рабиновиче, о его замечательном шоу, вот такая гавайско-русская балалайка, которая прозвучала. В общем, нет необходимости говорить о всех нас. Лучше пусть все мы говорим, но по очереди, пожалуйста. Кто хочет начать первый, у кого все включено, и пожалуйста. По 10 минут мы договорились, что каждый из нас что-то поведает, и затем мы перейдем к ответам на вопросы. А вы все, пожалуйста, пишите в чат ответы персонально или в общем, и тогда мы разберемся, кто и как будет на это отвечать. Итак, кто хочет первый начать? Вадим? Бронислав? Да, почему нет? Раз уже показали. Раз Вадим не начал, то что-то должен начинать, да? А китайский начать, поэтому, да. Вы же тоже начал. Вместе мы начали, кто там, да? Прошу. Давайте. Бронислав, рассказывай. А что, я мне что рассказывать-то? Собо, особо. Этот день сегодня, как обычно, я же за временем слежу, я путешественник во времени, значит, вот, и ничего более интересного, чтобы созерцать время в изменениях в себе, я в этом мире не придумал. Все мои последние изыскания, они заключаются в таком, знаете, творческом препарировании древних текстов. И самая последняя эта история, которой я занимаюсь, мне кажется, она интересна всем. Это препарирование текстом книги «Бытия. Основы авраамической цивилизации» с точки зрения книги «Перемен» и книги «Знаков», значит, «Эрбитик» древнетюркского текста. И чудесное вот это вот творческое погружение в этот текст показало, что, как это называется, все, что мы с тобой 30 лет принимали за оргазм, оказалось обыкновенной астмой. Значит, оказалось, что эта вся история вообще совсем не про это. Это очень интересно, как вообще слово, даже не слово, да, вот мы все находимся в каком-то общем поле, и как это общее поле, в зависимости от того, кто владеет поляной, кто заявил на нее владение, оно может давать тебе совершенно разные результаты. Наверное, в этом и есть какая-то красота этого мира. Ты можешь ему навязать, если можешь, если умеешь, следовательно, любой тип конфигурации картинки. И, значит, так как эта книжка, она изначально была заточена на некую монотеистическую конструкцию управления, чем-то такая, управлическая книжка в основном была, да, то там появилось понятие Бога, значит, или кого-то как-то, ну, по-разному, в переводах в основном, во всяких, да, и в результате, значит, появился текст, который на самом деле, а я его как раз рассматриваю с точки зрения эволюции сознания, потому что книга «Перемен», которой я там чуть дольше занимаюсь, она, в принципе, умудрила избежать любой возможности приватизации, то есть вот приватизационная эпоха, значит, когда религии приватизировали какие-то тексты разные, книга «Перемен» проскочила, и ни одна из религиозных, конфессиональных и каких-то таких доктрин не сумела наложить на нее свои мохнатые руки, значит, книга «Перемен» осталась независимой такой, значит, барышней на этой планете, а другим повезло меньше, значит, они попали в какие-то конфессии, конфессии стали за них спорить, значит, и вот книга «Бытия», значит, в начале Бог сотворил небо и землю, известный трюизм некий, значит, который так красиво звучит до тех пор, пока на него творчески не посмотришь, значит. А как только ты на него творчески посмотришь, он начинает как-то издеваться, шевелиться, и, собственно, какой Бог что сотворил, где Он это сотворил, кому Он это сотворил, зачем. То есть, в любом случае, эта чудесная какая-то конструкция, она заставляет тебя начать воображать какие-то вещи, и существует сразу набегает сон всяких мудрецов множества, которые рассказывают тебе, как ты должен этот бред себе воображать. Понятное дело, что без психогелических средств здесь ты ничего не воображаешь, потому что довольно-таки заявление довольно скучное, честно так сказать, что в начале Бог сотворил небо и землю. Ну, сотворил, ну, Бог, я здесь причем. То есть, я себе живу какой-то волшебный осенний день, значит, вон, как птичка поет у меня периодически, в окне видятся какие-то волшебные виды этой средней полосы, и кто кого куда сотворил, зачем сотворил, собственно говоря, мне туда не надо совершенно знать. И, конечно же, как человек дотошный, я достаю скальпель, значит, и начинаю эту лягушку потрошить. И выясняется, что ни одно из этих слов волшебных, значит, в начале Бог сотворил небо и землю. И земля же, здесь надо добавить, и земля была же, и земля же была, была же земля, но рыба в камне была, как кто-то говорил, да, то ли у Жванецкого, то ли у Райкина, значит. Для меня это очень похоже в этом случае на такой юмористический все-таки текст. Потому что, в принципе, ведь любой текст можно читать вообще по-любому, значит, ибо, ну, если это, главное попасть между вот этими двумя разными чувствами верующих, которые претендуют на один и тот же текст, чтобы ни одного не оскорбить. Потому что если ты вроде как говоришь, что оскорбляешь одних, ты говоришь, я вообще про других не говорил, значит, по большому счету, а этим тоже про других, а, в принципе, я вообще беру этот текст до того, как его какие-либо верующие вообще куда-то приплели, как таковы-то. Хотите веровать – веруйте, я же не мешаю тебе потом, а я вот другими вещами занимаюсь, значит. Вот, и получается, что там само по себе вот это вот понятие Бог, понятие земля, понятие неба, понятие сотворил, понятие… А в корнях своих нет ни одного такого понятия. И, следовательно, как вообще… Другое дело, что и любой текст, он имеет такую природу, что как только ты начинаешь приближать туда вот этот вот окуляр и наводить, собственно говоря, там, чтобы точнее его увидеть, оно превращается в нечто совсем другое. И в этом и есть суть творчества, да, изменение углов зрения, изменение тональности, интонационности, изменение видения самого себя, стирание своей вот этой личности, значит, это вот истинная трансперсональность такая, я бы сказал бы, трансдисциплинарная, темпорально-семантическая трансперсональность. И ты ее начинаешь создавать, созидать, и она себе созидается. Значит, и, следовательно, ты выдергиваешь из-под ног почву. Другое дело, что на этой почве вообще никого не стоит, только воображаемые какие-то персонажи. Это там толпятся какие-то сомы, значит, мудрых раввинов, каких-то там, значит, православных богословов, протестантских, значит, героев, англиканских, и просто разного рода сектантов, которые все кричат, нет-нет-нет, это мои слова. А какие они твои слова? Буквы, алфавиты там, они вообще никому не принадлежат. Значит, а этот, как его называется, да и вообще ничто никому не принадлежит, как нас учат другие уличения. Здесь вопрос, куда податься, да, в какую игру играть. Я каждый день, действительно, я очень люблю сочинять. Мне нравится сочинять, потому что, когда ты сочиняешь вообще все, что угодно, ты понимаешь свою жалкую, тупую, мелкую ограниченность. Ты понимаешь, что ты состоишь из каких-то маленьких таких кристаллях, которые, в сути, сами друг к другу жмутся, и ты никак не можешь выйти из этих вот каких-то цепей, а какие-то гады придумали слово, уже нейронные туда подставили, и ты по этим цепям, и эти цепи тебя кулют. И мой волшебный, значит, этот любимый, мой гений Щербаков, в книге, в этой песне своей «Тройка», он так чудесно это все описал, значит, что там человек решил, значит, что сказку сделать былью, что сказку сделать былью, в каких-то временах ты где-то там жил человек, он решил, что сказку сделать былью. Так человек решил, но, видно, поспешил. И сказку выбрал он с печальной развязкой, и призрачную ложь в реальность превратил. Теперь бы эту быль обратно сделать сказкой, но слишком много дел и слишком мало сил. Вот я приблизительно все, что я хотел, я сообщил. И этого не надо было говорить, но надо было, раз уже полет. Там написаны вопросы и ответы. Поэтому, если есть вопросы, то у меня все равно ответов нет, но я что-нибудь скажу, если есть вопросы, вдруг. Хорошо, спасибо, Бронислав. Вадик, слово вашим безумцам. Ну, во-первых, всем нам спасибо огромное за то, что мы, наконец, встретились, даже вот в онлайн-формате, и некоторые лица, я с наслаждением много слышав об именах, а лица вижу впервые к стыду своему. И я, конечно же, хочу рассыпаться, ну, веером, как это сказать, букетами благодарности Володе, что он вообще эту задею, наконец, вот взял, реализовал и собрал нас вместе. И весь мой час с шести часов будет посвящен как раз, ну, такой творческой работе с командой, да, как зеркалиться друг в друге и разделяя достижения друг друга, и любуясь этими достижениями, и смешиваясь с ними, и так далее, и так далее. И поэтому, Володя, низкий поклон тебе за то, что ты нас собрал, и мы можем хотя бы даже вот лицезреть друг друга и эту радость лицезрения еще и опрокидывать на всех других. Моя дерзость такого короткого высказывания относительно, ну, такого как бы вступительного слова на нашей конференции, наверное, коснется такого утверждения, что безумие, оно не есть где-то там, мы и есть безумие. И если мы наведем увеличительное стекло на этот термин безумия, то, наверное, оно, то есть нету других формулировок, но, по крайней мере, у меня, вот в контексте уже 50-летнего исследования феномена творчества и феномена безумия, что истинная природа безумна. Бронислав коснулся этого психоделического как бы взгляда, да, и я думаю, что кто-то имел, наверное, опыт прикосновения к этим территориям, и понятно, что когда мы выходим из личиночного взгляда на природу творчества, на природу реальности, то мы обнаруживаем абсолютное, тотальное океанический разлив вот этого безумного, не схватываемого, неопределяемого, никаким образом не оформляемого разлива творческой потенции, и она, конечно же, с точки зрения личиночного человека абсолютно безумна. Она неупаковываема, да, не в какую-то одну конкретную систему взглядов и так далее, то есть она опрокидывает все. И мы и есть безумие, если с нас счистить или, как сказать, сорвать, или попытаться как бы освободиться от этих клишей, стереотипов, в которые мы себя упаковываем с помощью языка, имени, формы, каких-то определенных убеждений и так далее. И купаться в этом океане, наверное, это уже касается технологий или умений, как быть живым в этом во всем, и как отдаваться этому, и как черпать из этой бездны безумие. А живым, конечно же, можно быть, ну, только пробудившись к творческому процессу, понимая, что каждый вдох и выдох – это сиюминутный процесс творчества живого и этого бесконечного молитвенного преклонения перед бездной безумия. Это вот маленькая такая цитата, ну, в смысле, вступление, и больше я, наверное, не хочу рассыпаться пока конкретикой и приглашаю всех на мой час, где мне будет позволено в глазах других выступающих, да, разлиться уже более конкретными и упражнениями, и изложениями. Вот. Ну, хочется сказать спасибо, Вадик, но даже не знаю, у меня смешанные чувства. Вы что, с Брониславом сговорились? Здесь просто какая-то шайка таких космических психиатров, которые незаметно, вы обратили внимание, незаметно всех нас поместила куда? В палату вот некоторого космического сумасшедшего дома, где мы все незаметно для самих себя стали космическими безумцами. Нас уверяют, что это нормально, что это свойственно природе человека, что это хорошо. То есть, вот... На самом деле, если... Я могу вклиниваться тоже по ходу? Ну, вы скажете в свое оправдание. На самом деле, да-да-да. На самом деле, традиция этого уходит еще, если копнуть Карла Густава Юнга, да, а это все-таки, ну, такой охранник... Прячьтесь за великими, отвечайте за себя. Охранник, который может нас хоть немножко удержать в океане этого землетрясения, да, но мы подступаемся действительно к очень трогательной, трепетной и очень такой теме, ну, надо осторожным быть, да, и держаться за буйки авторитетов, да, и когда Юнг говорит о том, что нет, нет такого понятия бессознательное. Мы и есть бессознательное, да, мы сотканы из бессознательного, мы пронизаны бессознательным, да, а между бессознательным, конечно же, и безумием, ну, можно поставить какие-то, ну, знаки соответствия. Вот, поэтому, сори, я привлек внимание, как бы, к тому, чтобы спрятаться действительно за авторитет. В общем, привет всем от многоликого Френки, да, и от безумных арликениат и невероятных завихренных потоков времени. Ну что ж, Соляви, кто хочет следующий? Граждане помешанные, я уже так вот обращаюсь ко всем нам. Или, вот если говорить о круге выступающих на круглом столе, то это, наверное, какой-то такой конвульсиум в сумасшедшем доме. Кто хочет продолжить нашу беседу? Александр, Косылу, Лев, Роман. Ну, давай мы возьмем слово, раз уж это зашло. Отлично, отлично, ребята. Про космических безумцев обычно прямо это вот в точку, про нас, нас все называют космическими безумцами. И я хочу, не хочу занимать слово у Коса, потому что он самый главный космический безумец, но очень хочется в первую очередь сказать большую благодарность, Владимир, что вы всех нас здесь собрали. И действительно, Вадим сказал, что очень приятно видеть лица друг друга здесь, в этом хоть и в виртуальном пространстве, но недалеки те времена, когда мы только так и будем, видимо, общаться. Да, Владим? Привет. Привет. Всех рады видеть. Владимир, спасибо. Меня зовут Лу, это мой муж Кос. Если начинать говорить про творчество, я в первую очередь, конечно, хочу сказать про Лу. Потому что для меня, на самом деле, Лу — это не просто муза, а это олицетворение, в принципе, меткий творец. Потому что Лу не просто из династии творцов с великим дедушкой-художником и человек, который из всего творит и никогда по-другому не жила, она проходит через очень разные истории. Ведь творчество — это совсем не всегда про единорогов, там, радужные всякие переливания. Вадим Грозный на тебя смотрит. А метка, что такое быть отмеченным меткой творец? Вот это вот, на самом деле, хочется в этом и поговорить. Мы вот в эту сторону сегодня хотели направить наше выступление. Володя, спасибо, что ты так подбираешь красиво игроков. Я хочу сказать, что мое кинотворчество, ну, в принципе, как и театральное тоже во многом, вот «Проба пера» — это во многом с тобой связано, и с твоими книгами. И, собственно, ты такой портал знакомств для нас. И когда я почитал когда-то «Космическую игру» в нужный момент времени, и пришел к тебе тогда на первое дыхание, я помню, как этот вихрь закрутился, и Эдуард Михайлович Сагалаев, Вадим, и Бронислав, и все это вот поле исследования темы предназначения. Вот поэтому для нас очень трепетно сегодня в таком вот кругу общаться. Вот, а если говорить про безумие и творчество, я помню, что когда-то в киновузе у нас было задание такое, нам нужно было сделать 15-минутную постановку, маленькую постановку. И мой эксперимент был — это сцена встречи Марины Мнишек у Фонтана, и вот эта вся история пушкинская. Мы ее реализовывали через субличности, через... это у нас была история, она связана была с перформансом, и с... акцент немножко сместили, за что нас немного даже пожурили, поругали, но зачтено было. И наш вот интерес был уже, мне помогало это реализовать, эту историю, в сторону внутренних персонажей, которые, вот эта палитра в тот момент ответственного момента судьбоносного происходит у героев. Вот, поэтому мы сегодня говорим про метку творец, про одержимость, про... мы хотим поговорить про сложности на пути, которым там мы сами сталкиваемся, про выгорание и, наоборот, про наполнение. Наверное, вот тут у меня пока что все. Знаете, мне, наверное, как человеку, который родился в творческой среде, и, ну, как Кос сказал, да, я жила в семье художника, дедушки, в мастерской Куинджи, все стены были пропитаны просто вот этим ароматом масляных красок, и для меня казалось, что весь мир такой, что все по сути свои творцы, и не может быть по-другому, но, конечно, когда я выросла, я поняла, что на самом деле люди абсолютно разные, и у многих есть с этим вопрос большой, что они считают, что они не творческие люди, что взять в руки краски — это просто невозможно. И это было для меня большим инсайтом, и когда я поняла, что у людей есть такой запрос осознать себя как творца, как творческую личность, как-то вот так стало состыковываться все, что ко мне приходили люди и говорили, ну, научи, покажи, как это. А у меня на самом деле инструментов особо нету, кроме как вдохновить. И мой главный инструмент — это просто вдохновлять людей, что все возможно, и мы — многогранное, бесконечное существо, проявленное вот в этой материи, к сожалению, немного ограниченный, да, и то вопрос. Безграниченный. Безграниченный. Вот, и мне бы хотелось сегодня затронуть очень щепетильный вопрос, который я знаю, что можно обсуждать только в таких пространствах, как здесь, что на самом деле творец, он аморален. Вадим, согласись, поддержи меня. Да, но никому не говори. Да. Но вот тонко хочется на эту тему тоже поговорить, что мораль, она очень сильно ограничивает, но мы же знаем, что для того, чтобы пробиться через эту мембрану, нужно позволить себе совершать какие-то неожиданные вещи. В поддержку еще мы, знаете, мы просто танцуем эту реальность, как нас вот старшие братья заповедовали вместе, все время друг друга, забирая внимание или передавая. Играем так. Да. Мы, я хочу сказать, что вообще вот ты, Володь, нас представил как хранители пути сердца. Это проект, который год назад внезапно у нас вспыхнул, и, честно говоря, он, ну, мы все уже большой командой одержим, а каждый день целыми сутками его творим. И, ну, начиналась эта история, это же исследование темы предназначения, этого много концептуального слова. И мы влились в эту тему из-за другой, не менее обширной темы. Мы исследовали тему мультипотенциальность. Мы говорили про пробуждение творческого потенциала, и в какой-то момент с командой делали конференции, тренинги, семинары, и пошли частные консультации индивидуальные. Работая с людьми, мы сталкивались с тем, что действительно очень многие люди просто не верят, что они творцы и могут творить. И я наблюдал, как Лу, мастерский, совершенно иногда впадая в какое-то творческое безумие, пробуждала в людях эту способность себя чувствовать творцом. Они находили в творчестве потом прибежище, Лу их как-то сопровождало. И этих людей было очень много. И вот в какой-то момент вот этот вкус исследования темы творчества привел нас к теме, как ни странно, предназначения. Вот под этим углом хочется сегодня и поговорить. И наш час у нас... Мы так понимаем, что мы сразу после круглого стола. Все верно? Да, вы сразу, незамедлительно. Когда мы, наверное, замолкаем, потому что мы только что отвели четырехчасовой мастер-класс живой здесь, на Пангане, в Таиланде. И нам надо немножко поберечься. Спасибо большое. Благодарим за внимание. Спасибо. Лев, готов? Я, может быть, Роману передам, потому что он еще не говорил, а я только что перед нами рассказал. Я тоже, кстати, лев по гороскопу. Так что я... Спасибо за слово. Коллеги, я чувствую себя самозванцем на этом пиршестве жизни. Просто когда увидел недавно, какой кворум собирается, это как, знаете, властелин колец, то есть с семеро с кольцами и последним потерянным, я решил выступить таким маленьким хоббитом в вашем собрании. И хотел бы, чтобы за мной сюда зашла огромная тема. Тема для меня, во всяком случае, она огромная. Это тема того, что происходит сейчас в технологиях, в цифровой действительности. Потому что я больше эту часть представляю. И я вижу, что сейчас при переходе в этот цифровой мир это пространство практически абсолютно свободно. Свободно от политики, свободно от морали, как раз привет творцам. Свободно от полов, свободно от единицы личности, потому что там все соединяется какое-то интегральное пиршество каких-то вихрей, ветров. Я это все наблюдаю в силу своей профессии. И хотел бы, чтобы эта тема тоже просквозила в сегодняшних выступлениях. Может быть, кто-то смог бы ее затронуть. Я, к сожалению, не смогу выступить, но я с радостью послушаю всех спикеров. И хотел еще заявиться, что очень хочу с вами поделиться этой мыслью, и, наверное, после нее замолкну, что любое творчество, как я это воспринимаю после театрального образования, после образования продуктового, оно же ведь связано с каким-то инструментом творчества. Появился музыкальный инструмент, вот как девчонки играли, появилась музыка. Появился инструмент кинематографа и фиксация ока, появился искусство кино. Появился сейчас интернет и технологии, а творчество еще не появилось в этой области, оно только-только зарождается. Вот такое великое творчество, великое искусство, которое наверняка за этим придет. Я уверен, я мчусь вперед с этой мыслью. И я бы очень хотел, чтобы мы все с вами не боялись этого перехода в зумы, в видео и прочее. Будем ждать, как тут родится что-то гениальное, новое, как вот при переходе из немого кино в кино звуковое. Спасибо, что позволили эту тему вот так вот приплюснуть к вам сюда. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну что ж, дорогие, видите, какие у нас тут на нашем конвульсии новые тропы появляются. Ну, вслед за Люси, вперед в необжитое пространство. Чего там безумство Циолковского, который спасал Землю от переселения путешествиями в космос. Вот, пожалуйста, еще более безграничный космос открывается у нас, открытый сейчас через тотальную смартфонизацию мира и коммуникативные тропы. Ну, кстати, я думаю, что в этом очень большой потенциал тоже, и мы его активно будем исследовать все вместе. А сейчас кто у нас? Саша? Пожалуйста. Еще раз добрый день. И про безумие и творчество можно говорить столько же много, сколько творческих и безумных людей собрались у экранов и благодаря Володе смотрят эту замечательную конференцию. и хотелось бы сегодня тоже было упомянуто о том, что совершенно замечательный семинар, который проходил в замке Гигера в 12-м году, который назывался «Сознание и творчество. Прометеев огонь», где мы с Володей были на этом семинаре под руководством Станислава Грофа, и в музее Гигера этого совершенно гениального безумца проходил этот удивительный семинар. На нем были и Мартина Хоффман, и Гигер, и это действительно потрясает, потому что это некие визионерские вещи. О работе Гигера, да, то есть можно судить, можно не судить, но она никого не оставляет равнодушным. Либо это очень нравится, либо люди плюются, либо ненавидят его, но никого, потому что это есть внутри каждого из нас, потому что это некие реальности, которые существуют. Хотелось это или нет, но это существует, потому что реальность многогранна. кто-то говорит о том, что какие-то ужасные вещи надо сжигать, выбрасывать, но это напоминает уже времена инквизиции, когда сжигали не только какие-то предметы искусства, но и людей в большом количестве. Не будем портить экологию, сжигать людей и дрова, поэтому давайте мы будем позволять быть тому, что оно существует, но и вообще, говоря о творчестве это есть у каждого, но не каждый осмелится это вынести на обозрение, при этом как бы в таком совершенном художественном виде. Ну и вообще, говоря о творчестве, действительно, это некие порталы, которые соединяют нас с беспредельными, бесконечными вариантами сознания, которые находятся не только в нас, но и вокруг нас. И сознание, которое вокруг нас, оно и определяет эволюцию. И мы либо вместе с эволюцией, либо мы как-то тупиковый вариант. Поэтому очень интересно было, Вадим говорил о Юнге, и мне хотелось бы тоже продолжить такую тему о великих и присоединиться, когда Юнга спросили о том, где нужно находиться, то есть в контакте с бессознательным, в бессознательном, то есть там или здесь в этой реальности, на что он очень красиво ответил и здесь, и здесь. Не там и здесь, или здесь и там, а и здесь, и здесь. И именно вот это позволяет быть творчеству. И, конечно же, вот мне хотелось бы обратить внимание на картину, которая за мной находится. Это картина гениального совершенно художника Андрея Костылева Биджо. К сожалению, он очень рано ушел из жизни, в 11-м году, в 39 лет. Эта картина называется «Попались». Вот, когда я приобретал эту картину у Андрея, я спросил, Андрей, слушай, а кто здесь попался? Вообще, я ее искал четыре года, прежде чем нашел и приобрел, потому что я в нее просто влюбился с самого начала, и я его спросил, Андрей, а кто здесь попался? Или это попались вот грибы, там семейка грибов, мама, папа и ребенок, да, внизу? Вот, или это медведь попался, или это безумная пузырчатая вселенная, которая находится за деревьями, или же это ящерка, или же это муравьи, или же деревья и кусты, кто же здесь попался? На что Андрей посмотрел на меня и сказал, здесь все попались, и ящерка, и грибы, и муравьи, и пузырчатая вселенная, и медведь, и мы с тобой, которые смотрим на эту картину, мы тоже попались. Это было потрясающе. И однажды, выйдя из холотропного путешествия, я посмотрел на эту картину, и еще в состоянии вот этого холотропного безумия мне открылась действительно вот эта потрясающая истина. Мы все попались. Мы все связаны, мы все взаимосвязаны, мы все находимся в едином процессе. И этот процесс, он настолько же мудр и умен, насколько он безумен. Спасибо за внимание. Саша, скажи, пожалуйста, так кто же все-таки творит? Что творит? Если вот так вот, как ты описал? Оно само, как ступа с бабой Егой, идет, придет сама собой. Хочу еще больше, как бы, тебя подоить, так скажем, на эту тему. Потому что эта тема, конечно же, что творит в этой взаимосвязанной вселенной, взаимоперетекающей. Кто творит? И есть ли тот, кто смотрит, для которого творят? Творит тот, кто смотрит, и смотрит тот, кто творит. Это единый процесс. Володя Майков очень красиво по этому поводу говорит, снова о великих, да? Вот, мы все агенты Бога. Наверное, как-то так. Я даже предосхищаю, что сейчас будет говорить, как он отреагирует нашу с тобой. Спасибо. Я хочу просто продолжить ижевскую тему. Лев, пожалуйста. Да, я подхвачу Александра. Как раз много кем срезонировало вот по поводу и вопрос Вадима тоже, да? То есть, кто творит? Один, там, наш общий знакомый Александр Коренков, он поэц или прочего, и у него вот есть такое высказывание, что сны снятся с нам. То есть, мы с вами, это сны, которые смотрят сны про самих себя. Вот, и подхватывая еще одну тему, тоже Александр сказал, что или мы с эволюцией, или, вот есть такой анекдот, по-моему, или короткая история, заяц, собрались все звери кругом, и заяц выходит на поляну и говорит, ну, кто против меня? Вот там лиса говорит, ты что косой? Ты что себе позволяешь? Волк там зарычал, я же тебя сейчас съем. Медведь тоже. И тут лев выходит в середину круга и говорит, ну, я. Заяц подходит, криво обнимает его и говорит, ну, кто против нас, елый? Вот. Это к тому, что, когда мы действительно с эволюцией, то все возможно. я хочу сейчас тоже немножко спуститься на очень такой практичный уровень, вот это безумие, да, я когда прочитал название нашего круглого стола, то сразу разделил без, дефис, уме, без ума. И для меня вот это состояние без ума, оно связано не столько с какими-то яркими состояниями возбужденности, страстности, там, другими вот такими аспектами, безумствами, а без ума как наоборот переход в состояние глубинной ясности, соединенности со всем. И вот я там вкратце рассказывал перед нашим круглым столом как раз про какие-то обстоятельства и своей личной жизни. И в том числе вот в 2007-2008 году у меня был такой интересный период, когда вот произошли вот эти раскрытия глубинных уровней сознания, трансперсональной реальности, и я целый год жил с одной стороны, работая в крупной такой мультинациональной компании, занимаясь переговорами с другими такими же компаниями, то есть полностью находясь в нашей бытовой материальной действительности, а с другой стороны находясь в постоянном диалоге с Вселенной, с Богом, с бытием, причем в каком диалоге, ну в таком очень конкретном. То есть я одновременно и был в нем, и на него смотрел, и знаете, когда на любой вопрос мгновенно приходит правильный, корректный, тотальный ответ. То есть это не не иллюзии некие, а такое очень конкретное переживание связанности со всем и знания как бы всего. Почему я сейчас про это говорю? Потом, после вот какого-то глубинного, такого долгого достаточно периода вот этой тотальной связности стало больше проявляться вот все эти наши повседневные мысли, там, чувства, эмоции, переживания, и, ну, знаете, вот когда книжку открываешь, а там все ответы тебе сразу же даются, которые у тебя внутри есть. И вот я там какую-то книжку взял, находясь в одном из буддийских центров, там, Catskills Mountains, и оказалось, что это книжка Дуджона Линпаче, главы, там, в определенный момент школы Нингма, это старая школа старых учений в буддизме, в тибетском. И глава, которую я случайно открыл, называлась, ну, там, в переводе на русский «Выкини ум в мусорную корзину». И вот по поводу безумия, как раз, может, вот еще там две минуты я про это как раз хотел бы сказать, и предложить каждому, для кого это может быть актуально, интересно, попробовать такую практику при появлении любых мыслей, а их у нас там по подсчетам нейропсихологов до 20-20-40 тысяч в день появляется, вот, при появлении любой мысли, как только вы фиксируете на вот этом внутреннем поле внимания, сразу же не анализировать, не с ним не работать, а сразу же его бросать в корзину. Это, понятно, условное упражнение, но когда мы начинаем его делать достаточно долго, оно ведет к потрясающим состояниям безумия, но безумия очень красивого, очень ясного, очень творческого, в котором мы входим, выходим из вот этого личностного, так сказать, постоянного диалога внутреннего и попадаем в состояние глубины ясности и соединенности со всем. и вот такая практика работы с умом, или точнее работы с тем, как выходить, я где-то в детстве занимался горными лыжами, ну там, кто представляет, ты едешь и объезжаешь палки, которые вот стоят на дистанции, как бы немножко уворачиваясь от них, в айкидо тоже похоже, есть вещи в других боевых искусствах, вот это уворачивание от любых появляющихся мыслей, которые обычно нам кажутся очень значимыми, серьезными, вот эта практика выхода за пределы ума в состояние над ума или нет ума, или нет осознания, в состояние мгновенного присутствия, недискурсивного, нерассудочного, так сказать, мышления, вот это, наверное, то, куда я приглашаю каждого из нас, кому это интересно, погружаться регулярно и находить там вот ту глубину, в которой и ум, и состояние без ума сливаются в тот поток жизни, из которого мы можем его преобразовывать уже в нашу повседневную реальность. Спасибо. Володя, включи, пожалуйста, микрофон, тебя не слышно. Спасибо, Вадим. Я говорил, спасибо, Лев, спасибо всем участникам нашего конвульсивного, нашего круглого стола. Кажется, у всех у нас окончательно благодаря нам поехала крыша, и мы, как Лев говорит, вернулись к своему естественному, безбрежному состоянию в каком-то смысле, но все-таки полностью ум в мусорную корзину я бы не рекомендовал выбрасывать. Он нам пригодится в обычной жизни, это орган, который помогает нам все-таки жить в мире нормальных людей, заниматься нормальными делами. Это тоже здорово. Пусть, что называется, занимается своим делом. И поскольку у нас уже 14.04, мы немножко забрели, забрели на территорию следующего выступления, КОС и ЛУ, я предлагаю вот, ну, как финальное просто многоточие каждое, ну, буквально два предложения что-то скажет. Пожалуйста, Вадим. А, ну, я хотел бы вспомнить старика Пушкина, который, как известно, плохого не посоветует, но вот беда, сойди с ума и страшен будешь, как чума, как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака и как, тара-та-та, и сквозь решетку как зверька кормить тебя придут. Поэтому в контекст защитных механизмов, я думаю, нам тоже очень важно очертить, заходя на эту территорию. И, по крайней мере, свой час я начну именно с этого и посвящу именно, ну, выстраиванию определенных защитных механизмов перед тем, как мы, ну, утвердимся в дерзости заглубления, да, поэтому вот я хотел бы обратить внимание аудитории, которая нас смотрит, что да, безумие безумием, но ум не надо окончательно выбрасывать в корзину, да, а наоборот делать, заставлять его светиться, и здесь, конечно же, ключ это творчество. В большом хозяйстве все пригодится. Саша, Жвакин, включи микрофончик. Что я могу сказать? Большое количество людей, которые соприкасаются с необычными состояниями сознания, впоследствии пытаются реализовать это в жизни, пытаются реализовать это через искусство, через скульптуру, через живопись, через театр, через режиссуру кино, через актерское, ну, бесконечные варианты того, чтобы проявлять, через работу, через семью, то есть безумие бывает разное, да, то есть когда один человек пришел ко мне на сеанс психотерапии и говорит, вы знаете, мне кажется, я сошел с ума, я спросил его, а вот куда вы сошли с ума? Есть разные варианты схода с ума, ну, например, в область мудрости, но я всем нам желаю мудрости, ума нам достаточно бывает иногда, и горе от него тоже бывает, да, как есть такая, гениальное сочетание грибоедов, горе от ума, да, вот, но тем не менее мудрости нам не хватает, мудрости нам всем спасибо. Замечательный слоган для Александра Жвакина, сойти с ума в мудрость, Данислав, пожалуйста, включи микрофончик, Без микрофона меня не слышно, это странно, увы, увы, увы. Я за то, чтобы было слышно без микрофона всех уже, в терапатическое поле надо срочно переходить, вот, мой призыв, давайте в терапатическое поле с этой глупостью, вот с этими какими-то плоскостными изображениями, валим потихонечку. Замечательно. Луикос. Да, да, да. Вот тут. Как прекрасно танцевать среди титанов. Вот такой вот сейчас вот приходит. На самом деле, спасибо, Володь, что ты нас поставил пораньше, у нас тут плюс четыре часа, и мы с большой радостью приоткроем какие-то наши сегодня зернышки, посадим, может, приоткроем какие-то дверки, чем-то поделимся. Вы можете принимать свои семинары, сделать его семинаром по осознаваемым сновидениям, например, или по грезам творческим. Дело ваше. Роман, пожалуйста, Арбинович. Да, слова блока нам же все известны, я хочу безумно жить. И там есть такая строчка «Все сущее увековечить, безличностное воплотить». Я считаю, что нам сейчас все это предстоит делать. И я рад, что есть вы, и можно это делать не только от ума, а еще иногда абсолютно не понимая, зачем мы это делаем, как мы это делаем, но главное с кем. Я рад, что я был с вами сегодня в этой компании. Спасибо. Лев. Да, подхватываю Романа. Тоже ощущение, что вот это безумие, это выход из рассудочного ума в мудрость сердца, в интуитивное знание. Вот. И, несомненно, в совместное творчество. И в этом плане действительно, кроме личного пути эволюции, есть еще коллективный путь. Поэтому всех нас приглашаю находить новые связи и вместе творить то, что невозможно по отдельности. Спасибо всем участникам «Круглого стола». Спасибо всем участникам нашей конференции. Мы переходим к следующей, второй части. Это как перевал был у нас, «Круглый стол». И там уже формат в два раза объемнее. Это часовые мастер-классы. Ну, чуть-чуть поменьше, 50 минут будет у Коса и Лу. Но им и легче. Они только что отпахали. Итак, мастера будут вашими гидами по различным пространствам творчества. Книга жизни, красота пути и предназначение. Все, все, все связанное с путем сердца, опыт Коса и Лу. Герман Карельский расскажет, как творчество присутствует в каждом вдохе, в каждом выдохе, вообще во всем. Вдох и навеяние. Дыхание как творчество. Владимир Козлов, трансперсональный феноменология творчества, наш Титан, основатель школы интегративной психологии, под чьим руководством уже защищено десят, сотни, извините, несколько сотен диссертаций кандидатских и докторских, автор свыше 30 книг. Затем продолжит это, ну, ваш покорный слуга, Владимир Майков. Я просто поговорю немножко о странстве и по душам искусстве как эволюционной практики. Это один из ударных фрагментов моего большого онлайн-курса о творчестве творцам, созидателям. Ну и я протарю немножко, вот все мы вместе расчистим от препятствий дорогу настоящим титанам. И за дело возьмется Вадим Демчок со своими даймонами, у него их много, и покажет нам, как нам все это открыть. Ну и затем ничего не останется, как дальше погрузиться в самую суть, в книги бытия. Ну, конечно же, в контексте величайшей другой книги, книги перемены, с нами будет опять Бронислав Финогродский на этом весьма и весьма нелегком, но в то же время очень веселом пути. Итак, Коз и Лу, пожалуйста, вы продолжаете. Да, благодарим всех, кто с нами был сейчас, я так понимаю, кто-то отключится, наверное, из участников. Пока, пока. Для нас, конечно, это большая честь быть первопроходцами и открывать конференцию, можно так сказать, да? Да, тем более, что конференция состоит из тех мастеров, которыми мы очень давно вдохновлялись и вдохновляемся. И, наверное, сегодня нам стоит, поскольку мы так заявили громко нашу тему книга жизни, хотим сейчас приоткрыть эти дверки. Почему так? Дело в том, что, наверное, правильнее сейчас представиться в данный момент как проект «Путь сердца», потому что это, наверное, то, чем воодушевлены мы больше всего в последнее время. Это серия документальных фильмов-интервью про жизни людей. И, когда, знаете, иногда можно просто поймать человека где-то на кухне, и это будет бесконечно ценный документальный момент, то, что никогда нигде уже не повторится, но у тебя есть возможность это сделать прямо сейчас, а это бесконечная ценность для тех людей, тема предназначения важна. И вот, знаете, когда касаемся нашей исследования такового, когда касающиеся темы пути и предназначения, то, безусловно, эта история идет касающаяся темы боли, болевых точек, рваных ран в груди размером, знаете, как Алексей Мышкин из одной ног говорит, в груди дыра размером с Бога. Это когда вот этот тот самый невероятный зов, про который Володя так любит говорить и вообще все шаманы, когда он звучит настолько сильным, и что невозможно даже дышать порою, когда касаешься вот этих вопросов экзистенциального анализа, логотерапии и так далее. Вот мы в какой-то момент поняли, что так получается, что почему-то нетворкинг наш работает, и вот этот продюсерский канал, что ли, наработан, что вокруг нас много ярких, мощных людей, которые нашли свой путь. А так как мы исследуем тему предназначения, делаем консультации, в общем, создаем какие-то контекстные события, для нас важно делиться теми людьми, которые, ну, знаете, как опыт прямой передачи. Вот мы как восточный термин, мы верим так, что если у нас получается за чашкой чая в дружеском вот таком вот кругу сесть и глубоко поговорить с человеком на значимую тему, то это складывается некое состояние, которое, как мы верим, через камеру передается именно тому, зрителю, для которого это важно и, возможно, даже жизненно как-то сейчас необходимо услышать. Иначе бы он не набрал тему предназначения, хештег не попал бы на канал там Путь Сердца. Поэтому мы и говорим, что книга жизни, потому что ведь когда касаешься темы предназначения, предназначение сразу немножко как-то увесисто, очень как-то многослойного, многоконцептуально, почти так же, как и понятие любовь, например, мы сейчас намеренно немножко поутрируем, но задаешься себе вопрос, а вот что такое предназначение? И одно ли это предназначение? Может быть, или, знаете, один это роман, например, война и мир, это один объемный труд, или, может быть, это набор из новелл, и в каждом из этих новелл ты такой же полноценный, в каждом из них свое какое-то предназначение. Начинаешь ковыряться, раскапывать эту глубину и понимаешь, что это на самом деле бесконечно интересно знакомить мир с теми людьми, которые себя в этот момент осознают. Вот, поменять прямо сейчас и прямо здесь, как они через это идут. Что ж, вот таким образом мы хотим затронуть тему книга жизни, хотим поговорить про, что такое быть творцом в этом мире, и это совсем не означает, что мы что-то здесь вообще поняли. На самом деле, если честно, я вот чувствую себя полным хоббитом, как сказал Рома, потому что быть в одной компании с такими метрами и титанами, как я сказал, это большая честь, и я просто могу поделиться своим опытом, своим образом мысли того, как я вообще вижу творчество, и почему для меня в первую очередь мой канал это вдохновлять людей своим примером, просто то, что можно это делать легко, можно творить легко. И книга жизни, про которую мы сегодня затеяли разговор, на самом деле это же действительно она состоит из многих глав, и у каждого человека в жизни разные главы, и вот как эти главы соединяются между собой, и к чему они потом ведут, это такой некий разговор про дотс, про точки. Косом не забирают внимание. Да, позвольте перехватить, хочется, раз мы вспоминаем великих, сейчас поклоны великим, хочется вспомнить про Стива Джобса, помните, это знаменитая встреча с выпускниками Стэнфорда, где он рассказал речь, я помню, как она начиналась, я много раз этот ролик пересматривал, он говорит, что наверное вы сейчас что-то ждете от меня, что я вам сейчас дам какие-то бизнес напутствия, не, не, говорит, я вам просто поделюсь тремя историями, и вот первая из этих историй была, помните, про дотс, точки, мне понравилось, он сказал тогда, что если посмотреть на жизнь, то в какой-то момент понимаешь, что есть некий удивительный сценарий, что если бы ты там вот не оказался, то сюда бы ты не пришел, если бы тут не вдохновился, то не пошел, не создал там вот это и так далее, но увидеть это можно только пройдя путь, оглянувшись назад, посмотреть на свою жизнь и понять, что насколько это удивительная космическая игра, насколько, что это за архи-сценарий. У нас, знаете, одна из целей нашего проекта это как раз смотреть, как соединяются те самые точки. Я понимаю, что на пути Творца наверное бесконечно много таких точек и эти точки порой бывают очень даже такие острые, которые очень сложно проходить, потому что путь Творца-то он, как я сказал, не про единорогов исключительно, хотя и про них тоже. Не только про радужных. Не только про радужных единорогов, да. Путь Творца это серьезная штука и многие Творцы, они почему-то по каким-то причинам не проходят этот путь. То есть они идут, но сталкиваются с такими сложностями, которые сложно пройти. Ну, например, уверенность в себе. Многие Творцы гениальные, художники, писатели, но они абсолютно неуверенные в себе люди и они просто вот сидят, обросли своими картинами и они не знают, как это преподнести миру. И я знаю очень много таких людей. Да и вообще-то извините на секунду, вообще-то вопрос такой, я не то, что я забираю, я чуть вклинюсь, да и нужно ли вообще себя преподносить этому миру Творцам? Или это просто как некая одержимость и... нет, погоди. и одержимость в том плане, что, знаете, мы вот здесь задаем вопрос, а что такое вообще творчество? Мы вот в какой-то момент решили задать вам такой вопрос, что такое для меня, конкретно для меня творчество? И что такое искусство? И в чем разница между искусством и творчеством лично для меня? Я для себя, например, наш такой ответ нашел, что творчество для меня это некая одержимость, когда ты просто не можешь ни творить, ни создавать, потому что ты просто захвачен этим состоянием. А искусство — это уже некое социальное явление, которое вытекает как результат этого одержимости. И вот такой вот момент, что насколько необходимо творцу вообще предъявлять себя этому миру, и всем ли это необходимо, и высказываться так, чтобы его услышали. Может быть, это нужно просто изливать, как для некоторых это терапия, как просто лечиться. Вот как, знаете, под момент лечиться-то скажу и заберешь. Я вот, например, знаете, мы же находимся на родине муай-тай, тайского бокса. Я вот поделюсь, я вот иногда по утрам заглядываю на бокс, и для меня это такое тоже, как мой друг тут сказал, что это акт творческой терапии. Как ни странно, это работает. Биготерапия. Да, слегка, да, забирай, чё. Ну, Кост сказал, что а нужно ли проявляться как творец, если вот, ну, там, заявлять о себе миру. Не, ну, а как иначе? Если дано вот этот вот массив, да, таланта, и он идёт через человека, а человек его не проявляет, то это просто про такую невероятную груду вот на плечах, которую я чувствовала на себе и не могла понять, что же меня так придавливает к земле. Я уже, не знаю, я уже думала, там, слишком много на себя взяла или ещё что-то. Но в какой-то момент мне просто пришло понимание, что это мои непроявленные таланты, которые висят у меня вот здесь огромным грузом и говорят, давай, прояви меня, пожалуйста, иначе будет очень сложно взлететь. Лу имеет право на эту тему говорить, потому что Лу как автор удивительного, я скажу, наверное, творческого, скажем, как это, структурированного проекта «Заверши». В какой-то момент жизни, знаете, у нас произошла такая ситуация, что вот Лу как творец, она, скажем, она вот, например, меня распаковала сильно, потому что на тот момент, когда мы встретились, это уже больше десяти лет назад было, я в тот момент получал там свое второе режиссёрское образование и на Алтай снимал первый свой студенческий проект, студенческий фильм игровой. И вот, в принципе, я могу сказать, что я вот увидел Лу и очень сильно вдохновился, понял, что мне надо снять её глаза. То есть я просто увидел, когда она меня посмотрела, и я понял, что они должны появиться в моём этом фильме, потому что происходит какая-то магия. Дальше у нас происходило то, что я удивлялся, насколько эта вот маленькая девушка с прекрасными какими-то космическими глазами, которая влюблённо смотрит на Солнце и на Луну и с таким немножко волчьим взглядом наблюдает, когда в священной реке Катунь куча, огромное количество людей моются шампунями. И вот она, знаете, как раненый зверь на это смотрела, я просто видел, что за магия этих глаз. И я понял, что мне нужно их снять, это для меня будет оберег такой. В общем, это... Спасибо, что снял их только на камеру. Это будет, да, такой шаманский ритуал, потому что фильм-то шаманский мы делали. И как раз и так получилось, что всё там и закрутилось. Потом она стала моей женой, я увидел, что мне нужно... Просто я почувствовал своё предназначение, в тот момент я даже этого слова ещё не знал, помочь этому космическому существу раскрыть свой какой-то огромный бездный потенциал. Потому что я видел, что она... При том, что она творит больше, чем все, наверное, люди, которых я знаю в этом мире, просто я никого не встречал, кто из всего творит. Для меня, прости, Вадим, пожалуйста, даже больше, чем ты, на мой взгляд. Я там творит в моей жизни, по крайней мере. И она просто, знаете, она шьёт на людях, костюмы создаёт, картины пишет, дизайн домов делает. Что ж ты всё про меня, да про меня. Стоп, стоп, это важно. Вот, я хочу сказать, что у меня была такая история, что мне надо распаковать, помочь ей распаковать свой потенциал. И когда я прикоснулся к этому, у нас всё закрутилось. Но получается, что это сработало. Но в первую очередь я сам начал распаковываться. Потому что я вдруг, у меня вся эта режиссёрская история запутилась, потом тема предназначения, вдруг появился метод, каким образом работать с людьми. И вот эта история в совместном тандеме творческом, она вот у нас вместе, это работает. Как-то мы друг у друга внимание забираем, отдаём, что-то закручивается, чувствуем немножко. Но хочется сказать, что на самом деле, если прикасаться к творческой истории, вот прежде, чем забрала у меня слово, она коснулась, нужно ли, я говорю, нужно ли в принципе вообще предъявлять себя миру вообще, должно ли творить что-либо из этого исполнять и делать. И в конечном итоге часто слышишь, когда с творцами общаешься, что я вообще писал для себя эту картину, я для себя это делал, я для себя снимаю кино. Вот у меня много коллег, которые для себя снимают коллег, с которыми мы вместе идём по пути, кинорежиссур, которые снимают для себя. И вот интересно, что происходит такое, когда ты создаёшь только для себя, для самого. Ты изливаешь свою вот эту одержимость некую, выплёскиваешь. Происходит арт-терапия для себя. Ну, по меньшей мере, наверное, арт-терапия. Но есть и другие грани этой истории. Поскольку Лу из творческого клана, это такая целая творческая мафиозная структура. Питерская. Её дедушка, он великий художник, педагог живописи, который её обучал уже почти слепым, будучи, трогал её картину руками и говорил в 4 года, не было 4 года, куда направить ей нужно свой взор. И Лу наблюдала просто про то, что в окружении её, не только в семье, как люди творческие выгорают. Тут мы касаемся вот этой бездны, на самом деле, что творческая одержимость, она была настолько непереносима, и что это просто невозможно, не понимаешь, куда идти, что с этим вообще делать, что задаёшься вопросом. Вот эта метка творец. Как с этим вообще научиться этим управлять, этим инструментом? Вообще, что с этим делать? Тут, понимаете, такое... Можно? Секунду. И я, помните, сказал, что Лу, как никто другой, имеет право, на мой взгляд, размышлять на тему творчества, как человек, который создала проект «Заверши», она в какой-то момент задалась вопросом, как я могу быть полезна, как человек, который с творчеством соприкасается всю жизнь, что я могу сделать для других людей, для тех, кто знает, что такое, не завершать своих творческих детей. Вот знаете, у Творцов есть такая история, что ты начинаешь и рождаешь мощный импульс, и закручиваешь, а потом почему-то по каким-то магическим причинам твое внимание уходит в сторону, вдохновение переключается, и висяк. А потом другой висяк. А потом третий висяк. А потом четвёртый висяк. И вот исследуя людей, с которыми просто идёшь рядом по пути, у нас произошёл такой момент в жизни слов. Два года назад примерно мы общались с нашим другом, с опытным режиссёром, который с огромной тяжестью, вот здесь вот в груди он вздохнул, и говорит, что самое сложное – это завершать вот эти вот начатые проекты. Особенно, когда ты наплодил туда, натворил, огромную эту силу вложил, объём вот этот выплеснул, и потом переключился просто на вопросе выживания начинаешь. Думаешь, берёшься за какой-то там сериал монтировать или какой-то ролик, и со своего вот этого творческого ребёнка уводишь внимание. Мы задались вопросом, окей, а что такое завершать начатые дела? Оказалось, что для многих творцов это почти нереализуемая задача. Я знаю, что завершать творческие дела, начатые дела – это большой навык, большой скилл, и это то, что, наверное, там история для роста. Лу создала марафон, к которому она начала поднимать историю про завершение дела. Да потому что это для меня был самый большой квест, и он до сих пор для меня самый большой квест. Как можно начать какой-то проект творческий и довести его до конца? Только режиссёры, мне кажется, умеют это делать. Учатся делать это, идут к этому. Но я могу сказать то, что киноиндустрия – это действительно, наверное, железная дисциплина, потому что в какой-то момент… Вот у меня есть ряд висипов, которые как чёрные воронки, знаете, как такая идёт слив, потому что на каких-то уровнях памяти есть такое то, что несмотря на то, что прямо сейчас в этом оперировании у тебя этой задачи нет, создаёшь что-то другое, но есть то, что ты начал и не довёл до конца. Я вот сейчас, например, над этим работаю. Я всё время возобновляю то, что даже там 10 лет назад было запущено, не завершено, и стараюсь найти, каким образом можно соединить точки, то есть те самые dots, чтобы найти возможность завершить и закрыть. Если ты не можешь просто взять с себя, снять, обнулить, ну просто сказать, что окей, всё, как бы я это снял с себя, а тебя это грузит где-то, то эта штука, она очень многое тащит и забирает жизнь. Возможно, там не все согласятся с этим, но мы вот по себе, по крайней мере, заметили. Поэтому я хочу сказать, что у нас, нам хочется поделиться чем-то очень практическим, не только создать контекст. И мы подумали, что мы хотим поделиться своей личной историей. Например, я можно расскажу, как родился марафон-заверши? Я бы хотела продолжить тему ответственности творца. А потом я скажу марафон-заверши. Да. Хорошо. Просто Кос поднял такую важную тему, я не могу вот так взять и... Завершать. Не завершить её. Дело в том, что я на своих плечах почувствовала эту ответственность. Я уверена, что те, кто нас слушает, наверняка знают, что это такое. Чувствовать на себе груз ответственности за те таланты, за те дары, которые даны нам, для того, чтобы мы их как-то здесь проявляли. И вот вопрос, а надо ли это проявлять? Ну, конечно, надо, потому что иначе пришпандорить к земле так, что потом будет сложно встать. Следующий вопрос. Как это делать? Многие даже не понимают, с чего начинать. Но начинать с того, что просто начинать пробовать. Здесь чуть-чуть попробовать. Если пошло развиваться, попробовать тут. Не идёт. Может быть, что-то другое попробовать. И мы сейчас не касаемся вот в данном случае темы незавершённых дел. Немножко про другое я говорю. Но для меня очень важно донести сейчас мысль, которую про то, что вот этот путь, он непростой. Конечно, там встречаются разные препятствия на пути того, чтобы начать реализовывать свои таланты. И один из них, когда мы начинаем что-то делать, какой-то свой талант реализовывать, мы сначала думаем о том, что мы хотим это реализовать, что для нас это важно, показать, вот именно написать такую картину, создать такое кино, написать такой сценарий. И когда это наше творение драгоценное, которое мы так долго питали и создавали, оно выходит в мир, оно может не получить отклика. И тогда это ещё одно испытание для Творца. Как я столько трудилась, я вложила туда всю свою душу. И оно не приносит мне обратной связи от мира. Значит, миру это не надо. И сразу самооценка Творца такая у-у-у-у и вниз. Но это вопрос про то, что когда мы создаём что-то, мы создаём это для себя или мы это создаём для людей. Вот это кардинально важная вещь, которую нужно увидеть, что те творения, которые созданы через нас для людей, они будут пользоваться успехом, они будут признаны миром. И тогда в обратную сторону Творец будет чувствовать себя нужным, важным. Ему будет получать, он будет получать энергию обратно. И эта энергия будет дальше идти на какие-то реализации следующих своих творений. И это получается такой очень живой энергообмен. А когда вот этот груз ответственности Творца мы реализуем с позиции, что я хочу написать вот именно такую картину, а кому она нужна, я не знаю, тогда мы не получаем обратную связь, закрываемся и опять несем этот груз талантов нереализованных. Исследуя тему раскрытия творческого потенциала, работая с людьми, то есть подбирая арт-терапии и методы, как можно помочь человеку почувствовать, что он творец, а мыслу убеждены в том, что каждый человек априори творец с самого начала, по образу и подобию. То есть и наша задача этот принцип реализовать. То есть нам нужно, чтобы это просто вот началось, запустилось. И мы сталкиваемся часто с тем, что люди просто не верят в это и говорят, что да нет творчества для каких-то богемы, там что я не творец, я... Ну то есть вот если Лу, например, она другого не знала, она всегда была в творчестве, то я, например, прекрасно помню, как это были просто какие-то проклевывающиеся зачатки. А потом я помню, когда даешь этой лавине просто сойти, и в какой-то момент приходит одержимость, вот тут мы и касаемся вопроса творческого безумия, да, или... И вопрос вообще, где соединяется безумие и ум, да, вот где творчество и ум, когда соединяются. Для нас очень важно, Слу, говорить на тему, что вот для меня творчество – это одержимость, она иногда захватывает, Володя сказал, что можешь переименовать тему по сны, там, медитации и так далее. Я знаю почему, потому что у нас очень много всего, что сцены, что... Ну, очень много всего. Тренинги мы создаем, это рождается из сновидений, из практики, из ретритов, там, на Випассане, которые мы там бываем, из ежедневной практики, из йоги, то есть из каких-то... В туалете, да? Из каких-то вот очень глубоких... Кос, кстати, никогда не ходит в туалет без заметок. Ну, ты давай, мне рассказывай, как в туалет. Я хочу сказать, что мы снимаем фильм уже очень много лет, и мы его так долго снимаем, потому что каждая сцена, которая там есть, это сцена, которая пришла Косу либо в медитации, либо в практике, когда он неистово на коврике занимается йогой. Но хочется сказать, что у нас есть такой фильм, который мы поняли, почему он очень долго снимается, потому что вот он только недавно, когда проект «Путь сердца» начал разворачивать свои крылья, развертывать, мы поняли, почему он застрял когда-то. То есть у нас есть очень... Проект не продюсерский, проект самостоятельный, который мы хитря... Там, знаете, получая коммерческие заказы, как кинопродакшн, мы там в эти же смены умудрялись вечером собирать коллектив актеров и снимая фрагменты из этого фильма. То есть мы ткали, ткали это полотно, и оно у нас как бы шло, шло, шло. Мы вроде как реализовывали сценарный план, у нас разворачивались следующие вопросы. Вот эта вот одержимость появлялась. Мы шли туда, их разворачивали. И вот эта вот огромная гигантская ткань, она много лет плетется уже. Но вот мы поняли, где ее завершение. И поэтому мы говорим про точку, где соединяются ум и безумие, где соединяется эта одержимость, когда, знаете, как работая над сценарием, проживаешь очень глубоко, детально жизнь своего персонажа. И вот у меня было такое, я вот сейчас делюсь личной историей чуть-чуть, что когда у наших друзей дома у меня был момент такой, что я прям вот, вот я этот персонаж, я живу, я прям сейчас со мной это происходит, Лу меня берет за руку, ведет в туалет, потому что я нахожусь там, и я не хочу оттуда выходить. Я понимаю, что вот оно, я должен это увидеть. Я настроен на эту радиоволну происходящего с моим персонажем. И я не хочу оттуда выходить, она ведет в туалет, я иду в этот туалет, и у меня с моим героем происходит вплоть до такого, что там его даже тошнит в фильме, а меня выворачивает в реальности. Извините, что я делюсь такими подробностями, такое тоже бывает. Про безумие же. Да, и потом берешь и записываешь, это потом отпускает. Отпускает. То есть даже такое. И вот мы прекрасно знаем, когда такое состояние, что идет какой-то невероятный поток, и ты пока не испишешь вот это, не выплеснешь, не разрешаешь просто себе даже подумать о том, что даже нет возможности туда заглянуть, чтобы остановиться, потому что надо просто это сделать, чтобы не болеть, чтобы просто выгрузить из себя это. А потом понимаешь, что подключаешь уже навыки сценарные, там, драматургические, начинаешь простаивать, где, где. И вот бывает такое, что застряло. Застряло, потому что история почему-то не разворачивается. И вот много лет ушло, наверное, на то, как вот дальше, когда вот эта вот муза отключилась, куда-то улетела, на что-то переключилось бытовое, потому что ведь надо же еще, как бы, в этом мире зарабатывать деньги для того, чтобы там дальше действовать. И вот мы, мне кажется, недавно нашли для себя, по крайней мере, ответы, которые работают. Этот марафон «Заверши», про который Луу мне сказал попозже, передает слово «Сейчас можно рассказать, как это было?» Было, представляете, так, что мы, живя в Азии, мы последние годы живем много в Азии, там, часть года в России, живя в Азии, в Иннаболе. Там очень подходящие фактуры для того, чтобы снимать курсы, там, для йоги. С двумя образованиями йога мы в какой-то момент уже разродились, решили, что мы сейчас создадим видеокурс про настройки на состояние, чтобы из каких состояний входить в практику, в какие дни, как, в какое время дня и так далее. И мы затеяли большой, там, этот грандиозный кинопроцесс. Понимаете, когда киношники снимают видеокурсы, это очень красивые и очень замороченные видеокурсы получаются. И история такая, что мы эту всю историю, мы сняли, мы потом долго монтировали, потом начался у нас, естественно, период уже постпродакшн звука, и там у нас, наш гениальный звукорежиссер, начал отдельную магию создавать. И вся эта история, она долго тянулась, долго тянулась. И я увидел, что вот этот паттерн незавершения начатых дел, которые Лу хорошо знаком, нам обоим хорошо знаком. Но Лу просто, поскольку она муза, она очень легко переключается на новое вдохновение и начинает из него вдохновлять всех вокруг. И это ей опять дает это питание, она вот как, знаешь, как аромат, который с цветка на цветок переносится. И я в какой-то момент помню, что поскольку мы вложили в это и силы, и средства, деньги, и время, это долго все происходило. Однажды дома, находясь, я вот помню, что мне нужно было отойти в машину, что-то достать, из машины принести. Я вот на пороге выхода вдруг, мы сильно начали ссориться. Был такой момент, что мы, Лу у меня говорит, слушай, у нас там есть партнер Боря, мы с Борей сейчас должны, сейчас запускаем там новый интересный проект. И я в этот момент просто вышел из себя. То есть я прямо вот, в общем, моя какая-то субличность, она в такое гневное превратилась, какое-то божество, или я не знаю, в кого это превратилось, потому что я говорю, какое новое, давай, вот у нас там закрутилось, я без подробностей. Хоть и Коса сказал, что у него тоже он не завершает дела, но этот человек, который с железной волей, если он сказал, то он сделает, поэтому для него очень так... Ну вопрос времени, да, еще когда, но сделаем. Да, но поэтому для него, это как вот прям, знаете, по самому больному месту, если дела не завершаются. Смотрите, вы, вот в тот момент, когда мы слушаем, я в него вцепился, давай, доделаем вначале курс по йоге, нам остается, блин, без двух минут, все готово, потому что это очень, знаете, бывает в самом конце, на финальной стадии, вдруг отключается, куда-то перелетает внимание, и у нас вот возникла дикая вспышка, у нас вообще-то очень гармоничные отношения, и лютых вспышек бывает не так много, за наш там десятилетний опыт, не такой уж и долгий, но... И в этот момент это возникло грандиозный, грандиозный пожар, я помню, я выбежал из дома, хлопнул дверью в таком дневном состоянии, сажусь в лифт, и уже спускаясь внизу, вдруг в лифте, я там ругаюсь сам с собой, с ней, на самом деле, в своем этом, где-то вот мире, выхожу, подхожу к машине, открываю ее, что-то там беру, и вдруг... Знаете, когда Том и Джерри, такой мультик, когда Том вдруг в какой-то момент, помните, видит себя, начинает видеть себя ослом, такой, когда его Джерри там проводит вокруг пальца, он такой, вот эта вот тема со мной, опа, я вдруг осознаю, что у Лу такая природа, она муза, но мы это знаем из всех всяких и human design, и астрологии, все вокруг знают прекрасно, что Лу муза, ее задача вдохновлять, а не с железной хваткой выгрызать до конца, но я вдруг осознаю, что ей пришел момент, куда-то переключиться и что-то создать, и она сейчас вдохновлена темой создания марафона по чувственности, потому что она с женщинами много работает очень, и в этот момент я вдруг понимаю, что вау, классная тема, пока я подхожу к подъезду, поднимаюсь, у меня созревает уже такой план, что предложить Лу прямо сейчас, ее вдохновить на то, что давай-ка мы создадим марафон, и раз уж ты очень хочешь, мода на марафоны пошла, чтобы люди каждый день доводили свои начатые дела до конца, для того, чтобы она сама прямо сейчас этот курс по йоге довела до конца со звукорежиссером, и другие заодно хвосты подтянула, потому что, когда коллективная энергия работает, все начинают друг с другом делиться, и представляете, что происходит, я прихожу, Лу открывает такая грустная, заплаканная дверь, я вхожу на таком, Лу, ты не представляешь, она на меня так смотрит, каким-то, что произошло, прошло вроде три минуты или четыре, я говорю, ты просто не представляешь, мне такая пришла мысль, только что, Лу, послушай, пожалуйста, давай прямо сейчас, тебе надо что-то создать, создай марафон, марафон заверши, и я начинаю ей рассказывать, и я смотрю, у нее вот эта, магия в глазах появляется, такая, она говорит, да, это круто, и представляете, что происходит, она сразу берет ручку, я беру ручку, мы несколько листов, прямо попунктно прописываем, структура, какие еще темы, она должна подтягиваться, и запускаем, и в тот же день, в тот же день, по-моему, на следующий день, когда Лу об этом говорит, откликается сразу 170 человек, которые говорят, да, мы с тобой пойдем, пошли вместе в марафон, очень многие наши друзья, мастера, которые ведут, что-то проходили этот марафон, многие говорили, что это было грандиозное, мистерия жизни, для них пройти эту лютую штуковину, оказывается, когда начинаешь на всех уровнях находить свои вот эти висяки, а это же все черные дыры, которые забирают, вот я, например, преподаю по утрам цигун, у меня такая есть история, здесь вот в Таиланде, живые, делаю занятия, я прекрасно знаю, я прекрасно знаю, что наше искусство управления энергией, это все работает, но я прекрасно знаю, что вот эти залежи бесконечной энергии, они на самом деле лежат за дверями наших страхов и убеждений, что высасывают вот эти вот виски, они забирают эту жизнь, вот мы хотели сегодня поднять вот эту тему, потому что считаем это по-настоящему практическими инструментами про завершение начатого, и хочется сказать, что на сегодняшний день вот этот марафон Лу прошло несколько тысяч человек, он про удивительные вещи, знакомые всем, каждому ведь из нас, мы, помните, я еще, вот мне сейчас важно тоже завершить начатый, вот этот цикл замкнуть, я говорю, да, петлю как бы соединить, я вот помню, помните, я сказал, что у нас есть один друг, к которому я пришел, и мы с ним общались, и он говорит, ну как это все, как это все завершить, я просто, говорит, такое количество висеков, и он рассказывает про вот такую боль и тяжесть, потом вдруг раз, и как гениальный стори-тейлер, он такой переключается и смотрит, и говорит, я поделился со своей подругой, которая художница питерская, и она мне сказала, я, говорит, знаю, как завершать, у меня такого нету, у меня вообще нет никаких висеков, вот вопрос такой, это от ума идет, это в этот момент, эта одержимость куда-нибудь спадает, когда мы начинаем думать, окей, как зациклить, это все привести в какую-то форму, или нет, мы в этом момент, придаем ли мы это творчество, как некую вот одержимость, или нет, оказывается, что есть методы, и оказывается, что мы хотели поделиться очень простым инструментом, нашей вот этой знакомой, общей питерской художнице, когда она училась в художественной школе, их мастер, когда они рисовали вот эти вот все скулы, геометрию лица делали, вот эта сложная наука, выверять лук как-то, это очень просто делали, кстати, вот, многие люди в этот момент очень сильно бесятся, в комнату вот эти вот бумажки, выкидывают помойку, и такие, типа, все, я не хочу этим заниматься, ааа, так вот, представляете, педагог, старенький дедушка подходил тогда к этим ребяткам, и говорю, нет, 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 он лез в помойку, доставал, расправлял вот эти начатые эскизы, приносил, и говорю, нет, я тебя, говорит, не проведу дальше, не пойдешь, пока не закончишь, давай-ка завершай. И на ошибках на своих вот этих, пожалуйста, учись. Да, и завершить надо обязательно, доделать до конца, это и есть путь, это и есть путь, который помогает эту рваную рану залатывать, и не образовывать новые. Так, и знаете, самое интересное, что то, что наша подруга сказала, что она для себя изобрела такой метод, она его назвала время драйва, то есть, она себе ставит время на свою одержимость, она гениальные картины пишет, с нами поделились, очень красивые картины, попались, она красивая, смысловая, удивительная, ну, вот работа. Наша подруга тоже делает, она такая многоуровная. Она соединяет реальность тоже в одной картине. Да, наша подруга, она, я не побоюсь этого слова, поскольку тут все так любят тему юнгенской психологии, вспоминает Джозефа Кэмпбелла и путешествия тысячелики. Я хочу сказать, что она такой, как Джозеф Кэмпелл, респект нашей подруге, она просто очень много мифов вкладывает в это многоуровневые работы. Вот она говорит, что я себе ставлю время драйва, пока меня драйвит, я себе ставлю, окей, пусть меня драйвит 20 дней, например, этой темой. Если я не успею в этот срок уложиться, я просто беру эту штуку и выгружаюсь из своего мира и больше я к ней не возвращаюсь никогда. И эта штука, она с одной стороны, может быть, она где-то подсекает, что это такое за одержимость, когда ты себе в железные рамки вставляешь. Но с другой стороны, видя, как работает эта магия картины, причем не внешнего слоя, знаете, когда подходишь к работе, она вроде как красивая, но какая-то пустая, нету магии. А когда именно она забирает свой мир и с тобой разговаривает, общается, и у вас вот этот обмен, энергообмен происходит, вы живете вместе, у нее такие работы. Как пустяльбута зовут? Серафима. А, фамилия? Сажина. А, Сажина. Теперь Сажина, да. Да. Серафима Сажина. Если вам будет интересно, это удивительная художница, она одна из героинь нашего уже нового цикла «В пути сердца», «Путь творца», про творческих людей, которые дают, делятся практическими навыками и советами. Так вот, эта история, мы активно делимся, хотя это ее наработка, потому что мы уже на камеру этим поделились. Она нам дала добро. Да. Это время драйва. Друзья, она ставит себе время, если она не выкладывается туда, она просто это сбрасывает. И нужно уметь выгрузить, выгрузить, как, знаете, катаны, до конца просто отрубить, как бы все. Я больше не уделяю этому вниманию. А остальное, вот это наведение порядка и структурирования, она, конечно, взращивает. У нас, например, есть в мире кино такая история, что если над тобой стоит продюсер, это не твой близкий друг или там не ты сам, а человек, который должен его сдать вовремя, вовремя, если это не просто творческий проект. Вот эта история, это большая дисциплина. Вот здесь как раз и вопросы. Творчество или ремесло? Ремесло или творчество? Ну, на самом деле, это... Мы что-то захотели столько всего рассказать вам и про вот это, и про это, и про это. А я хочу еще сказать про, извините, пожалуйста, про оборотничество. У нас есть такая еще история... Как это связано с книгой жизни? С книгой жизни напрямую связано. Потому что оборотничество, знаете, мы в какой-то момент поняли, что вот можно творчеством, вот этим удивительным актом, вот падение в эти состояния, можно оборачивать любую, из боли вытаскивать ресурс в создание чего-то уникального, прекрасного. Вот мы для себя поняли, что у нас очень много историй, когда заваривается какая-то конфликтная ситуация. Ну вот эта ситуация, про которую Кост говорил, заверши. Заверши, да. Создание марафона, это стопроцентное оборотничество было, потому что... Оборачивать. Да, из такой очень заряженной, ядерной ситуации конфликта мы взяли самый вот этот вот снаряд и направили его... Обернули в другую сторону. ...создать. В акт творения. И получилась арт-терапия. Она у нас прямо получилась, и это нам дала тогда в какой-то момент... Зернышко посадило, что, возможно, из каждой ситуации можно что-то всегда найти такое, где можно создать что-то. Где можно вот это впасть в состояние творца и что-то проявляется. И на самом деле, сейчас, чем мы глубже идем в эту тему, тем мы больше понимаем, что это выбор. Это про управление состояниями. И это уже про то, что я знаю, что ум меня хочет забрать обратно. Я сейчас скажу, этот момент передам. про то, что мы же вот для творцов 21 века, для людей, которые уже смотрят фестивали одноминутных фильмов, для тех людей, которые уже не просто в виртуальных реальностях, а уже дополненная реальность, как уже какой-то, знаете, как элемент прошлого становится. И там, где уже квантовые компьютеры появляются. Я понимаю, что время пришло, наверное, стать творцами своих состояний, поговорить про управление. И вот мы поняли для нас, что это мощнейший инструмент. Мы научились в какой-то момент почти все оборачивать. Ну, я понимаю, что когда в пространство закидываешь какие-то такие вот громкие вещи, оно начинает испытывать, провоцировать. Но мы, по крайней мере, вот честно к этому идем, наверное. Что вот из всего можно создавать творение, и тогда эта история, это просто как бы вот, могли бы друг друга ведь убить, а она могла мне сковородкой замочить, да? А я мог уехать куда-то, а в итоге создали что-то. Ну, вот у нас остается буквально 8 минут, и мне очень важно сказать про еще один пункт ответственность творцов, потому что без этой темы наш разговор будет, мне кажется, вообще просто вот так, как пшит, потому что мы столько всего наговорили, но на самом деле самая суть-то это про то, что каждый тот, кто что-то творит, должен осознавать ответственность за свои творения, потому что можно вот, как знаете, сейчас такое популярное направление, арт-терапия, люди исцеляют свои какие-то психические травмы тем, что выражают их на холстах, например, какими-то произведениями искусства, и потом вешают это в музей современного искусства. А люди приходят, смотрят, и они считывают тот психологический заряд, который творец выложил на эту картину. И, конечно, тут есть обратная сторона, возможно, многие со мной не согласятся сейчас, то, что это может как-то навредить зрителю, потому что, возможно, вы думаете о том, что это не затронет зрителя, если в нем это сейчас не существует. Я с этим тоже согласна. Но это все равно не снижает ответственности за свои творения. Согласитесь, что есть такие фильмы, которые, ну, мне кажется, что вообще показывать нельзя. Ну, вообще, хотим сказать, что, знаете, мы однажды в Амстердаме бродили по музею современного искусства с командой, выступали на какой-то площади в Амстердамской, театрально у нас был там перформанс, и пошли, и там были, знаете, картины, и много было работ ван Бога, которые были, например, мне незнакомы. Я около одной какой-то неприметной для меня работы, влип, там был такой маленький домик со светящимся окошечком, такая деревенская какая-то история, поломанный домик, темно вокруг. Я стоял, почему-то смотрел, у меня как-то манила очень сильно, я вдруг оказываюсь внутри этого домика и понимаю, что я чувствую запах этого убранства, там вижу, я вижу, что там, как там примерно расставлены какие-то предметы, там, что на столе лежит, ощущаю состояние этого пространства, и, представляете, я там влип, за мной кто-то приходит, кто-то меня вытягивает и говорит мне, что пошли дальше, потому что там еще много всего интересного, у нас мало времени выступления впереди. Я прохожу несколько картин и вдруг я оказываюсь около еще одной картины, которая меня тоже завораживает. И потом я читаю, что это то, что за этим окном, в этом домике, то есть внутреннее убранство, и там я понимаю, что я оказался прямо в этом состоянии, это почти то же самое, что я видел, стоя перед картиной, про то, когда картина начинает говорить. Ну и все мы также знаем это явление, когда идешь по Третьяковке, в какой-то момент выключил, силы нету. Да, когда, как будто бы прошелся и потом обессиленный, хоть вот валяйся, там, не знаю, медитируй, в шавасане лежи потом, ну, как восстановить? Это вся история про ответственность творцов, про то, что на самом деле, если ты наделен вот это, создавать этих тварей, творить, создавать свои эти произведения, необходимо, наверное, по-хорошему, с большой буквы, подумать про творчество, задуматься, а что ты туда вкладываешь на каких-то тонких уровнях. Какой твой месседж внутренний? Какая вообще твоя мотивация? Потому что, если ты это просто сливаешь, тогда вот я сейчас вспоминаю, вспоминаю с большим уважением моих мастеров, в которых я учился кино снимать. В какой-то момент у нас был такой показательный урок, один парень принес уже достаточно зрелую, дипломную, по-моему, или около дипломную работу, где кино было совершенно, знаете, оно круто сделанное, уже мощно сделанное, но совершенно жуткое. Там какие-то невероятные порталы были в какие-то жесткие миры очень. И оно, знаете, какое-то вот, оно сажает семечко безнадежное, уныние какое-то вот. И не все могут выйти, не все умеют управлять своим состоянием, не все могут отмыться, там смыть. И я помню, что мастера тогда сказали, что, ребят, мы вам даем, вот это драматургия, это наука, вот то, что вы умеете строить кино, мы вам даем инструмент, но не для всех мы откроем эти двери потом. Потому что вы можете этому научиться, но вы должны осознавать, что то творение, которое вы создаете, предъявляете миру, что вы ответственны, вы несете ответственность за свои творения. И вот это тот вопрос, который мы стараемся всегда тоже поднимать, ответственность творцов. Давайте, чтобы подвести итог нашей, нашу встречу. Да, то, что мы, в тот момент, когда начинаешь общаться с человеком, когда человек говорит уверенно, что я не творческий человек, я, это там вы из мира, каких-то богемных там жителей, мы абсолютно уверены, что каждый человек по своей природе творец. Мы абсолютно уверены, что состояние творчества, когда человек глубоко туда погружается, это может стать прибежищем. Потому что мы много раз видели, даже вот в нашей работе с людьми, когда человек делает первый шаг, даже работая в своем офисе, например, где он чувствует, что он уже перегорел, что он не на своем месте, что он там жизнь свою выпускает. Когда он начинает вдохновляться, идет куда-то, начинает исследовать картины, как писать, разные техники, читать про искусство, он получает прибежище там, то есть он начинает просто чем-то жить. И когда он чувствует этот вкус творения, он начинает постепенно оживать, 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 глаза начинают воодушевленно, гореть, блистать, и тогда начинаешь соприкасаться с выходом на новый уровень игры, левел 2. И левел 2 – это попробуй себя уже по-настоящему шкуре творца. Я понимаю, что мы идем тоже, мы как бы ученики этой жизни, мы вообще не претендуем на то, что мы что-то здесь уже поняли, но тем не менее, вот те наработки, которые мы сегодня хотели поделиться, это про то, что это все, это тот самый путь творца. Это тот самый, мы еще, нужно сказать, что мы же все еще мультипотенциальные. Да, я именно это и хотела сказать. Пожелай, говори. Я уже меня распирает. Просто дело в том, что многие люди думают, что они созданы только для того, чтобы писать или рисовать, или еще что-то. Кост говорит, я художник, я из семьи художника и так далее, но я не художник, представляете, я это осознала, и когда я это осознала, мне так легко стало, и я такая, фух, ой, извини, заролокос. Но видели бы вы ее работы, видели бы, чтобы она карандашом просто создала, какими руками. Ну, вот понимаете, вот это клеймо художник, оно меня, да, как приколотили ко мне, и я такая понимала, что ну я не хочу рисовать, можно что-нибудь другое буду делать? Нет, ты художник. И когда я поняла, что я могу вот так содрать эту вывеску художник себя и начать просто танцевать, петь, вести тренинги, создавать курсы, делать все, что я хочу, но делать это через творческое, через какой-то вот, просто, ну, проявляться, просто проявляться, потому что любое проявление, это и есть творчество. Володя, я вижу строгий взгляд Володи. Нет, почему, очень добрый даже. Одна минута. Мы завершаем уже все. Мой месседж вам сейчас, самый главный, про то, что мы мультипотенциальные, нам не нужно себя ограничивать, но если вы чувствуете, что ваше дело жизни, это одно с рождения до конца веков, то делайте его качественно, идите по этому пути, но если вы понимаете, что вы не знаете, что выбрать, пробуйте, творите во всех своих проявлениях, мы безграничные сущности. И вот, возможно, это и есть как раз та самая книга жизни, мы про это, Володь, так и пафосно всю эту историю назвали, думали, блин, ну зачем так пафосно, потом хотели сказать, что это набор новелл, потому что сейчас мы очень заряжены темой предназначения, темой творчества, а может потом вообще все изменится, но сейчас прямо, сейчас, это и есть сей части, если я в этот момент, в моменте нахожусь, и меня это сейчас прет, значит, на своем месте, вот этот внутренний компас мне указывает, что вот туда, это и есть для нас про предназначение, про тотальную правдивость перед самими собой, вот, спасибо, друзья, мы надеемся, что это было полезно, как-то интересно, мы чуть-чуть тут это поиграли, да немножко, Володь, спасибо тебе, для нас большая честь, честно говоря, среди этих титанов находиться и вместе с вами исследовать эти темы безумия творчества, грани красоты. Светите своим светом, идите по пути своего сердца. Спасибо вам громадное, спасибо Костя, спасибо Лу, для нас громадная честь, что вы поделились с нами своим драгоценным опытом о том, что жизнь – это творчество, творчество – это жизнь и вообще все без границ, прямо сейчас, в данный момент. Удачи вам, творчества, и новых потрясающих открытий, вдохновений, доброго пути. Ну, а тему вдохновения сейчас продолжит Герман Карельский, именитый трансперсонолог, член нашего президиума, сооснователя ассоциации, ветеран всех-всех-всех практик, связанных с дыханием. У него есть свой трансперсональный кинематограф, и Герман новатор во многом, и, конечно же, никто, как он, не знает вот эти тонкости, психотехник, дыхание. Да, кстати, Герман также член нашей команды, которую на территории России будет проводить вместе с Александром Жвакиным и Марсом Сары, ну, и Кристиной Майковой, которая будет проводить программу трансперсонального наследия, вернее, тренинга наследия Грофа, обучающего не только холотропного дыхания, но и всем главным открытием Грофа. Итак, счастливо, Костя, счастливо, Лу. А что мы еще с вами побудем? Гера, привет, радостно тебе передавать. Привет, Пангана. Привет из Москвы. Так, ну что, насколько меня хорошо слышно? Не вижу... Нормах. Ваше такое классное повествование. Вот, ну что ж, и теперь, собственно, мой черед. И хотел бы я с вами сегодня поговорить о том, как дыхание становится во многом стимулом или прологом творчества. и о том, что есть у, скажем так, сегодняшнего моего выступления некий такой практический выхлоп. Он будет связан с тем, что те люди, которые приходят на дыхательные процессы, в частности, на холотропное дыхание, эти люди имеют возможность, послушав то, что я сегодня расскажу, просто посмотреть, как можно оптимизировать свою дыхательную сессию. Ну, давайте начну издалека. Как мы дышим, так мы живем. Вдох — это принятие энергии от мира, выдох — это отдавание. Пауза между вдохом и выдохом — это пауза... ... так, что мы даже не осознаем собственное дыхание. То есть мы не в контакте с этим телесным процессом дыхания. С одной стороны, дыхание может быть произвольным, с другой стороны, может быть непроизвольным. С одной стороны, может быть осознанным, с другой стороны, может быть неосознанным. Но, тем не менее, наше дыхание, оно так или иначе является действительно инструментом энергообмена с миром. И насколько мы в контакте с дыханием, настолько мы, наверное, в контакте вообще с потоком жизни. А я сейчас хочу вспомнить такой типичный сюжет, он связан с появлением новых людей на тренингах по холотропному дыханию или другим дыхательным технологиям. Приходят новички, и они задаются вопросом, а как вообще правильно дышать в рамках тех или иных технологий, или как правильно дышать в рамках обычной жизни. И здесь я хочу сделать акцент на том, что если мы речь ведем о дыхательных психотехниках, то у нас есть две основные ветви этих техник. Одна ветвь называется техники осознанного связанного дыхания, другая ветвь – это техники аутентичного дыхания. Что такое техники осознанного связанного дыхания? Исторически так сложилось, что к осознанному связанному дыханию относятся изначально ребьюфинг, разработчиком которого был бакалавр искусств Леонард Ор. Дальше модификация ребьюфинга, сделанная Джимом Леонардом и Филом Лаутом, которая получила название «Вайвейшн». И целое огромное технологическое пространство дыхательных техник, которое было создано благодаря, наверное, энтузиазму Сергея Всехсвятского – это свободное дыхание. Это все, что у нас относится к основным техникам осознанного связанного дыхания. Что значит осознанное? Осознанное – это когда мы своим вниманием включены в акт дыхания, когда мы присутствуем в тех процессах, которые разворачиваются во время дыхательной сессии в нашем внутреннем пространстве. То есть ощущения в теле – это чувства, это эмоции, иногда, может быть, мысли. То есть осознанность – это тотальное включение в настоящий момент времени, когда мы пребываем именно в контакте с ощущениями, чувствами и эмоциями. Что такое связанное? Связанность у нас как раз про то, что мы исключаем паузу между вдохом и выдохом. То есть осознанность дает нам возможность обеспечивать ту самую цикличность или связанность. Здесь мы можем много полемизировать на ту тему, какие техники лучше – техники аутентичного дыхания или техники осознанного связанного дыхания. Но сейчас пару слов еще хочу сказать о техниках аутентичного дыхания. Прежде всего, это холотропное дыхание. Вот сейчас сам термин холотропное – холо. Целое тропное движение к чему-либо. То есть холотропное переводится на русский язык по смыслу, что дыхание направлено на достижение внутренней целостности. Что подразумевается под целостностью? Ну, собственно, реализация механизма интеграции. Когда под термином интеграции мы понимаем объединение конфликтующих частей внутри психической реальности в некую новую систему с меньшими напряжениями и большими высвободившимися ресурсами. И как раз именно холотропность, то есть запуск реализации механизма интеграции, возможно тогда, когда есть аутентичность. Мне очень нравится фраза, которую я позаимствовал много-много лет назад у Володи Майкова, что аутентичность – это, говоря русским языком на уровне табуретки, это как Бог на душу положит. То есть получается так, что если мы дышим именно как Бог на душу положит, естественно, то тогда более эффективно проходит процесс интеграции. Со мной могут поспорить ребёферы. Но сразу хочу сказать, что меню, технологическое меню, оно богато. Есть ребёфинг, файвейш, техники свободного дыхания, есть холотропное дыхание, как одна из базовых, не одна из, а базовая, на мой взгляд, осмелюсь это сказать, техника аутентичного дыхания. Потому что, когда мы эту тему начинаем дальше раскрывать, то на базе холотропного дыхания создана практика ДМД, это дыхание музыкодвижения, собственно, созданное Владимир Васильевичем Козловым, глубоко любимым, уважаемым профессором. Это могут быть какие-либо другие техники, дай Бог памяти. Насколько я помню, в 96-м году в Институте Сербского даже была сделана методичка по трансперсональной терапии. Это про адаптацию холотропного дыхания для клинического использования. Есть приверженцы осознанного связанного дыхания, есть приверженцы аутентичного дыхания. Я, конечно, за аутентичное дыхание, но понимаю ценность техник осознанного связанного дыхания. Опять же, мы сейчас по этому поводу можем долго полемизировать, потому что есть масса за и против. Я считаю, что холотропное дыхание, как основная аутентичная практика, она наименее манипулятивна, наименее, как сказать-то лучше, она не создает внутренних напряжений дополнительных. То есть, буквально, мы дышим, и акт нашего дыхания порождает некий поток симптомов. Симптомы – это что такое? Это, собственно, механизм данной нам природы, разряжающий внутренний конфликтный потенциал. То есть, этот эмоциональный, деструктивный энергетический заряд, он как раз и разряжается через симптомы. И наше дыхание порождает спонтанно возникающий ряд симптомов. А тот ряд симптомов, которые мы переживаем, предлагает нам в каждый момент времени менять форму дыхания. То есть, симптоматика или переживание в широком смысле – это то, что создает нам нечто, создает нам возможность просто менять дыхание. То есть, мы меняем дыхание, исходя из, естественно, динамики симптомов. Какие бывают симптомы? Симптомы бывают телесные, блоки, зажимы в теле. Симптомы могут быть чувственными или эмоциональными. Симптомы могут быть связаны с искажением восприятия по всем каналам. И симптомы могут быть связаны с изменением мыслительного процесса. Как вариант, когда одновременно идет несколько мыслительных пластов. Они вроде бы как независимы друг от друга, но тем не менее они как бы соединяются в одну общую канулу. Все это симптоматика. И я хочу вспомнить слова, дай бог памяти Карла Гуслова-Юнга, что симптом в себе содержит тенденцию к исцелению. И применительно к дыхательным техникам, применительно вообще к дыханию как таковому, мы действительно можем регулировать поток симптомов, изменяя частоту и глубину дыхания, изменяя режим дыхания. Когда там не только мы меняем частоту и глубину, когда мы можем делать паузы, когда мы можем сопровождать дыхание подстегивающими телесными движениями, или наоборот расслабляемся и не двигаемся. То есть то, как мы дышим, то, как мы эмоционально и телесно отреагируем, то, как мы в контакте с происходящим, вот это все, по сути, становится неким творческим актом. Творчество – это создание чего-то нового, но, по сути, не имея ничего, кроме себя. То есть мы имеем некий внутренний процесс, мы имеем свои какие-то переживания, и все, что мы можем делать, это меняя дыхание, меняя различную форму работы с телом, обеспечить разную динамику. По сути, что получается? Мы же постоянно испытываем какие-то переживания, и у нас всегда наши переживания связаны с изменением дыхания. Но я уже говорил несколько минут назад, что мы дыхание не осознаем, мы не в контакте с этим телесным процессом, называемым дыханием. Мы радуемся, у нас одна форма дыхания, мы боимся, у нас другая форма дыхания, мы удивляемся, то есть вообще может, что у нас забудыхание спереть, ой, что это такое, у нас даже пауза возникает. То есть всякий раз у нас эмоциональное состояние будет связано с изменением формы дыхания. Также, меняя форму дыхания, мы получаем различные эмоциональные состояния, да и физические состояния. Поэтому, когда вы приходите на тот или иной тренинг, ну, в частности, на тренинг по холотопробному дыханию, вы можете в начале процесса поэкспериментировать, поэкспериментировать в том русле, чтобы найти некую корреляцию, то, как вы дышите, как вы позиционируете тело, как вы эмоционально проявляетесь. Вот все это в совокупности, как это поддерживает ваш процесс, как это амплифицирует, если вам это необходимо, амплификация – это усиление до максимума, как это амплифицирует ваши симптомы. Вы дыханием можете соскочить с процесса, вы дыханием можете углубить процесс, и здесь есть смысл, наверное, поговорить немножко о статистике, то есть, какая форма дыхания, каким образом влияет на то, что с вами происходит. Так вот, если акцент сделан на глубокое дыхание, то есть, медленно и глубокое, показываю. Сейчас я уже подышал, у меня уже немножечко появляется свист в ушах, немножечко затуманивается сознание, немножко вот такая легкая сонливость, начинаются какие-то странные вибрации по телу, вроде бы подышал немного, но я подышал расслабленно и глубоко. И я уже начинаю ощущать первые признаки дыхательного транса. Есть другой вариант. Я могу подышать с акцентом на скорость. Люди понимают, что при такой форме дыхания больше напряжений. Вот просто мышечная активность выше, то есть больше напряжений. Здесь важно то, какое количество воздуха проходит через ваши легкие. То есть, так или иначе, мы работаем с дыхательными техниками. Дыхательные техники все-таки делают акцент на гипервентиляционный транс. Это различные режимы гипервентиляционного транса. Так вот, когда мы дышим глубоко и медленно, то мы более расслаблены. Когда мы дышим быстро, часто, более напряженно, то естественно, что у нас появляется больше мышечное напряжение, эмоциональное напряжение. Когда мы сравниваем эти два типа дыхания, здесь уместно сравнение с телевизором. То есть, сидите вы перед экраном телевизора, у вас есть в руках пульт. И когда вы дышите медленно и глубоко, с большим расслаблением, возможно, даже в комфортной позе, то что получается? Что вы щелкаете на какую-то выбранную программу, и, скорее всего, у вас есть шанс досмотреть ту или иную передачу до конца. То есть, через это дыхание вы можете углубиться в какой-то конкретный, доминирующий в вашем процессе сюжет. А вот если вы делаете акцент на быстрое дыхание, то в силу больших напряжений у вас диапазон восприятия начинает схлопываться. То есть, чем выше уровень совокупных напряжений физических и психологических, тем выше диапазон восприятия. Это то же самое, что вы сидите перед телевизором с пультом и быстренько перещелкиваете на разные каналы. Да, у вас возникнет некое общее впечатление о том, что сейчас идет в эфире, но вы не сможете толком посмотреть ни одну из передач. Еще один вариант. Дыхание может быть не только медленным и глубоким, дыхание может быть быстрым, а также может быть и быстрым, и глубоким. Ругайте. Ну, и такое тоже бывает. Когда бывает такое вдыхание необходимо? Когда вам хочется и углубить процесс, и поработать с мышечными напряжениями. Так или иначе, когда мы дышим, у нас работает множество групп мышц, не только диафрагма. И иногда есть смысл через быстрое или быстрое и глубокое дыхание просто снять напряжение с этих мышц. Да, может быть, вы не углубитесь в какой-то конкретный сюжет, то есть должную психодинамику не получите, но вы можете таким образом догрузить и без того по жизни спазмированные мышцы, где там есть блоки, зажимы и так далее, подобным процессом их еще сильнее нагрузить и через гипернапряжение получить расслабление. К чему я это говорю? К тому, что осмелюсь утверждать, что большинство людей просто так расслабляться не умеют. То есть если дается задание «Расслабься», то человек обнапрягается, чтобы расслабиться, но так толком и не расслабиться. То есть не каждый человек имеет возможность просто взять и расслабиться. Поэтому мне очень нравится идея, причем эта идея заимствована из телесной работы в холотропном дыхании, что для того, чтобы хорошенько расслабиться, есть смысл перегрузиться до такой степени, чтобы энергия вот этого конфликтного заряда, в том числе проявленного на различных мышцах, чтобы она просто истощилась. То есть мы перегружаем себя настолько, чтобы расслабиться посредством истощения. Это будет истинное расслабление. То есть по большому счету любая дыхательная техника нас должна привести к расслаблению. То есть что такое расслабление? Снятие напряжения. Поскольку мы все-таки живы пока еще, у нас психика связана с телом, вообще в психе есть отражение нашего образа тела, то если мы получаем расслабление на уровне тела, мы получаем сразу ответную реакцию на уровне психической реальности. То есть когда тело расслабляется, неважно, сразу расслабляется, если у нас есть такой навык, или через гипернапряжение, когда истощается энергия конфликта. Ну что ж, когда мы по-настоящему расслаблены, потому что нет сил уже больше напрягаться. Любая техника, она приводит к истощению напряжения. Любым способом. И когда напряжение исчезает, то мы оказываемся, скажем так, в некой интересной такой связке из категории, которые я сейчас озвучу. Смотрите, с одной стороны, мы имеем напряжение. Там, где напряжение, неважно, физическое или эмоциональное. Напомню еще раз, если мы снимаем физическое напряжение, соответственно, мы снимаем какой-то проблемный материал на уровне психической реальности. Наоборот, снимая какой-то материал на уровне психической реальности, мы тут же получаем ответную реакцию на уровне тела. И получается так, что в любом случае мы достигаем, неважно, какими техниками, мы достигаем одного и того же результата. Мы расслабляемся. Итак, если есть напряжение психологическое или телесное, то там, где есть напряжение, там всегда есть контроль за происходящим. То есть контролер всегда напрягается. Контролер всегда тревожен. Там, где есть напряжение, где есть контроль, а там всегда есть недоверие происходящему. Я контролирую, я не доверяю, я тревожусь, я напрягаюсь. Там, где есть напряжение, контроль, недоверие, там всегда в той или иной форме присутствует страх. Страхок некая форма неприязни, отторжения чего-либо. Ничего-либо конкретного. То есть там боюсь собак, боюсь, что сосулька на голову упадет, боюсь в машину попасть, боюсь там утопиться и так далее, и так далее. Страх – это совершенно конкретная штука. Кстати о страхах. Страх – категория весьма нужная, потому что страх обеспечивает наше выживание. Страх, если мы в контакте с ним, если мы дружим со страхом, если мы, опять же, отслеживаем, что когда мы боимся, как мы дышим, еще и с дыханием можем обеспечить свою саморегуляцию. Так вот, страх дает нам возможность вовремя сделать паузу, остановиться, перестать делать хоть какие-либо движения. Или наоборот, страх вынуждает нас активно действовать. Поэтому дружите со страхом. Штука полезная. Она обеспечивает выживание. И от этого возможность вовремя останавливаться или активно проявляться. Так вот, там есть напряжение, недоверие, контроль, страхи. Там всегда происходит сужение диапазона восприятия по всем каналам. То есть при сужении диапазона восприятия что мы получаем? Мы получаем фокусировку на объекте раздражения. Собственно, на раздражителя. И не важно, что за раздражитель. Все что угодно. Раздражитель снаружи или внутри. По большому счету даже нет разницы снаружи или внутри. Потому что все, что снаружи, отражено в психической реальности. Поэтому, да, с одной стороны, мы можем говорить о каком-то относительном уровне, что есть я-наблюдатель, и есть нечто наблюдаемое, что есть какие-то триггеры, какие-то раздражители во внешней реальности, которые запускают мои внутренние процессы. А с другой стороны, мы можем сказать с уверенностью, что вообще вся реальность отражена в моем внутреннем пространстве. Все возникает из моей природы ума. Моя природа ума охватывает всю реальность. Из-за исключения чужих природ ума. То есть индивидуальных буддовостей. Вот. И вот еще раз возвращаюсь к этой теме, что если мы чего-то боимся, если мы сильно напрягаемся, диапазон схлопывается, мы схлопываемся до раздражителя. Как только мы схлопнулись до раздражителя, у нас возникает тут туннельное восприятие, мы видим только то, что наиболее ярко нас беспокоит. То есть мы воспринимаем только за тот аттрактор, то есть то, что притягивает наше внимание. И в какой-то момент в этом состоянии мы перестаем быть эффективными. То есть к чему все приходит? К тому, что мы попадаем в позицию жертвы. Жертва – это та фигура, которая находится в условиях, когда что-то извне не дает нам возможности действительно обрести свободу. Во всех смыслах. То есть выхода нет. Безвыходное положение. Нет свободы. Мне очень нравится определение свободы, которое я всячески развиваю, культивирую в последнее время. То, что свобода – это способность и возможность реализовывать свои истинные глубинные потребности. Так вот, если мы на самом деле хотим свободы, то есть мы хотим реализовывать свои истинные глубинные потребности, то, наверное, есть смысл сначала научиться слушать себя, раздвигать диапазон восприятия по всем каналам, вываливаться во всех смыслах из позиции жертвы и попадать в позицию альтернативной жертвы. Это позиция успеха. Теперь вот этот вот смысловой ряд, связанный с напряжением и прочим, хочу проинвертировать. Инверсия – это как бы с точностью наоборот. Напряжение, инверсия, расслабление. Дальше – контроль, созерцание, недоверие, доверие и вера, страх, как форма непринятия, форма отторжения. Инверсия страха. Вот тут две интересных категории. Одна категория – это смелость, то есть альтернатива страха – это смелость. И также вторая категория – это любовь. Почему любовь? У многих не склопывается, причем тут, скажем, любовь, как инверсия страха. Вот причем, что если страх – это форма отторжения, то любовь – это безусловное принятие. Мне очень нравится определение любви – это безусловное принятие с сохранением самоидентификации. То есть я по аналогии с собой принимаю у кого-либо. Опять же, чтобы принимать у кого-либо, но сначала внутри эталонное состояние получить любовь к себе. Вот. И смотрите, с одной стороны мы имеем дело с непринятием, отторжением, с другой стороны – безусловное принятие. То есть принятие без каких-либо условий. Это как вот в холододинамике есть такие две позиции. Одна позиция называется «Будь таким, как я хочу», другая позиция «Будь таким, какой ты есть». Вот позиция «Будь таким, какой ты есть» это как раз про любовь. Что я, безусловно, тебя принимаю. Но принимаю, имея внутреннее талонное состояние любви к себе. Мы не можем привлечь любовь извне, не имея внутри этого талонного состояния. Это будет суррогат любви, это будет, может быть, невротическая любовь или еще что-то, но к любви это не имеет два отношения. Вот. И нужно иметь смелость, безусловно, принимать. Поэтому, с одной стороны, страх, с другой стороны, смелость и, безусловно, принятие с хранением идентификации. Когда я имею смелость, безусловно, принять кого-либо по аналогии с собой, я ничего внутри себя, ничего на уровне своей самоидентификации не теряю. Двигаемся дальше. Там у нас было сужение диапазона восприятия, сужение сусорных барьеров. Инверсия — это расширение диапазона восприятия. И в итоге способность взглянуть на ситуацию со стороны, когда мы не схлопываемся дорого, как бы, фокусировки на раздражителе, а когда мы действительно можем разлепиться с этим раздражителем и понять, что, оказывается, есть я как наблюдатель, условно говоря, в кавычках, есть наблюдаемое, и есть некая система связи. Наблюдатель — наблюдаемое. И есть пространство, где все разворачивается. Но для этого нужно в какой-то момент разлепиться со своим конфликтом, с тем, на чем мы сфокусированы. И действительно есть то, что мы исследуем, есть интерфейс, то есть система связи, есть пространство, где все происходит. Тогда мы с этим уже можем что-то делать. Но опять же, я сейчас говорю на уровне неких условностей. По большому счету все, о чем я говорю, это некий продукт нашего сознания, некий продукт нашего ума. И в этом смысле не совсем корректно говорить о частях внутри психической реальности. Почему говорим о частях? Ну, так просто удобно описывать. Это некие устоявшиеся паттерны, ну, как минимум разговора насчет внутренних процессов. Но по большому счету все, что происходит в нашем сознании, неотделимо от самого сознания. То есть та же крика неотделима от своего источника. Мы никогда не можем найти конкретно что-то в своем сознании и указать на него пальцем. Мне очень нравится эта тибетская метафора, что в нашем потоке сознания нет ничего, на что мы могли бы указать пальцем. Там, собственно, искать можно, найти нельзя. То есть мы никогда не можем найти какой-то конкретный продукт своего сознания, равно как и никогда не можем найти само сознание. То есть сознание есть? Есть. Искать можно? Можно. Найти нельзя. Сейчас, может быть, у кого-то что называется, крыша начнет сдвигаться, потому что какие-то вещи непонятные. Объясню. Кто знаком с теорией систем, есть правило. Невозможно определить систему ресурсами самой системы. Для того, чтобы определить или описать систему, нужно выйти за ее пределы или уравняться с ней. Мы не можем выйти за пределы собственного ума, кого мы ни старались. Мы можем изменять состояние сознания, например, с тем же самым дыханием. Мы можем играть с дыханием, меняя состояние сознания, меняя всю гамму переживаний. Но в любом случае это будет изменение состояния сознания. Это будет изменение динамики симптомов. Но мы никогда не можем выйти за пределы собственного ума. Поэтому мы искать можем, но мы найти не можем. Да, ум есть. Мы же думаем, мы же воспринимаем, даже идут какие-то внутренние процессы. Там много чего происходит. Вообще осознание категории непрерывной, там всегда что-то происходит. И это нельзя остановить. И одна, кстати, из, мне кажется, самых таких больших ловушек или заблуждений, что человек пытается изнасиловать свое естество и заткнуть процесс, который происходит в непрерывном сознании. Даже если у нас вдруг остановился внутренний диалог, заткнулось слово «мешалка», в любом случае у нас будет работа сознания, органов чувств. Мы можем нюхать, видеть, слышать. Иногда мы можем даже не понимать, что мы видим и слышим, но там нет аналитики. То есть есть восприятие, аналитики нет. Но, тем не менее, там всегда что-то происходит. Это нельзя остановить. Мы не можем заставить себя что-то чувствовать специально. То есть вот у меня тут стаканчик с чаем, чай уже остыл. И, блин, я могу протестовать, что, блин, холодный чай. Я хочу, чтобы он был горячим. Но я не могу себя заставить испытывать то, что не соответствует действительности чай холодный. Он не может быть горячим. Но, опять же, если я потратил кучу времени на то, чтобы специально из себя вымучивать какими-то хитрыми психотехниками или практиками, вымучивать из себя некие иллюзии, что-то типа «Мне не холодно, мне жарко, мне не жарко, мне не холодно». Думаю, что, да, может быть, навык-то полезный. Но вряд ли. Не надо отрицать то, что происходит. Не надо сбегать с переживаний, то есть симптоматики, которая сама разворачивается во всех внутренних процессах. И не важно, эти процессы касаются дыхательных техник или эти процессы касаются обыденной действительности. Невелика разница. Дыхательные техники неотъемлемая часть жизненного потока. То есть мы живем, и в нашей жизни есть такой инструментарий, как дыхательные техники. Но и в обычной жизни мы дышим. Но как-то по-другому. Но тем не менее, мы просто забываем о том, что наше дыхание в обычной жизни просто нам очень часто не отслеживается. Мы не видим разницу, как мы дышим, когда печалимся, радуемся, любим, ненавидим, завидуем, чего-то желаем, удивляемся, пугаемся. И если вы научитесь слушать свое тело и слушать свой процесс дыхания, то вполне вероятно, что вы, найдя вот эту корреляцию состояния и дыхания, можете, изменяя дыхание, менять состояние. Кстати, о дыхании и состоянии. Длительная гипервентиляция погружает нас в измененное состояние сознания, то есть гипервентиляционный транс. Все сводить к гипервентиляции некорректно, потому что кроме гипервентиляции там есть еще масса других факторов. Есть такой фактор, который называется взаимоиндуцированные процессы, то, что Нью-Эджитс называют работой группового поля, где общее пространство поддерживает процесс отдельно взятого человека, а также есть смысл помнить о том, что все общее пространство, общее человеческое пространство, группа, это система. И все, что происходит в этом пространстве, влияет на индивидуальный процесс, а система – это совокупность индивидуальных процессов. Мы в любом случае, говоря о дыхательных техниках, разных способов дыхания, действительно должны учитывать, что есть, собственно, гипервентиляционная компонента, дальше компоненты, связанные с взаимоиндуцированными процессами, дальше телесно-двигательные или релаксационные компоненты, потому что чем расслабленнее тело, тем, еще раз говорю, шире диапазон восприятия по всем каналам. Расслабленное тело более чувственно и чувствительно. И расслабленное тело – это тело, в котором наименее проявлены внутренние конфликты. Потому что чем больше конфликтов, тем, естественно, у нас больше вероятности получить на теле манифестацию. Кстати, о манифестации, вообще про симптомы. Когда у нас соматизация происходит, когда у нас возникают телесные блоки и зажимы, когда психика должным образом не усвоила материал, тогда уже начинает тело сигнализировать, уже начинается разрядка через мышцы и через внутренние органы. Так, вот, немножко отвлекся. И что у нас еще может влиять на дыхательный процесс? Еще раз, гипервентиляция, взаимная индукция, телесная динамика, то есть расслабление или напряжение дополнительное, или, может быть, помощь движения во время дыхания. И также здесь важна аудиовизуальная атмосфера, сама обстановка, в которой мы находимся. И акцент на таких процессах очень часто делается, ну, как флотрофное дыхание и ДМД, на музыку, потому что музыка, она выстроена определенным образом, и задача музыки быть, ну, по сути, и триггером, и таймером процесса, задающим, как бы, общегрупповую индивидуальную динамику. А музыка, она, почему триггер? Потому что она подобрана таким образом, чтобы касаться различных пластов психики, различных уровней переживаний. Мы можем уйти в архаику, мы можем уйти в религиозные переживания, мы можем уйти в свою личную историю, мы можем уйти в перинатальный период, куда угодно можем уйти. Вот, ну, как раз музыка, она задает некую канву. Есть процессы, где музыки нет. Например, Rebuffing Violation изначально без музыки. То есть мы используем псевдотишину. Почему я говорю псевдотишина? Потому что никогда не бывает настоящей тишины. Даже если вы находитесь в депривационной камере, где, собственно, максимально возможная шумоизоляция, вы тогда, через какое-то время, начнете отслеживать, что в вашем сознании что-то свистит, шумит, булькает, и что-то там происходит. И то же самое не бывает в чистом виде темноты. Да, в помещении темно, но в какой-то момент наше сознание начинает продуцировать картинки и всевозможные глюки. Поэтому, если мы находимся в депривационной камере, где тихо и темно, то тогда вот эта тишина и темнота начинают наполняться, как в темных ретритах, наполняться продуктом собственного сознания. В какой-то момент мы можем действительно постичь именно на уровне опыта, на уровне практики ту самую идею, что вот эта реальность, в которой мы находимся, точно такая же иллюзорная, как и то, что происходит в депривационных камерах или в темных ретритах. Это постигается через опыт. Ну, просто вот эта реальность, в которой мы находимся, более устойчивая, более плотная, она не похожа на сновидческую. То есть, если я сейчас поверну голову назад, я на стене увижу картину. Во сне, зная, что за спиной была картина, если я поверну туда голову, скорее всего, там будет не картина, может быть, там будет лес или проход в какое-то другое пространство, и вообще сюжет изменится. Там реальность нестойкая. Но, по сути, речь идет именно о том, что мы находимся в иллюзорном мире и можно стать действительно мастером игры, мастером управления иллюзиями, глюками относительно вот всей экзистенции, в которой мы находимся. На что еще хотел бы обратить внимание. Каждый человек, решая свои внутренние задачи, он сам выбирает для себя некий инструментарий. То есть психотехнологии из всего лишь инструмента, которые заточены на решении определенного рода задачи. Под каждую задачу свои технологии. Многие задаются вопросом, а как мне выбрать, допустим, дыхательную технику? Мне выбрать технику осознанного связанного дыхания или мне выбрать технику аутентичного дыхания? Я думаю, что есть смысл экспериментировать. Когда я на перестройке решал вопросы своего психодуховного кризиса, то первая техника, с которой я столкнулся, которая реально мне помогла, это ребюфинг. Я ничего тогда о дыхательных техниках не знал. Пройдя множество сессий по ребюфингу, мне пришла информация о том, что есть методика, которая разработана доктором медицины, психиатром Саниславом Грофом и, собственно, холотропное дыхание. И мне просто очень захотелось кроме ребюфинга и техник свободного дыхания, кроме техники вайвэйшн еще и изучить холотропное дыхание. Я понял, что это направление наилучшим образом научно документировано, это направление весьма структурно, доходчиво, там все четко прописано, там нет перегруженности метафорическим описанием процессов. Совершенно конкретная психотехника. Делаешь что-то, то-то, то-то, получаешь что-то, то-то, то-то, то-то. Мне очень нравилось, как Станислав Гроф описывал механизмы происходящие во время дыхательных сессий, в связи холотропного дыхания. Доходчиво, красиво, структурно. И в какой-то момент я понял, что да, холотропное дыхание это все-таки мое, там больше свободы, там реально больше свободы. Если в техниках осознанного связанного дыхания мы запираем себя в границе формата, да, полезный навык находить свободу внутри рамок, свободу внутри рамок формата, но хочется больше свободы. По крайней мере, мне. Еще раз, свобода это реализация и способность достигать, реализовывать свои стильные ценности и цели. Холотропное дыхание для меня дает больше свободы, возможностей. Меня никто не заставляет дышать специально связанно, меня никто не заставляет удерживать осознанность. Осознанность может случиться, может не случиться. Связанность может случиться, может не случиться. Я в предварительные настройки перед холотропным дыханием, которые 20 лет назад Я слышал у стенографа, он говорит, начните раскачиваться на волнах дыхания, делая свое дыхание более глубоким, более частым, более интенсивным. И пусть ваше дыхание, которое становится более интенсивным, свяжется в некое подобие цикла. Чем быстрее и глужим мы дышим, тем естественным образом у нас меньше паузы между вдохом и выдохом. И там действительно возникает подобие цикла. Но мы не делаем специально этот цикл. Мы не заставляем себя удерживать осознанность, присутствие в том, что происходит. Мы просто отдаемся на волю внутреннего процесса. И наше дыхание порождает реализацию механизма разрядки симптомов. А наши симптомы в каждый момент времени предлагают нам менять форму дыхания. Когда мы начинаем слушать свое дыхание, слушать этот инструмент энергообмена с миром, мы действительно потихонечку начинаем понимать, что не только в дыхательных процессах мы можем играть или танцевать с дыханием. Мы можем это делать и в обычной жизни. И когда мы знаем эту взаимосвязь или корреляцию между дыханием и симптомами, вынесли это из процессов. Неважно, ребьюфинг, вайвэйшн, свободное дыхание, хлотропное дыхание, ДМД и прочее. Неважно. Важно, что есть некий навык контакта с собой. Навык, который дает нам возможность настолько тонко себя ощущать и переживать свою бытийность, что это становится действительно источником или прологом для творчества, для создания чего-то нового. Потому что наши переживания порождают возможность через некую арт-технику. Арт-техника, ну, как вариант, держать кисточку или фломастер, или перо в руках, или что-то лепить, или что-то вырезать. Неважно, какую технику мы используем. Но мы через арт-технику транслируем некое состояние. И эти состояния подстегиваются различными формами дыхания. Как вариант относительно творческого подхода, не только к творческому акту, когда я что-то создаю. Например, когда выйдя из процесса хлотропного дыхания, я могу создать мандлу. Мандлу — это абстрактная картина реальности, вписанная в круг. Круг — это как бы такой бессознательный символ интеграции. И человек, неважно, умеет рисовать, не умеет рисовать. Он через некую, может быть, даже чутко неосвоенную арт-технику всю жизнь не умел рисовать. Вы сказали, вот кружочки изобрази свое состояние. И он просто берет, прислушивается к доминирующим переживаниям во время дыхательной сессии или сразу после дыхательной сессии, и вот эти доминирующие переживания трансформируют в некое действо. То есть как рука пойдет, так пойдет. Выбираю некий цвет, спонтанно, не думая. Выбираю, делаю, создаю некую форму. Может быть, у меня на базе моих переживаний возникает некая конкретная форма. Но, тем не менее, истинное творчество, оно не связано с тем, что «Ой, я умею рисовать, не умею рисовать, я не знаю, что рисовать». Вот сама позиция «не знаю», это от ума. Здесь нужно прислушиваться к переживанию, переносить переживания вот через арт-технику, в данном случае на бумагу. Но, опять же, должен быть навык контакта с чувствами. И когда мы говорим, что мы не знаем, что рисовать, ну, это что, про плейад, что ли? Я знаю, что я сейчас скопирую чужую картинку. Или я знаю, что сейчас что-то сделаю по инструкции. Там нет свободы, там есть просто копирование. Может быть, это весьма удачное, но это не творчество. Мне нравится идея о том, что творчество и состояние не ума или безумия. Я не вижу клиническое безумие, что творчество сумасшедшее. Да, это тоже творчество. И весьма оно может быть арт-терапевтично. Ну, вот безумие и творчество, эти категории всегда идут рядышком, они всегда идут рука об руку. Когда нет обусловленности сознания, то тогда мы можем действительно транслировать свое естество через творческий акт. И неважно, что это за творческий акт. Рисование, создание перформансов, лепка, изготовление коллажей или творческий акт как дыхание. То есть состояние порождает некую днюю форму дыхания. Так в каждый момент времени. Мне нравится идея, это у нас персональная идея о том, что часть отражает целое. Ну, собственно, это одно из определений. Одно из правил, относящихся к хористической парадигме. Потому что часть отражает целое, что снаружи, то и внутри. Всегда внутренний процесс будет порождать ту или иную форму дыхания, а дыхание будет подстегивать тот или иной внутренний процесс. Мы, осваивая взаимосвязь дыхания и переживания, освоив это, можем вот этот навык распространить на любую грань жизни. И неважно, мы находимся на дыхательном тренинге или мы находимся дома у телевизора, или на кухне, отмывая посуду. Всегда можем смотреть, что с моим дыханием. Насколько я включен в переживания, связанные с дыханием. Это классный навык тренировки осознанности. Еще раз напомню, осознанность – это полная осведомленность. В чем осведомленность? В ощущениях в серии, в чувствах эмоций. Иногда минуя понимание. Или включенность в настоящий момент времени, в то самое вечное здесь и сейчас. Потому что, по большому счету, когда мы говорим про время, как такового времени не существует. Есть вечное здесь и сейчас. Время – это некая характеристика изменения реальности. А реальность постоянно меняется. У нас есть вечное и настоящее. У нас есть прошлое, которого уже нет. Но с прошлым у нас связан опыт, знания какие-то накопленные. Есть будущее, которого еще нет. Прошлое уже нет, будущего еще нет. Относительно будущего у нас постоянное ожидание. Есть область, которой вообще нет. Это нечто, что не имеет отношения к личной истории, времени и пространству. Какие-то галлюцинации. Спим 24 часа в сутки. И есть смысл иногда понять, что мы спим и проснуться в этом сновидении, которое называется жизнь. Действительно, быть в контакте с телом. А еще раз, в 125-й раз в сегодняшний день скажу, что дыхание – это телесный процесс. У нас работает диафрагма, у нас работают такие другие группы мышц. Мы ощущаем, как воздух проходит через рот или через нос. Мы выбираем для себя, как нам лучше дышать. Через нос, через рот или через нос одновременно. Как нам лучше дышать – грудью или животом. То есть мы таким образом исследуем этот формат энергообмена с миром. Смотрим, как этот энергообмен с миром – это метафора энергообмена с миром через дыхание. Как она может быть реализована в любых граних нашего существования. Собственно, вот. Поэтому тестируйте разные дыхательные техники. Выбирайте, что вам ближе. Техники аутентичного дыхания, как это казалось, ближе мне. Там больше степени свободы. Или техники осознанного связанного дыхания. Там свои прелести. Потому что эти техники казалось бы, вроде бы, как помягче. И они тренируют тот самый важный в жизни навык, который называется осознанность или включение. То, что происходит прямо сейчас, здесь, сейчас. Я не могу сказать, что какие-то техники хуже, какие-то лучше. Меню технологическое слишком богато. Вы сами можете всегда для себя решить, попробовав несколько раз ту или иную технику. Насколько она для вас эффективна. Что подразумевается под эффективностью той или иной техники? Эффективность это то, насколько вы реализуете свой запрос. Насколько вы успешно продвигаетесь на своем проблемном поле в сторону реализации запроса. Было вам как-то не так, было вам как-то хреново, и вы решили, что давайте-ка воспользуюсь какой-то технологией для того, чтобы решить поставленную задачу. Если задача решается быстро, эффективно, с малой кровью, с малыми временными затратами, то, скорее всего, может быть, эта техника для вас лучше. Но я считаю, что все-таки есть смысл освоить все. Лично мои предпочтения, это как бы две крайности. Две крайности дыхательных технологий. Самая мягкая, самая социально вписанная техника, которую действительно можно использовать как технику саморегуляции и технику тренировки осознанности. Это вайвейшн, модификация ребюфинга, сделанная Джимом Леннардом. Мне очень приятно, что мне еще при жизни Джима Леннарда удалось у него поучиться с непосредственного основателя этой техники. И другая крайность – это холотропное дыхание. Также посчастливилось учиться у стенографа. Вот эти вот две технологические крайности, они показывают вообще разнообразие динамики внутренних процессов и показывают, действительно, что и той, и другой техникой мы можем решать, в принципе, одни и те же задачи. Но под ситуацию, под настроение. Я обратил внимание, что техника вайвейшн, в принципе, может решать те же самые задачи, что решает холотропное дыхание. Холотропное дыхание может решать те же самые задачи, что техника вайвейшн. Потому что механизмы одни и те же. Мы работаем с дыханием. И когда мне говорят, что лучше, да блин, неважно, каким образом вы входите в трансовое состояние сознания, у вас всегда срабатывает один и тот же механизм. То, что на момент процесса из бессознательного на уровень сознания, минуя интеллектуальное ожидание, поднимается подавленный или вытесанный материал, который разряжается в виде спонтанно возникающего набора симптомов. То есть, когда бессознательный материал попадает на уровень сознания, по сути, мы имеем дело с вторичным проживанием того, что организм на момент сессии считает актуальным. Техника, по идее, не важна. Механизм один и тот же. Мы разряжаем подавленный, вытесанный материал. И всякий раз, как бы мы в транс бы не входили, мы получаем путешествия по местности, которые картографируются примерно одинаково. Мы всегда проходим сенсорный барьер. И за сенсорным барьером мы получаем три области. Контакт с тремя областями областями бессознательного. Собственно, биографическая или связанная с нашей личной историей. Или наталья, связанная с нашей личной историей. Всегда мы оказываемся в контакте именно с этим материалом. Разная глубина, разная интенсивность. Кстати, по поводу термина глубины. Глубинометра нет. Нам сложно как-то это померить. Это чисто субъективная оценка, глубокий или неглубокий. Под глубиной подразумевается степень интенсивности переживаний, которые мы испытываем во время того или иного опыта. Если интенсивность высока, если интенсивность, допустим, граничит с тем, что мы называем, допустим, непереносимыми переживаниями, ну что ж, да, переживания интенсивны, да, глубина большая. Но сразу хочу сказать, что как бы вы не дышали, в каком формате вы не дышали, имейте в виду, что не надо гоняться за этими спецэффектами. Потому что я хочу надышаться, чтобы меня плющило и колбасило, так как описано там в книжках Грофа. Напомню, большинство книг Грофа описывает опыт использования психоактивных веществ. В основном про это. Дыхательные техники, да, могут дать нам возможность взаимосвязь между опытом использования психоактивных веществ и дыхательными техниками. Под занавес я просто хотел бы дать некую сравнительную характеристику дыхания и работы с веществами. Ну, пункт первое. Вещества нелегальны. Дыхание нелегально. Второе. Процесс под веществами практически не управляем. Дыхание. Мы всегда имеем возможность изменить частоту, глубину дыхания, обеспечить себе паузы или отсутствие пауз. Можем всегда изменить телесную динамику, и тогда мы получаем управляемый процесс. Вещества не дают возможности управлять процессом, а дыхание дает. Дальше. Вещества опасны. Неправильная дозировка, неправильный контекст употребления. Все, что угодно может быть, включая смертельный исход. Дыхание, хоть обдышись, невозможно запретить себе дышать и умереть, а также обдышаться и умереть. Любая самая длительная гипервентиляция приводит к тому, что мы хотим или не хотим, вернемся в нормальное состояние сознания. Рано или поздно мы окажемся в том состоянии, которое называется норма. Дальше. Дыхание никогда не даст нам пережить непереносимое или ретравматизирующее состояние. То есть нужно, конечно, очень сильно исказить формат или соскочить с процесса для того, чтобы получить ретравматизацию. Но если формат выполнен правильно, мы ретравматизацию не получим. Мы получим вторичное проживание значимого материала, но материал будет только тот, которому тотально есть готовность организму. А вот вещество не будет тебя спрашивать. Ну что, дорогой? Полетели? Ну полетели. Самолет без стоп-крана. То есть там не отрегулируешь, там не захажешь степень интенсивности переживания, захажешь глубину. Поэтому... Да, еще один важный момент про дыхание. Дыхание, как я говорил, телесный процесс, и дыхание дает нам возможность очень здорово действительно работать с телесными блоками и зажимами. То есть вот даже если вы посмотрите на сам метод флотропного дыхания, там отдельная часть этого метода посвящена фокусированной работе с телом. Работе именно с телесной манифестацией проблемного материала. Поэтому если вам хочется безопасно, эффективно, продуктивно использовать дыхание, используйте все технологическое пространство. И техники осознанного связанного дыхания, и техники аутентичного дыхания. Меню богато. Выбирайте для себя, экспериментируйте. И когда вы приходите на первую сессию, действительно поэкспериментируйте с частотой дыхания, с глубиной дыхания, с положением тела, с тем, какая связь между формой дыхания, интересного отреагирования и тем, что вы переживаете. Может быть, вам действительно есть смысл иногда с самого начала действительно расслабиться, сделать акцент на медленное и глубокое дыхание, для того, чтобы расширить диапазон восприятия. Потому что, по большому счету, что важно, сколько воздуха прошло через ваши легкие. Один и тот же объем вы можете прокачать на быстром, частом напряженном дыхании, или на паре вдохов-выдохов, медленно, глубоко и расслабленно. Экспериментируйте, пробуйте. Иногда действительно важно чередование, потому что ваша динамика внутри может подсказать, что давай-ка поиграем с дыханием. Тут мы делаем паузу, тут мы не делаем паузу, тут мы делаем акцент на глубину, тут мы делаем акцент на скорость. Ну что, у нас остается три минуты для того, чтобы мне с вами попрощаться и отправиться на продолжение моего модуля в Институте коучинга. Спасибо, Володя, за возможность выступить на этой конференции. Спасибо, что предоставил эту площадку. Собственно, спасибо всем, кто слушал. Спасибо за вдохновенный рассказ о вдохновении, о дыхании, о твоей мистерии жизни. Спасибо, Герман. Потрясающие инсайты в редюфинг, новая жизнь, редюфинг, эвайвейшн и вообще простого процесса ежесекундного дыхания. Удачи тебе с твоим семинаром в Институте коучинга. Спасибо, дорогой. Всем счастливо. И наш следующий гид по творчеству – это Владимир Васильевич Козлов, Володя Козлов, тоже легендарный человек, человечище, можно сказать, президент Международной ассоциации психологических наук, автор свыше 30 книг, которые, каждый из них является путеводителем по жизни, по душе, по психике, руководитель школы, где защитилось больше двух сотен диссертантов, кандидатские докторские диссертации, основатель школы интенсивных интегративных психотехнологий, ну и наш просто близкий друг, мой соавтор по нескольким книжкам. Володя расскажет о трансперсональной феноменологии творчества. Он где-то, наверное, на берегу Волги, в Ярославле. Пожалуйста. Да, да, да. Ну, всем добрый день. И, конечно, тема, которая была заявлена, она является темой моей жизни и темой всякой жизни человеческой. Ну, если, конечно, человек имеет сознание. Это тема творчества. И это тема, которая касается трансперсональной сущности творчества. И последние 30 лет я очень много написал по этому поводу. Вот. Ну, на сегодняшний день у меня не 35 книг, 115. Все-таки это слегка побольше. И я написал в том числе и много учебников, и написал несколько книг по психологии творчества. И там доказывается, что суть творчества, она трансперсональна. И, ну, вы, наверное, хорошо помните философский тезис, что сущность человека предшествует существованию. И это так-то тезис о бессмертной душе. Сам тезис очень по-разному интерпретируется. И в философии, и в психологии тоже. И в науке тем более. Почему? Потому что, ну, как бы, некоторые там физиологи, биологи считают, что генетически все предзаложено. Некоторые считают, что историко-культурно все предзаложено. Вот, то есть разворот самого тезиса, он очень-очень разный. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, все-таки сущность человека, она всегда трансперсональна. Я говорю о вечной душе и о вечном сознании. И если вообще говорить о реальности, в которой мы существуем, реальность, ну, даже то, что вы меня слышите и слушаете, даже все, что вас окружает, требует энергии сознания и творческой энергии сознания. И для того, чтобы структурировать саму реальность в зрительном восприятии, при помощи слуха, при помощи обоняния, при помощи тела, при помощи, в конце концов, вот, мышления. И для этого все-таки мы должны все время творить реальность. И известно, что базовая энергия, базовая витальность человека, она все-таки затрачивает на то, чтобы сотворить реальность. И в этом смысле, в этом аспекте изначально то, что мы имеем, интенционально то, что мы имеем, это само творчество реальности, оно является сущностью человеческого сознания и удивительно специфической сущностью. Почему? Потому что вся эволюция, она заключается в том, вот, и эволюционная суть творчества заключается в том, что мы создаем реальность все более и более сложную. Вот, и каждый шаг эволюции – это все более и более сложное структурирование реальности. И тот категориальный аппарат, внутри которого осуществляется мышление человека в 21 столетии, он, извините меня, на порядок сложнее, чем 25 столетий назад, на порядок. Вот, и он на порядок сложнее, чем категориальный аппарат у выдающихся людей, вот, которые творили, там, например, в осевое время творили такие люди, такие гиганты, как Платон, как, в конце концов, Будда, Шахья Муния, как, там, Конфуци. Цзи, Ла Цзи, Гераклит и многие-многие-многие великие имена, как Сократ. Вот, и вот это, я бы сказал, наша способность все более и более сложнее творить реальность и является базой эволюции. И можно сказать, можно сказать, что во многих отношениях, во многих отношениях за 25 столетий, которые мы просуществовали, вот, в той цивилизации, которая эволюционирует, мы смогли сделать массовым то, что было чрезвычайно уникальным. То есть, сложно конструировать саму реальность, вот, и вот эта возможность сложного конструирования самой реальности является специфической особенностью демиургового качества самого сознания. То есть, способности сознания как творца. И, что касается вообще творчества, само творчество мне чрезвычайно близко. Почему? Потому что для меня, для меня жизнь является, ну, таким, ну, большим гедонистическим развлечением, гедонистической игрой, игрой наслаждения. И ничего более красивого, более мощного, более изящного, более сложного, чем творческая реальность человека, творческая суть человека, так-то в феноменальном мире, я думаю, не существует. И вот этот разворот в сторону творчества, сперва, как примитивного, с одной стороны, как бы, творчества реальности, почему? Потому что оно осуществляется всеми. Ну, вот, через несколько месяцев на этой земле будет 8 миллиардов человек. И сама эволюция вот этих 8 миллиардов человек, это эволюция, усложнение самой дифференциации, вот, и самого структурирования. И все сводится к тому, что это само сложное и многомерное и бесконечное дифференциация, вот она бесконечная дифференциация реальности сознанием человечества, она приводит к тому, что мы не можем охватить, охватить не только, не только всю эту дифференциацию реальности, но мы не можем ухватить даже минимальные части этой дифференциации. О чем я говорю? Я говорю о том, что группа людей, индивидуальность, они живут на каких-то, вот, я бы сказал, фрагментах этой реальности. И это вот эта фрагментация называется специализацией. И я являюсь специалистом, специалистом по психологии, по психологии личности, слегка по психологии сознания, по кризисологии. И, конечно, конечно, как это, можно сказать, можно сказать, что я занимаюсь психологией творчества. Почему? Потому что мне это чрезвычайно любопытно. Но это не означает, что я все знаю по психологии личности, все знаю по психологии сознания, все знаю по психологии творчества. Я знаю некоторые фрагменты, фрагменты понимания. И вот эти фрагменты понимания мне позволяют заявить тезис о трансперсональности, самой феноменологии творчества. И если говорить о трансперсональности, самой феноменологии творчества, то мы, во-первых, должны очень хорошо понимать, что творчество никогда не персонально. Оно всегда трансперсонально. И сама суть творчества заключается в том, чтобы человек во многих смыслах разотождествился со своим эго, и в том числе и со своими базовыми, и даже витальными интересами. Наши исследования творчества позволяют этот тезис подкрепить тем, что в творческое состояние сознания человек входит в так называемый поток. И потоком состояния сознания происходит трансценденция времени, трансценденция пространства, трансценденция эго, в том числе и трансценденция витальных потребностей человека. Человек забывает кушать, забывает о сне, забывает о своих физиологических потребностях. Единственное, что он не забывает, это не забывает дышать. И наши исследования показывают, что поток еще сопровождается всегда так называемым связным циклическим дыханием. Те, кто находятся в потоке, творчестве, они все дышат связно. И в этом смысле, в этом смысле, это еще один тезис о том, что человеческому сознанию присуще творчество как естество. Почему? Потому что, когда мы говорим связное дыхание, то мы говорим о естественном дыхании. И в конце концов, что такое творчество? С одной стороны, мы заявили первый тезис, что там, где присутствует сознание, существует творчество. Это базовое творчество реальности. Второй шаг, второй шаг, это то, что творчество, творчество всегда присутствует в человеческой активности, когда он полностью вовлекается в процесс деятельности. И процесс деятельности, он может быть любым. И второй тезис, второй тезис, он заключается в том, что любая активность в человеке, где существует идентификация с деятельностью, отрождествление с деятельностью, не с целью, а с процессом, всегда существует вот эта творческая феноменология, творческое состояние, творчество как процесс. И не важно, чем ты занимаешься. И я переживаю творчество, когда режу по дереву. Я переживаю творчество, когда реставрирую мебель. Я переживаю творчество, когда пишу книги. Я переживаю творчество, извините меня. Когда я читаю лекции, Я с удовольствием читаю лекции в университете, с удовольствием читаю на семинарах, с удовольствием читаю, когда работаю визит с профессором во многих странах. И это удовольствие, наслаждение процессом, оно является характеристикой любой активности, когда сознание полностью вовлечено и телом, и эмоциями, и ментальностью своей вовлечено в процесс деятельности. Не важно, что ты делаешь, то ли ты варишь борщ, то ли ты убираешь квартиру, то ли ты, извини меня, занимаешься каким-то ревеслом, то ли ты сидишь в компьютере и занимаешься творчеством. В любой активности, там, где присутствует вовлеченность человеческого сознания в процесс деятельности, всегда существует творчество. Творчество, и это творчество, оно связано с тем, что человек себя забывает. И это творчество связано с тем, что человек получает удовольствие, наслаждение от самого процесса. Человек забывает о времени, человек забывает, в конце концов, где он находится, и он полностью аутизируется в самом пространстве деятельности. И при этом, конечно, творчество всегда связано с ресурсом, ресурсом витальности, почти неистащимой потенциальностью в силе деятельности. И одновременно с этим удивительной экологичности самой деятельности, удивительной, я бы сказал, энергетической экономичности самой деятельности. Почему? Потому что наши исследования, в том числе лабораторные, психофизиологические, нейропсихологические, которые мы проводили вместе с профессором Юрием Аркадьевичем Бубеевым, они показали, что процесс деятельности, как поток, как творчество, всегда еще сопровождается тем, что все делается красиво, точно, изящно и энергетически экономно. И это исследование мы проводили в так называемых сложных видах деятельности. И, то есть, вот первый тезис творчества, творчество как свойство человеческого сознания. Второй тезис, второй тезис, это то, что любая форма активности человека, спорт, извините меня, вербальная активность, трудовая деятельность, учебная, игровая деятельность, все они могут иметь, все они могут иметь, вот, качество творчества. И вот само вот это творческое начало, творческое начало окрашивает саму деятельностью многими-многими трансперсональными феноменами. То есть, трансценденция времени, трансценденция эго, трансценденция пространства. И, конечно, что чрезвычайно важно, это гедонистический флор, наслаждение, наслаждение творчества. Вот, и во многих смыслах, во многих смыслах, вот, это возможность, возможность любому человеку, кто живет на земле, найти то содержание деятельности, ту форму деятельности, в которой он переживает, вот, то творчество, позволяет, позволяет быть человеку, сверхчеловеком, вот, Ubermensch. И, в конце концов, трансцендировать базовые проблемы, разрешать базовые проблемы человеческого существования, вот, и почему? Потому что, когда человек творит, то он наслаждается, и он забывает, что он, сущностно, существо страдающее, вот, и вместо того, это страдание, которое является центром любой духовной традиции, религиозной традиции, что вот через страдания, через муки, вот, через великомученичество, ты достигаешь чего-то. Эти тезисы, которые касаются, ну, так-то, отварного, профанического человека, они становятся неявными и несущностными для человека творческого. Почему? Потому что творчество, творчество, оно полно наслаждения, вот, наслаждения самим процессом деятельности. И, вне сомнения, вне сомнения, вот, творчество, оно наполняет человека новым смыслом и новым пониманием своей сущности. Почему? Потому что мы все одиноки. Вот, и одиночество является экзистенциальной обреченностью человека. Но, когда человек творит, он сливается с миром, он сливается со своими действиями, он сливается в своей активности, он растворяется в самом процессе активности. И, вне сомнения, вот это экзистенциальное одиночество, оно стирается в процессе творчества. Ты не одинок, когда ты творишь. И, в творчестве, в творчестве, ты сливаешься, в конце концов, с миром, когда ты беседуешь, с человеком, когда ты беседуешь с ним, с группой, когда ты занимаешься группой, беседуешь с группой, взаимодействуешь с группой. Ты сливаешься с миром, в конце концов, с миром идей, с миром чувств, с миром образов, с миром, с миром. И вот это слияние с миром, слияние с людьми, оно позволяет человеку не чувствовать своей экзистенциальной обреченности в одиночество. И он выскакивает за пределы своего одиночества. И таким образом, во-первых, творчество трансперсонально, потому что мы забываем страдания. Во-вторых, мы забываем, что мы одиноки. И в-третьих, человек экзистенциально никчемное существо, абсолютно мелкое, живущее очень мало, занимающее очень маленькое пространство и обладающее чрезвычайно мелкими ресурсами. Ну, вот существо, а не чёмное. Вот оно, что позволяет творчество? Творчество позволяет тебе быть всемогущим. И когда ты центрируешь творчество, неважно в каком творчестве, мир крутится вокруг тебя. Ты творишь мир. И ты творишь новую реальность, новую красоту, новое совершенство, новую гармонию. И вот в этой полифонии чувств, инсайтов, в этой полифонии открытия, в этой полифонии нового мира, который ты творишь в творчестве, ты становишься гемиоргом. Ты становишься как Бог, который творит реальность. И вот творчество даёт вот это переживание всемогущества, могущества. И если что-то может человек в этом мире, то он может творить. И если уж говорить о продуктах, да, то, ребята, человечество сотворило новый мир. Новый мир. Мир человеческий. И куда бы мы ни оглянулись, мы видим только этот мир. И этим миром мы дышим. Даже воздух изменился под воздействием человека, которым мы дышим. Вода, когда ты смотришь на нее, она изменилась. Все изменилась. И оглядываясь вокруг, ты видишь продукт человечества творчества. И ты живешь в мире сотворенным с человеком. И в этом отношении, в этом отношении, я понимаю, что гея могуча. Земля могуча. Мать Земля велика. Но на Земле уже есть сила не меньшая, чем сама Земля. Это имею в руках качество человеческого сознания. Всемогущего сознания. И в конце концов, в конце концов, вне сомнения, вне сомнения, вот эта возможность, возможность, вот третий пункт, возможность выйти за пределы своей судьбы никчемной. Стать творцом и стать частью эволюции, частью развития великого-великого субъекта, онтологического субъекта, который является сейчас человечеством. И в конце концов, вот эта четвертая характеристика, вот, которая мне чрезвычайно важна, вот, творчество, творчество дает всегда смысл. Смысл. Вот, мы все ищем смысл. Вот, и творчество, творчество, вот, абсурдному человеку дает полноту смысла. Вот, полноту смысла. И полноту проживания этого смысла. Вот, и в конце концов, в конце концов, вот, все мы тварные, все мы смертные люди. Вот, несмотря на то, что я улыбаюсь, несмотря на то, что многие прямо сейчас улыбаются, мы все равно смертные. Вот, и чем любопытно творчество? Оно любопытно тем, что ты перестаешь быть смертным. Когда ты проживаешь творчество, ты за пределами времени, ты вечен, ты бессмертен. Вот, и в конце концов, в конце концов, вот, все, что касается творчества, оно трансперсонально. Почему? Потому, что у творчества есть великие дары. Вот, и эти великие дары заключаются в том, что есть первый трансперсональный подарок. Вместо страдания, наслаждения. Вместо ада, рай. Вместо земной юдоли, сад, эдема. Второй трансперсональный подарок, это вместо одиночества, это слияние, слияние со вселенной, с людьми, и с миром. И третий трансперсональный подарок, вот, и он тоже чрезвычайно важен. Вот, вместо никчемности, всемогущества, быть как боги. Вот, и в конце концов, в конце концов, вместо абсурда, смысл, и в конце концов, вместо смерти, бессмертия. Творчество, творчество присоединяет нас к тому, чем сущность-то является твоя душа. И которая, которая является вечным странником, и которая существует во все времена, и так-то не знает, что надо придумывать смысл. Почему? Потому что несет в себе смысл. А не знает, что такое одиночество. Почему? Потому что является миром. Не знает, что такое никчемность. Почему? Потому что всегда может жить в реальности, и сотворить реальностью. И, вне сомнения, вместо абсурда всегда несет в себе многомерный, бесконечный смысл. Многомерный и бесконечный логос. Многомерный и бесконечный космос, который он может творить. Творить из ничего. Только потому, что оно сущность является творцом. И, вне сомнения, вне сомнения, сознание не знает смерти. Почему? Потому что оно бессмертно. И, таким образом, таким образом, если хочешь ты разрешить вечные экзистенциальные проблемы человека, твори. И, в конце концов, в конце концов, ты поймешь, почему творчество человеческое, оно транспорционально. И поймешь, поймешь, что творчество является все время процессом эволюционным. И все время продуктом эволюционным. Всех вам благ. Все, что я хотел вам рассказать, я вам рассказал. И я уложился в полчаса. И я считаю, что истина может быть краткой, ясной. И если для вас это не истина, то делайте палки. Найдете свою. Володя, разреши тебя, во-первых, поблагодарить. Во-вторых, у нас есть еще полчаса на ответы на вопросы. Мастер-класс продолжается целый час. Ты пока говорил полчаса. Да, ну, я могу, как это, ответить на вопросы. Вот, тем более, я все-таки профессор, привык этим заниматься. Ну, что ж, вперед. Вопросы ваши, пожалуйста, Владимиру Васильевичу по всем его книгам. Может быть, ты пока вот вопросы готовятся, расскажешь то, чем ты занимался этим летом, как ты прожил, куда ты ездил. Наверное, опять на Ольхон? Не, ну, по большому счету, у меня все проекты, которые были запланированы, они были реализованы. Я был на Байкале в великолепных условиях райских. Вот. Я был на Урале, два семинара провел, опять-таки, в райских условиях. Вот. Я с удовольствием поработал, значит, на Алтае, вот, на острове Зеленом. Ну, в общем, я ездил. Ну, и с другой стороны, с другой стороны, ну, я великолепно жил еще и здесь, вот, в своем лесу на берегу Волги. Вот. И мне творилось. За лето я закончил две книги, они большие. И, значит, сейчас как раз вот то, что я сейчас рассказывал, да, это является частью монографии, которую я пишу и хочу в этом году закончить. Она называется «Вечная психология». О-о-о-о! А позавчера, позавчера, вот, я как раз сдал очень большой учебник по социальной психологии. Это был очень тяжелый труд. Ну, да, ну, надо же отрабатывать, ты же завкафедрой социальной психологии Ярославского университета имени Демидова. Да-да-да-да-да, вот, надо отрабатывать, да. Отрабатываем. Ну, а что для души? Для души, для души, значит, я с огромным удовольствием, вот, резал по дереву, вот, делал столы, вот, разные-разные. Вот, они разбросаны по участку, вот, и как раз вот мы за таким столом, который я сделал, сидим. О-о-о, все видели. Я их сделал пять штук, вот, и они в разных местах, и так, ну, вот, это тоже была такая удивительная практика, вот, с огромным, я бы сказал, удовольствием. Вот, и самое грустное, конечно, это то, что я никогда не получал столько лайков, сколько получали мои столы. Вы представляете? О-о-о. Вот, и это слегка грустно, вот, почему? Потому что, ну, это же я просто сделал. Я-то вроде бы круче, да. Кто сделал эти столы? Столы, столы, да, там, 800 с лишним лайков, это вообще, я завидовал столу, вот, столы были очень популярны. Ну, вообще, конечно, ручной труд, он удивительный, вот, особенно творческий труд, он удивительный, он дает, вот, какую-то, я не знаю, глубинную, вот, удовлетворенность и глубинное какое-то наслаждение. Володь, два вопроса уже я вижу в чате. Первый вопрос к тебе. Что является источником вашего вдохновения? И второй вопрос, я сразу зачитаю. Каково ваше мнение о высшем разуме, о Боге или это антинаучно? Не, ну, видите ли, в чем дело. Дело в том, что там, что научно, что антинаучно, но я занимаюсь больше все-таки философской психологией или философии психологии. Вот это то, вот, что касается, значит, там, Бога, высшего разума, там, и так далее, и так далее. Но этот тезис он всегда существовал, и этот тезис всегда будет существовать. Вот, то есть, вера, Бог нужны человеку. Вот, и буквально неделю назад была великолепная предзащита кандидатской диссертации. Вот, и исследование показало, что верующие люди, вот, они на языке науки, это существует, такой вот тезис, обладают более высокой степенью интегрированности личности, сознания и психических процессов. Они более целостны. Вот, и, в конце концов, как это ни странно, они более нравственны. Вот, и вы можете как угодно относиться к Богу. Вот, есть, нет, атеисты, атеисты. Вот, я могу вам сказать, что Бог помогает многим людям оставаться человеком, духовным человеком. И, в крайнем случае, в крайнем случае, функция Бога, она благородна. Что касается, вот, как бы, там, моей модели мира, да, ну, у меня своя модель мира, вот, и в этой модели мира есть место Богу, вот, и, но для меня все-таки более важно, более важно, чтобы пробудить в себе дух, вот, и пробудить в себе духовность, и пробудить в себе, извините меня, внутренний моральный императив, свою ответственность, и, в конце концов, в конце концов, овладеть, как внутренним качеством, любовью, состраданием, радостностью. Вот, и, то есть, вот, для меня все-таки чрезвычайно важно, чтобы люди не делегировали ответственность на Бога, а все-таки взращивали себя как духовное существо и как глубоко нравственное существо, как существо с красивым моральным императивом, благородным моральным императивом. Володь, вот, благодарность тебе за труд психотехника, психотехнологии измененных в состоянии сознания, Ганечева Лилия пишет, методы и технологии. Читая ее, я пришла к решению погрузиться в трансперсональную психологию. Для себя очень глубоко открыла, что такое интеграция. Ну, я напомню еще и предыдущий вопрос, а что является источником твоего вдохновения, спрашиваю. Ну, я могу сказать, я могу сказать, что, как это, первый свой такой большой импульс, импульс творческий, да, я получил дыхательную сессию. Вот, и первая дыхательная сессия у меня была жутко неудачна. В общем, у меня были мощные корповоскулярные спазмы, меня сжало всего, и губы вообще все сжало. Ну, я был маскулинный, здоровый мужик, дышал холотропно, меня сжало. А я испугался, я помню, это единственная мысль, которая у меня вертелась в голове, американцы, сволочи, кому доверился. Ну, потому что... Эти гроши. Нет, нет, там Леонард Ор был, просто там никто не знал, как дышать, поэтому мне показали холотроп, вот, и я дышал холотропным. Но сейчас я как специалист могу сказать. Вот, жена мне сказала, иди проинтегрируйся, вот, и на автосессии, вот, у меня странным образом, вот, получилось, произошло, вот, переживание, которое называется открытие анахаты. Сердце у меня открылось, вот, и я полюбил всех. В некотором смысле я вошел в сердце Иисуса. Ну, как с тех пор закрывалось или уже нет? Не, оно не закрывается, если ты... Там классно живется. И вообще любить намного-намного просто жизненно продуктивнее, чем ненавидеть. Вот, вот, любить это намного больше энергии. Вот, и если уж говорить вообще о творческой силе, вот, там, творчестве вообще, откуда берешь энергию? Энергия, она везде. Вот, и вот, самая главная, самая главная энергия, которая, вот, вот, для меня сущностным является, это энергия так-то предназначения. Вот, понимаете, в чем дело? Дело в том, что единственный стоящий проект, который у тебя есть, это реализовать твою личность. Это твоя задача. Вот, и я чувствую в себе, вот, это творческое начало. И у меня есть священная обязанность это проявить, дать этому жизнь. Вот, и вот это, ну, я бы сказал, вот, какая-то внутренняя обязанность, священная обязанность, вот, творить, не только вот там дело в удовольствии, а дело в том, что ты можешь это. Вот, и что вот эта творческая реализация и дает возможность реализовать тебя, реализовать проект, который называется «Козлов Владимир». Вот это чрезвычайно важно. И вот там много очень энергии, вот, много силы. Вот, а так, у меня простой очень смысл жизни. Открывать просторы и поддерживать. Творчество, творчество, это как раз все время, когда ты открываешь просторы. Ну, и поддерживаешь всех, кто идет с тобой рядом. Потрясающий простор, на фоне которого ты вот к нам обращаешься, в Волжских прекрасных дали. Я тоже ведь родился в Ярославле. Так, ты там пониже родился. Да, 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 да. На просторах, да. В общем-то, на берегах Волги я вырос, гулял всегда, находились с мальчишками. На Волгу, где вот Володя сейчас живет. И, кстати, первую версию нашей книжки, совместный трансперсональный проект, вот последний вариант называется «Мы с Володей», как раз писали на твоей прежней, правда, даче, да? Да, 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 там и писали, да. Я очень хорошо это помню. И вот какая штука получилась-то, но... Володя... Я думаю, что мы еще тут потворим. Есть еще один вопрос. Я позволю, у нас еще есть немножко времени. К тебе обращается Мария. Значит, она говорит, что, как вам кажется, должен ли педагог или шили проводник творчества для взрослых быть и психологом тоже? И она поясняет. Я музыкант, исполнитель, актриса с большим стажем. Мне сейчас 50, я преподаю. И со взрослыми регулярно чувствую, что мне не хватает знаний, потому что люди часто боятся позволить себе творчество, как прорыв к новым горизонтам. Детские травмы, неврозы – это как цепи. Я знаю многое про творческий процесс, но не понимаю, что делать в случае кризисов у взрослых учеников. А они таки случаются, если человек идет вглубь. Вот проблема, она пытается обучить творчеству музыке взрослых, а грехи не пускает. Гири тянут назад. Что в этом случае ты посоветовал бы? Ну, вот у меня есть очень такая примитивная идея. Суть его заключается в том, что ты все время живешь с вершины. Вот сейчас я присутствую на своей вершине. И позади у меня весь опыт, который был. К нему я отношусь, как к уроку. Мне вообще во многих смыслах ориентированные в прошлое технологии, они в последнее время потеряли смысл. Детские травмы, отношения с родителями, отношения с педагогами в детстве, и так далее, и так далее. Ребята, все уже было. Было только для того, чтобы я был таким, какой я есть. И в том, какой я есть, в этом и вся красота. И то, что я представитель этой вершинной психологии. Ты живешь все время с вершины. И вот сейчас во мне есть вся потенциальность. Она присутствует. И для того, чтобы реализовать мои будущие проекты тоже. И для того, чтобы все время держать, вот, вот, держать само состояние творчества, для этого нужно усилий и понимание, во многих смыслах переворот сознания. А если ты присутствуешь все время сама в творчестве, сама, то ты будешь это давать другим людям. Я не учу людей психологии. Я учу людей мыслить психологию. Мыслить. Проблематизировать психологию. И вот научить людей творить невозможно. Они должны сделать разворот внутри. Вы покажите тебе, как с тобой это происходит. Покажи. И когда ты показываешь, то ты как раз и даешь, даешь истоки творчества, энергии творчества. Чем хорош Володя Майков? Он учит красиво мыслить. Он удивительно красиво мыслит. И то, что это вызывает у огромного количества людей восторг. Восторг. Как он красиво мыслит. Это делает переворот в мышлении людей. Вот. Он учит мыслить красиво. Ладно, вот, не переходи на личности. Я вот тебе еще один вопросик. Подожди, подожди. Ты не имеешь права мне затыкать рот. Ты все-таки у меня был в докторатуре. Я был научным руководителем. Давай, профессор, давай. Вот. И вот мы все можем другого человека чему-то научить. Вот. Но научить мы можем в силу того, что мы этим владеем. Если вы будете в полноте владеть своим творчеством, то эта передача, так называемая прямая передача, она произойдет. Творите и показывайте, как это делается. Вовлекайтесь в этот процесс, получайте наслаждение от этого процесса. И тогда ни депрессии, ни тупики не будут у других людей тоже. То есть, не оглядываясь назад, творить всегда на вершине. Да, на вершине, да. Не искать причин для чего-то в прошлом, близком, дальнем, в каких-то внешних делах, в людях. Да, 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 да. Почему? Потому что эти причины, они бесконечны. Они бесконечны. Этим можно заниматься всю жизнь. Ты просто отбиваешь хлеб у миллионов психотерапевтов такими острыми советами. Нет, ну как? Я понимаю, что такое психотерапия. Вот. Хлеб я не отбиваю. Почему? Потому что, в конце концов, машина, которая раскручена, да, она будет работать. И люди всегда живут внутри принципа детерминизма, так-то линейного детерминизма, что вот уберу я причину, а вследствие у меня жизнь поменяется. Жизнь-то можешь поменять только сейчас, своими действиями, своим мышлением, своим пониманием. А ходить, извини меня, в первый крик. Извини. Ну ладно. Но мне просто некогда. Вот поэтому я вот этим не занимаюсь. Вам есть, вот как бы, у вас есть огромное количество времени. Вы можете заниматься там. Занимайтесь, занимайтесь, занимайтесь. Занимайтесь, да, практикуйте. Ну, тем более, иногда там огромное количество слез, катарсиса. Ну, чего бы нет. Понятно, вот. Но я просто не могу этим заниматься, причем потому, что у меня времени мало. Понятно, Володь, понятно. Слушай, есть еще один такой любопытный вопрос, потому что в этом вопросе тебя спутали с Николаем Николаевичем Козловым. Его задает Ольга. Еще 22 года назад я прочла в вашей книжке «Философские сказки», в вашу книжку. И когда-то они мне очень помогли понять, что я имею право думать иначе, чем окружающее. А как сейчас у вас с религией? Вы не религиозный, но верующий. Я думаю, что вот что-то на что можно здесь... Ну, Колю Козлова я знаю. Вот. Он очень хороший человек. Вот. Я просто пораньше защитил докторскую диссертацию и стал профессором пораньше. Вот. И Николаю Козлову я завидую. Страшным образом. Почему? Потому что он умеет удивительно красиво и просто разбирать любую человеческую ситуацию. Вот. И просто. Вот. К великому сожалению, вот я не умею настолько красиво и просто вот излагать многие человеческие проблемы. Вот. И... Ну, а так, а так, как бы... Вообще, Козловы хорошие люди. Ну, Николай Козлов, у него великолепное движение. Вот. В 90-е годы он был чрезвычайно популярным психологом. Он, наверное, единственный был звездой психологии. Большой звездой. Вот. Ну, я там все истории, как бы, внутри хорошо знаю. Вот. Ну, и я рад, что такой человек был. Он дал импульс, новый импульс развития вообще психологии. Вот. Он сделал психологию достоянием массы людей. Это чрезвычайно важно. Вот. И что касается, значит, ну, мы слегка разные люди. Вот. Я все-таки больше визионер. Вот. И я занимаюсь экспериментированием с собой больше. Вот. Мне любопытные, любопытные вопросы. Ну, в основном, все-таки неразрешимые. Вот. И вот эта неразрешимость вопросов, которые сам я себе задаю, и сам пытаюсь отвечать, для меня вот этот диалог важен. Вот. Многие проблемы, которые созданы людьми, они пустые. Они не имеют никакого смысла. Вот. И существуют, ну, на самом деле, большие проблемы у человека. Но вот эти проблемы, но они вечные проблемы. Вот. Мне любопытно заниматься. И религиозный ли я человек или нет? Ну, я, конечно, религиозный. Почему? Потому что религия – это система убеждений. Вот. И в том числе трансперсональных убеждений. Эти убеждения у меня существуют. Вот. Являясь ли я там христианином, там или исламистом, или буддистом, или там, извините меня, там бахаистом. Я являюсь всем. Всем. Да. Почему? Потому что я на самом деле неплохо знаю христианство. Не только теорию, концепция, история, но и глубоко знаю практики. Я очень неплохо знаю буддизм, вот, и в том числе очень много практиковал. Я хорошо достаточно знаю суфийское движение, исламистское движение, сталту знаю хорошо. Намного лучше, чем многие, как бы вам сказать, носители. Вот. Но вот это понимание, это знание, и в том числе практики, мне нужно только для того, чтобы понимать, для чего это человеку. Вот для чего это человеку. И я вижу очень много положительного в религиозности. Я совсем много очень вижу положительного в духовности и вообще вот в этом глобальном проекте, который называется «Трансперсональная психология». Это глобальный проект. Вот. И за этим проектом будущее. Вот. И вы должны понимать, что, как бы, любое движение, которое возникает, оно переживает разные-разные-разные этапы. Но в конце концов, в конце концов, все, что написано Грофом, оно еще, еще будет раскручиваться. Вот. И почему? Потому что трансперсональная психология заглядывает туда, где, где бессильно эгосознание. Вот. И бессильный прагматизм, бессильно монетарное сознание, бессильно, как это, психология карьеры, социальная психология карьеры, бессильно. Почему? Потому что все самое главное в человеке, вот, оно трансперсональное. В том числе и творчество трансперсональное. Володь, поскольку ты все-таки глава крупной оригинальной научной школы, а значительная часть участников этой конференции – это студенты, студенты Московского института психоанализа, вот нашего потока, где вот я руковожу трансперсональным образованием, то им очень интересно узнать о вот тех перспективах, которые есть в твоей научной школе для исследований, диссертационных исследований и проектов. Можешь поделиться этой темой? Ну, у меня на самом деле много защитилось людей, вот, и по системе ВАКа у меня защитилось 57 кандидатов наук, вот, это очень много, вот, и вы, наверное, понимаете, что вышедшая комиссия – это очень строгая комиссия, вот, и у нас есть диссертационный совет, вот, он по трем специальностям, докторский диссертационный совет, вот, по педагогической психологии, по социальной психологии и психологии труда и инженерной психологии, то есть 05, 03, 07 специальности, вот, и мы защищаем, как бы, кандидатские и докторские диссертации. Советы проходят систематически, сама схема подготовки выглядит, как бы, многомерно, вот, первая – свободная модель, свободная модель, то есть человек связывается, как бы, находит научного руководителя, выполняет диссертацию, и с готовой диссертацией связывается с советом, и, как бы, там есть несколько, ну, достаточно важных требований, ну, например, там должны быть научные публикации, не менее 12 в научных сборниках и журналах, должно быть не менее трех ваковских публикаций, это журналы специальные есть, вышедшая комиссия, утвержденная, вот, и, конечно, конечно, как бы, работа должна быть достаточно такой уже, ну, признанной, что ли, на конференциях надо выступать и так далее, и так далее, и так далее, и, конечно, надо выполнять некоторые технические вещи, надо сдать кандидатские минимумы по философии, языку и специальности, вот, по специальности, если вы будете идти, там, в социальную психологию, то вы мне будете сдавать, я вас приму, я уже обещаю, вот, мы организуем все, вот, для того, чтобы сдать экзамены кандидатские, для этого вам нужно будет это сделать или в любом вузе, где есть аспирантура, есть специалисты, вот, вот, или у нас вы просто прикрепляетесь в качестве соискателя и сдаете кандидатские минимумы, вот, есть такая форма прикрепления, вот, к кафедре для защиты, вот, кандидатской диссертации, для сдачи кандидатских минимумов, и вы можете прикрепиться там на полгода, и все за это время сделать. Ну и затем, когда у вас все галочки поставлены. Наиболее интересные темы сейчас ты исследовательски предлагаешь своим именно трансперсональным докторантам и аспирантам. Ну вот, прямо сейчас, значит, вот, выполняется диссертация, вот, выходит диссертация по, значит, влиянию расширенных стоян сознания, значит, на личность, вот, как, вот, вот, ну, наверное, в этом полугодии будут защищаться. Вот, диссертация будет выходить на защиту по влиянию, значит, на ценности, духовные ценности средств массовой информации, вот. Вот, вот, диссертация будет, опять-таки, вот, выходить на защиту, вот, скоро, я думаю, где-нибудь, я как раз являюсь экспертом, вот, где-нибудь, наверное, в феврале будет выходить на защиту, вот, Донцова, вот. Вот, это диссертация по исследованию особенностей личности верующих и неверующих, по большому счету, которая посещает церковь и которая не посещает и считает себя атеистами, вот, каковы личностные особенности. Тоже любопытная вещь, вот, значит, ну, конечно, конечно, чрезвычайно любопытны, вот, как бы, исследования по творчеству, вот. Вот, чрезвычайно любопытны, конечно, исследования по измененным состояниям сознания, вот, и по феноменологии измененных состояниям сознания, вот. Чрезвычайно интересны вообще работы, работы, посвященные тому, каким образом духовная практика влияет на личность. Ну, вот, например, у меня, вот, значит, сейчас Бубеев вот заканчивает огромный проект, вот, это по исследованию у Далай-Ламы, нейропсихологическим исследованием у Далай-Ламы, вот, и параллельно у меня есть аспиранта Наркевич, который занимается исследованием медитации, как они влияют. Вот, и, то есть, любая трансперсональная технология, она, вот, что она может, вот, психологическое воздействие, вот, как, вот, трансформационный потенциал какой-то, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, тематика, ну, ну, очень-очень большая, вот, духовные кризисы, их феноменология, и, ну, так-то, кризисная психология, вот, тоже, как бы, вот, в условиях пандемии, вот, вот сейчас, ну, например, да, вот, опять-таки, любопытные исследования, каким образом, там, социальная депривация влияет на личность, вот, и, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в этом контексте, вот, существуют исследования. Ну, много, вот, тут самое важное, чтобы у вас была мотивация, вот, чтобы у вас было, вот, было любопытство к теме, чтобы вам очень хотелось узнать. Вот, вот, и, если это любопытство есть, то, конечно-конечно, вот, вы сможете сделать науку, вот, и почему? Потому что, ну, человеческая психика бесконечна, вот, и найти там предмет, вот, исследовательский предмет, в том числе в трансперсональном ключе, я думаю, всегда возможно, самое главное, самое главное, вот, чтобы еще у вас была воля. Почему? Потому что для того, чтобы делать науку, надо очень хорошо структурировать время и пространство, вот. Наука требует не меньших жертв и не меньше долготерпеливости, чем любая духовная практика. Об этом вам, так-то, Владимир Валерьянович тоже, я думаю, может рассказать очень много. Володь, последний вопрос, вот, и на этом мы остановимся, значит, спасибо за интересные и развернутые ответы и вдохновение. Как вы относитесь к методу нейрографика в качестве формы познания психологии и творчества? Очень коротко. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что так-то нейрографикой люди занимаются, ну, в крайнем случае, ну, насколько я знаю, 40 тысяч лет, вот. И то, что это стало направлением, это, ну, я бы сказал, инсайт и прорыв, вот, Павла Пискарева. Это мой ученик, я считаю, что выдающийся ученик, вот, и там есть нормальная научная основа, нормальная научная основа. Она касается развития тонкой моторики, она касается, там много-много там аспектов существует, научного в основании этого метода. Вот, и, ну, на самом деле, рабочая методика, вот, и внутри этой методики, как бы, работают несколько моих учеников. Я считаю, что они очень хорошо развиваются, вот, и они нашли удачное обозначение. Удачное обозначение. Почему? Потому что, если бы они обозначили психографика, может быть, движение не пошло бы. А к слову НИРО в современных людях. Большое доверие, да? Большое доверие, да. И, ну, то есть, я в восторге. Молодцы. Ну, я так не умею, вот, поэтому я восторгаюсь. Присоединяюсь к твоему мнению, к твоему восторгу. Это действительно превосходный метод моделирования внутренней архитектуры, пространцев души через 2 и 3D графические паттерны, рисунки, спонтанные структуры. Так что, браво, Паша Пискарев, его школа, последователи. И поскольку время закончилось, я от всей души и от лица всех участников сердечно благодарю, дорогой Володя Владимир Васильевич, за выступление на конференции, за ответы на многочисленные вопросы. Удачи тебе в дальнейших путешествиях, в завершении проектов, в жизни, на вершине, всегда на вершине. И мы ждем с нетерпением выхода книги о вечной психологии. Спасибо. Всех вам благ. Всего вам доброго. До свидания. Творчество и жизни с вершины. Спасибо. Ну что ж, там дальше по программе Владимир Майков, то есть я. «Странствие по душам. Искусство как эволюционная практика». Вот тема моего часового мастер-класса. Много-много лет назад я прочитал книжку, наверное, самого страстного, самого плавенного российского философа Льва Шестова. Книга так и называлась «Странствие по душам». И в книге Шестов описывал вот свои путешествия в мир Толстого, в мир Достоевского, в мир Ницше, в мир Скрябина, в мир других писателей, философов, великих людей, в мир древних пророков «Странствие по душам». И я был наполнен впечатлением от этой книги. Книга написана очень талантливо, как и все другие произведения Льва Шестова. Он помогает нам переноситься в мир сложнейших внутренних путешествий, решений. Добро и зло у графа Толстого и Фридриха Ницше, например. Название его одной из книг или «Киркегард и экзистенциальная философия», одна из самых последних, может быть, чуть ли не последняя книжка великого философа, написанная уже в Париже. Кстати, он выжил, потому что был одним из пассажиров знаменитого философского корабля, на котором в 1922 году с подачи Ильича были вывезены все крупнейшие умы, оставшиеся в живых тогдашней России, подальше от греха, то есть подальше от Зержинского, который просто предлагал их всех расстрелять. Владимир Ильич, поскольку сам считал себя не то чтобы немножко, а даже множко философом, писал на эту тему книги философские, он отнесся сострадательно к коллегам по профессии и отправил их. Кто-то осел в Берлине, кто-то в Праге, кто-то в Париже и, между прочим, оказало колоссальное влияние на местную европейскую философию. И прослеживается, ну, например, творчество Сартра, восходит Кожеву, он был одним из таких принципиальных наставников Сартра, ну и так далее. Сейчас масса работ по таким многочисленным влияниям. И сам Шестов был страстным мыслителем. Сам Шестов неистово отправлялся в путешествие, полностью погружаясь в мир Толстого, в душу Достоевского, в переживания Киркегора. Вместе с Иовом мучился и принимал сложнейшие судьбоносные решения. И мне глубоко запало в душу и творчество Шестова. Я прочитал, наверное, все его книги в юности и потом кое-какие перечитывал. И вот эта метафора, странствие по душам, я тогда еще не осознавал до конца, насколько она емкая и насколько гигантский, целостный, глубинный опыт она выражает. И вот как-то на новом этапе я стал переосмыслять опыт Шестова и эту метафору буквально несколько лет назад, когда понял, что я эволюционер. То есть всю жизнь занимался развитием в главных принципиальных направлениях, доступных для человека. Это, в общем-то, случилось практически три с половиной года назад, после того, как в 2015 году я закончил многострадальный фильм «Танец бесконечности» пять лет. И масса-масса работы заняла эта работа, но удалось через этот фильм передать послание мастеров и их главное открытие о том, что каждый из нас носит драгоценный дар, наше изначальное состояние, которое бесконечно. Об этом когда-то писал Уильям Блейк. В одной строчке он выразил суть открытия мастеров. «Если бы двери восприятия были распахнуты, все предстало бы перед нами, как оно есть, бесконечным». Это вот в одном предложении, наверное, одно из лучших определений того, что такое просветление. Помните, в утреннем докладе Татьяна Гинзбург рассказывала нам другие подходы и другие возможности постижения этой темы. Так вот, Уильям Блейк показал, что если мы открыли и реализовали наш потенциал, нашу возможность, если мы в контакте со своей собственной истинной природой, с бесконечностью, если ничто больше не мешает нам, никакие ограничения, никакие травмы, никакие склонности, никакие религии, никакие ограниченности не мешает нам воспринимать мир, людей, траву, океаны, космос так, как он есть. То есть мы вышли за преграды врат и дверей, органов чувств, они очищены полностью, то мы и мир видим бесконечным, мы и людей видим бесконечным, мы и все ситуации видим бесконечными, так, как они есть. И вот это было послание первого фильма «Опыт мастеров», причем мастеров в разных областях, мастеров искусств, мастеров наук. Там я беседовал и в фильме фрагменты этих бесед и со Станиславом Грофом, и с Кеном Билбером, и с Арни и Эмми Минделл, и с Майклом Мёрфи, это основатель Института СЛН, и с Роджером Волшем, и с Чарльзом Тартом, это крупнейший специалист по измененным состояниям сознания, и с великими духовными учителями. Там есть беседы с Чугялом Намхай Нарбуз, Чин Саеше, братом Дэвидом и так далее, и с потрясающими художниками, артистами, музыкантами, там, Сильвия Накаш или Дева Примал, Вадим Демчок, Павел Мунтиан, Борис Гребенщиков, Алекс Грей, Мартина Хоффман. То есть, независимо от того, в какой области творит мастер, в области искусства, в области науки, он мастер ученый, в области духовных традиций, если он мастер, он творит без преград. Он творит, он в контакте с изначальным состоянием, и он транслирует, он передает эту главную тайну мастеру вот в этом высоком булгаковском смысле слова. Мы все помним роман «Мастер и Маргарита». И вот после окончания этого фильма я показывал его во многих странах, во многих городах России, смотрел его несколько десятков раз, не уставал. Мне каждый раз было радостно встречаться с героями этих фильмов, потому что за каждым человеком, за каждым интервью стояли личные переживания, личные впечатления. О порой годах общения с ними и о том, чему я у них научился из жизни. И постепенно, постепенно, постепенно все это подготовило какой-то глубокий процесс перехода во мне. И, наконец-то, преграды прорвались, и на меня все это обрушилось. Я наконец-то понял, чем я на самом деле занимался в разных областях жизни, в духовных традициях. В науке и в точных науках, мое первое образование, физтех, и в гуманитарных науках. Я кандидат философских наук и до сих пор работаю в Институте философии, и в трансперсональной психологии, в которой я уже 40 лет, и в области искусства. И, в общем-то, везде-везде в области психологии, психотерапии я, по сути дела, интересовался прежде всего этими областями, как областями, которые помогают нам развиваться, как областями, в которых мы растем. И я выразил все это на художественном языке в фильме «Инструменты эволюции». И на концептуальном языке у меня был вот такой вот тоже многочисленные конспекты, записи, тексты. И, в конце концов, все это стало основой моего большого базового онлайн-курса, который так и называется «Инструменты эволюции. Знания и практики», которые помогают нам стать реальными. И в этом курсе и в этом фильме одноименном я показываю современный подход к человеку, к человеческой ситуации. И необходимость современного подхода связана с тем, что классические научные и гуманитарные нынешние и древние духовные подходы уже не работают так, как они работали когда-то. И великолепные практики, которые помогали стать реализованными, просветленными ученикам Будды, ученикам Лао Цзы, великим тибетским мастерам, в наше время не работают по той простой причине, что мир сильно изменился, особенно за последние 30-40 лет. Появились совершенно новые реальности, о которых даже эти великие прозорливые ущеля, в общем-то, не поведали миру. Возможно, они что-то и знали, но это не нашло отражения в их учении. Дело в том, что в каком-то принципиальном смысле учение Будды, учение Христа, это может быть понято как навигационный инструмент, помогающий человеку следующему по этому пути достичь конечной цели – реализации, святости, просветления и так далее. То есть высшего в этой традиции развития. Но в наше время появилась совершенно новая реальность. Появились мегаполисы, которых не было тогда. Появились компьютеры и мировая информационно-коммуникативная система, смартфоны, социальные сети. А наряду с ними появились новые привязанности, новые цепи. И древние традиции не учили своих последователей, как работать с преодолениями этих ограничений. Если вы посмотрите на современных клиентов-психотерапевтов, то подавляющее большинство проблем, по поводу которых люди обращаются к психотерапевтам, связаны с отношениями. Вообще сама психотерапия появилась в конце XIX в начале XX века. Одной из главных причин ее появления было то, что традиционные жизненные практики, помощи, заботы о душе, ну прежде всего религия, не успели за течением времени. Жизнь, время, социальная среда, отношения менялись намного быстрее, чем менялись традиционные религии и религиозный уклад. И возник мощнейший светский запрос на экспертов по душе, по помощи душе. Вот так возникла поначалу из лоны врачей и медиков профессия психотерапевтов и направление психотерапии. Традиция новая уже, основанная на новых знаниях и новых реалиях, традиция заботы о душе. И я проводил опрос, беседуя с выдающимися духовными мастерами, беседуя с крупнейшими экспертами по современной духовно-ориентированной психологии, ну, со Станиславом Грофом, с, например, с Арни Минделлом, с Кеном Вилбером. И все они единодушно говорили о том, что, например, для современного духовного искателя психотерапевтическая работа, то есть избавление с помощью современных эффективных методов от препятствий, которые есть у каждого, является тем, что значительно ускоряет духовный прогресс. В духовных практиках содержится колоссальная возможность. Сила контакта с изначальным состоянием неимоверна, но у большинства современных людей не возникает устойчивого пребывания в изначальном состоянии. Грехи не пускают. Все травмы, наковлетные нами, мешают нам пребывать, находиться, мешают нам развиваться. И подавляющее большинство экспертов мне прямо отвечали на вопрос, что они рекомендуют своим ученикам заниматься, обязательно заниматься очищением от препятствий с помощью психотерапии, консультантов, любыми другими работающими способами. Вот так я потихонечку приходил ко все более и более и более точной карте человеческой ситуации и тем, как работают древние и современные практики, помогая нашему развитию. И следуя великой гуманитарной традиции, размышления о том, кто мы есть, мы люди, какова наша человеческая ситуация, мы, конечно, прежде всего, размышляя об этом, говорим, что существует человек, то есть существую я размышляющий. И каждый из нас дан себе в переживание непосредственно, помимо каких бы то ни было препятствий, преград, ограничений. Мы чувствуем себя, мы переживаем себя, мы в контакте с собой. Контакт может быть более полным, менее полным, но он является точкой отчета альфой и омегой, первым, с чего начинается все остальное. И затем, как противоположность вот этому я, есть все остальное. Не я. Не я – это мир, не я – это животное, не я – это весь внешний мир, а также все другие я, все другие люди – это тоже не я. Это другие я, но это не я. То есть есть я, есть не я. И третий компонент этой триады тоже обнаружил в древнейшие времена. Есть еще нечто глубинное, сущностное, основополагающее, пронизывающее все, являющееся основой всего. Это основа, сущность, глубина, дух, бог, много имен бытие для вот этой фундаментальной первоначальной основы всего и вся. И вот этот триад является первым основополагающим пространством размышления о том, кто мы есть. И когда мы начинаем размышлять о своем персональном измерении, то есть о том, кто мы есть, то достаточно быстро мы можем открыть три главных закона, смотря на себя с точки зрения того, как мы развиваемся, что помогает нам развиваться, очень быстро мы можем прийти к выводу о том, что наше развитие может на элементарном уровне быть описано как все большее и большее и большее развлечение. И основанием для таких выводов является процесс нашего восприятия. Мы видим то, что есть в нас. Если в нас есть только черное или белое, то и в мире мы видим только черное или белое, только любовь или ненависть, только одно или другое. Если мы можем различать, ну, скажем, 50 оттенков любви, 50 оттенков гордости, 50 оттенков дружбы, то и в мире, и в людях мы можем различать эти 50 оттенков. Дело в том, что наше восприятие неразрывно связывает через процесс переживания нас и мир. Мы видим мир через себя. Если в нас этого нет, то мы этого и не видим. И теперь представьте, что у нас есть тысяча, 10 тысяч, миллионов оттенков чего бы то ни было. Вот столько способностей развлечения, громадный диапазон. Но, соответственно, то это мы начинаем видеть и в людях, это мы начинаем видеть и в полотне, это мы начинаем видеть и в картинах, это мы начинаем чувствовать и в запах, это мы начинаем видеть везде. То есть наше восприятие и то, что мы видим, нераздельно. Я хочу поделиться одной забавной историей из своего собственного опыта. В 90-е годы я уже начал издавать книжки Станислава Грофа, и вот я был в Калифорнии, позвонил Грофу, и он приглашил меня в замечательный, знаменитый в Милвейле, это место через Гольденгейт-бридж в Сан-Франциско, где живет Станислав Гроф. И мы были вечером в этом замечательном итальянском ресторане, Гроф предложил мне выбрать блюдо, я не был сведущ вообще в итальянской кухне, и поэтому вежливо просил его заказать то, что он считает нужным. Было заказано много замечательных блюд, и вот, вы представляете, идет беседа, мы пьем прекрасное вино, кушаем вещи, я кушаю практически все, что мы ели, я ел в первый раз в своей жизни. И Гроф восторгался различными вкусами, оттенками вкус, делился этим, и через некоторое время я почувствовал, что внутри меня появляется, ну вот, какое-то такое смутное чувство, и когда я всмотрелся, что это за чувство, то вот из него поползли какие-то вот такие слова, что вроде «какой великий, гениальный человек, первооткрыватель таких невероятных областей души, а вот так повязан на еде, такой гурман», то есть какое-то вот такое вот непонимание. Ну, я, как и все советские люди, вырос на простой домашней пище, и никаких итальянских изысков тогда не знал. Для меня это было, в общем-то, в первый раз, и потребовались, ну, в общем-то, какое-то время, когда я посещал разные места, у меня появились друзья из некоторых стран, вот из Болгарии, замечательный друг Венка, который в совершенстве знает всю итальянскую кухню, средиземноморскую кухню, и через него я соприкоснулся к высокой кухне, к тайнам ресторана Мишлен, и сам побывал в некоторых ресторанах. И вот тогда я стал понимать, что на самом деле, чем на самом деле делился со мной Станислав Гроф, и что он передавал. Да, вот эта тонкость развлечения вкуса. И впоследствии я узнал, уже сам тренируя вот эти шкалы восприятия по разным сенсорным органам, что если мы тренировались в области вкуса, стали гораздо больше различать, то это помогает нам различать гораздо больше в области цвета, в области взгляда, в области слуха, в области обоняния, и восприятия, ну, не только сенсорных, но и других категориях, психологических категориях, связанных с чувствами, связанных со сложными, объемными переживаниями, с высшими состояниями, мы все тоньше и тоньше и тоньше и тоньше и тоньше воспринимаем. И в пределе мы можем соприкоснуться, если нам повезет, с бесконечным источником всего и вся, и хотя бы на мгновение начать смотреть на мир, на людей сквозь этот бесконечный источник, обладая на какое-то время бесконечными возможностями дифференциации. Помните известное выражение «красота в глазах смотрящего». То есть оно как раз о том, что когда мне что-то очень нравится, я вижу красоту, я в восторге, я говорю, боже мой, как красиво в этот момент красиво не только произведение искусства, а красиво то состояние, в котором я оказался отчасти благодаря произведению искусства, творчеству художника, в нем след переживаний и опыта художника, но также и благодаря вот той работе, которую я совершил, входя через произведение искусства в душу художника, в его мир. И на какое-то время мы стали одним. И поэтому это и красота моей души, и красота души художника, и красота произведения. Это красота жизни, это красота богатства мира, это красота, в основе которой есть бесконечность, всего и вся, где есть полная свобода, где нет никаких ограничений, где царит лучезарность, свет, танец. Карл Густав Юнг когда-то написал знаковую статью, в которой он поделился своими размышлениями о том, почему, например, золото и драгоценные камни драгоценны в мире людей. Он сказал, что в человеческом земном материальном мире они больше всего напоминают вот то внутреннее, светоносное, лучезарное, бесконечное, высшее состояние, которое является основой жизни каждого из нас, с бесконечным ресурсом и источником каждого из нас. И вот это очень важная миссия искусства через произведения, через красоту помогать нам странствовать в своей собственной душе, помогать нам расширять наше восприятие, помогать нам избавляться от ограниченных взглядов на все через вовлечение нас в личный опыт и в личные переживания. Давайте взглянем на какой-то объективной, даже материалистической точки зрения на человеческую ситуацию. Мы души, которые живут вот в этих материальных телах. И, собственно говоря, вся жизнь нашей души, вообще вот вся эта конференция выражается через что? Вот через эти жесты, вот через эти открывающиеся рты, да, через эти интонации, через эти вопли, через невозможность что-то сказать. Да, у нас нет другого инструмента для выражения своих душ, кроме как наши человеческие тела. Нету другой возможности рассказать, чем я живу, кто я, что со мной происходит, сделать себя открытым и доступным для восприятия другим людям. И, конечно же, я тоже вместе с Брониславом Виногрозским за телепатию, за то, чтобы без звука, за то, чтобы без слов быть в контакте друг с другом. Пора, давно пора, но не приходит пока. И нам все еще нужно говорить. Помните, как кричал буквально французский поэт-сюрреалист Поль Элюар. Очень короткое стихотворение. Молчальники врут. Говори, я просто взбешен от того, что слова мои лгут, заблуждений рождая. Моя дорогая. Да, мы не можем выразить все в словах. Не можем. Мы не можем себя выразить ни в чем, ни в каком произведении до конца, ни в каком жанре, ни на каком языке. Науки мало. Науки о душе мало для того, чтобы выразить всю душу. Всего искусства, во всех его видах, мало для того, чтобы выразить человеческую жизнь. Всех духовных практик мало для того, чтобы выразить бесконечность духа и его танец вселенский. В космосе, всего, что есть у нас, всех областей жизни, всех человеческих дел не хватит для того, чтобы выразить то, кем мы есть. Но мы все равно выражаем. Мы обязаны выражать. У нас нет другого выхода. И вот это как раз и говорит нам о том, что искусство является важнейшей, эволюционной практикой и на персональном, и на общечеловеческом уровне. Даже более высоким, я дерзну это сказать, чем великие научные практики, чем вся мировая психология и великие духовные практики. Я имею в виду, конечно, нормального, обычного, среднего человека. Для каждого из нас искусство играет более важную роль, чем все остальное. Потому что искусство – это язык красоты. В основе искусства весть о красоте мира, то есть о его бесконечном разнообразии. Это прямой контакт. И одновременно прямой бескрой и самая короткая практика для того, чтобы мы раздвигали свои границы, для того, чтобы мы росли, различали, различали, различали. Это главная практика персонального пространства наших «я». И в конце концов соприкоснулись с бесконечностью. Итак, вот что можно коротко сказать на сущностном уровне о нашем мире, то есть о персональном измерении человеческой ситуации. И давайте представим себе вот такая высокая мечта, сладкий человеческий сон, что мы наконец-то открыли эту бесконечность в себе. Мы ухватили ее, мы в контакте с ней, мы живем в ней, живем через нее, то есть на техническом языке мы достигли персонального просветления. Ничто больше не ограничивает наше восприятие. Пусть с внешней точки зрения, с точки зрения людей, которые пока еще не совершили этот последний шаг, мы не изменились. Ну, как в дзенском каане, традиции, которую излагала сегодня Татьяна Гинзбург. Помните известное выражение «до просветления» «колю дрова, ношу воду». После просветления «ношу воду, колю дрова». То есть внешне ничего не меняется, но внутренне мы свободны. Мы не ограничены никакими измами, никакими односторонностями, никакими западаниями. Там, где мы видели один единственный выход из ситуации, после контакта с бесконечностью, мы видим много разных путей. Разрешение конфликтов, проблем, сад расходящихся, тропинок, множественность путей, развитие, эволюции, реализации, бесконечный танец творчества и жизни. Вроде бы все великолепно, замечательно. Мы достигли бесконечности. Но есть еще одна маленькая проблема. Маленькая, я говорю, с иронией, потому что это начало следующего и очень-очень большого пути. Ведь кроме нас на планете Земля обитает еще, ну, скоро уже 8 миллиардов, больше, чем 7,5 миллиардов таких же людей с той же самой природой, изначальным состоянием, которое бесконечно. И потенциально, в общем-то, каждый из нас может достичь своей бесконечности и индивидуального просветления. Но одновременно эта картина говорит нам о том, что если мы, каждый из нас, хотим стать реальными, и мы уже стали намного более реальными в своих персональных пространствах, в своем «я», то есть мы, наконец-то, открыли на своем личном опыте вот то великое открытие всех великих духовных учителей, то следующим шагом для того, чтобы стать все более и более и более реальными, это включить в эту реальность мир и прежде всего включить всех других людей, то есть вступая в контакт с другими людьми, отдавая им через предельное выражение себя, талантливое выражение себя, максимально артикулированное, неограниченное выражение себя, свою жизнь, свое открытие, свою энергию, всего, всех себя, и вбирая в себя максимально открыто, не зашорено, жизнь всех других людей, мы становимся больше. Там, где был опыт одного просветления, опыт двух просветлений, опыт ста просветлений, опыт десяти миллионов, просветлений, каждый из которых уникально, каждый из которых похоже в чем-то на сущностном уровне, но несет невероятно сложный иной конкретный жизненный опыт. И поэтому следующий шаг, очень важный нашей эволюции, связан с отношениями. И от того, каковы эти отношения, какие законы работают и поддерживаются в наших отношениях, что прежде всего работает в этих отношениях, зависит то, насколько дальше мы продвинемся по направлению к реальности, насколько быстро мы продвинемся к реальности. И это фундаментальный радикальный шаг, которого не хватает, ну, например, в такой популярной системе, как секрет. Помните, мы творцы всего, мы основа всего. Это правда, никто этого не отменяет, но кроме нас есть другие творцы, кроме нас есть вся Вселенная и космос. И реальность – это не только реальность нашего мира, но реальность – это реальность всего. И поэтому следующий шаг – это постижение вот этого реальности всего, реальности материального мира, реальности мира людей. Это не просто трансферфинг персональной реальности, это навигация по реальному сложному миру, миру отношений. И, конечно же, если мы посмотрим по тому, какую роль и отношения играли в жизни людей, и какими они были, то есть какова была характеристика этих отношений, то прежде всего, что нам приходит на ум, это история древнегреческой культуры. Ну, очень много материальных памятников до нашего времени сохранилось, и эти примеры, что называется, на виду. Ну, мы все помним, что первым великим греческим философом был Сократ, а его главным учеником – Платон. Так вот, хорошо известно, что Сократ передавал свою философию через диалоги. И если посмотреть, ну, что это за диалоги? Ну, на современном языке диалог – это разговор обычно двух людей. но оказывается, что на сущностном уровне, в исконном смысле. Диалог – это диалогос, а под логосом с большой буквы древние греки имели прежде всего человека в его раскрытой сущности. Не на уровне обыденности, а на уровне сущности, на уровне его акме, то есть всего того, что возможно человеку. Кстати, именно этим же словом логос гречески использовалось и для обозначения Христа. Христос был логосом. Поэтому диалогос – это слияние, объединение двух логосов или двух людей на сущностном уровне. Вот что такое философия, вот как происходит обучение ей, и вот как ее передавал Платон. Извините, Сократ, и не даром все произведения его самого известного, блестящего ученика Платона имеют форму диалогов. А какой форме, какой другой форме, мог бы спросить Платон, должны иметь философские трактаты? Это непременно процесс сущностного общения. Если мы посмотрим на структуру древнегреческой цивилизации, то она распространялась по всему Средиземноморью, по Черноморскому море, Эгейскому морю через города-полисы. И до сих пор много остатков этих городов на всем побережье Черного моря, включая Крым. И в центре каждого полиса была агора, площадь, куда каждый день приходили древние греки, для того, чтобы общаться. И в этом процессе открытого общения принималось решение о жизни, о решении различных проблем. Демос или народ общался на агоре. И форма принятия решений управления жизнью получила название демократия. Прошло больше двух тысяч лет с тех времен, но и до сих пор высшей формой управления жизнью людей считается демократия. Ничего лучшего пока человечество не придумало. Есть много видов демократии, многочисленные споры о том, чья демократия лучше, чья демократия хуже, но есть сущностные понимания, что это пока самые лучшие. И общение людей имеет свои фундаментальные закономерности. Как нам, если мы хотим вобрать в себя мир другого человека, как нам это сделать наилучшим образом? Ну, наверное, первое и очевидное – мне нужно быть максимально открытым другому человеку. Если у меня какие-то концепции о другом человеке, а он недостаточно образован, он плохо одет, ну, это звезда невероятная, я недостоин общения с этим человеком, я ничего не пойму. Или, о, это мужик, все мужики – козлы. О, это баба, как она водит машину. То есть все эти концепции, включая религиозные концепции, национальные концепции, связанные с какими-то позициями и точками зрения, становятся препятствиями, которые что? Которые мешают нам открыться, которые мешают нам объединиться с миром другого человека. Почему? Да потому что мы вместе рождены. И если у нас есть концепции, сквозь их призму мы начинаем видеть другого человека. То, чего нет в глубинной психологии это называется проекцией. И мы все в своем восприятии навешиваем на свои проекции, используя мир, ситуации, события, как вешалку для своих собственных проекций. Поэтому первое – воспринимать открыто. И, ну, скажем, вот в программе обучения по холотрудному дыханию, я вел эту программу пять лет в России есть много очень важных, много важного фактического материала в подготовке сертифицированных ведущих. А на сущностном уровне вот важнейшее, чему мы обучали студентов – это учиться выходить в неконцептуальное состояние для того, чтобы быть предельно открытым в любой момент сессии холотропного дыхания. Второе – в передаче знаний, в передаче мира другого человека. Это объединение. Объединение с другим человеком на всех возможных уровнях. То есть большинством мы можем объединяться на уровне эмоций, на уровне мыслей, на уровне каких-то общих дел, выполнения общих проектов, сотрудничества, сотворчества, совместная трапеза, совместная песня, совместная конференция, объединение в мысли, совместная духовная община и выполнение духовных практик. Мы ученики вот такого-то великого духовного учителя. И это действительно создает очень важные связи на многочисленных уровнях. Если у нас есть семья, у нас есть близкие, то мы можем объединяться на уровне тантрическом, на уровне сексуальном, на уровне энергии. И диапазон здесь еще может быть полнее и колоссальный ресурс с помощью вот такого слияния может входить в нашу взаимную жизнь. И образцом вот этой древней практики объединения, ну, конечно же, была открытой древними шаманами практика выхода за предел ограничений, открытость и объединение со Вселенной. Эта Вселенная была, как известно, Вселенной Духов. И как в обычной жизни мы можем говорить со всеми людьми, которые понимают наш язык, и с которыми мы можем пообщаться по другим причинам, так во Вселенной Духов шаман, выйдя за пределы ограничений восприятия, может говорить с душой дерева, с душой кролика, с душой рыбы, с душой микроба, с душой горы, с душой озера Байкал, с душой абсолютно всего. Нет никаких преград договариваться с душами всего, использовать их ресурсы в обычной человеческой жизни. То есть мы объединяемся. И, кстати, и в нашей сегодняшней жизни, наверное, шаманизм и древняя шаманская практика странствия по душам, общения с душами всего, она является в каком-то смысле основой всех других современных практик странствия по душам. И недаром многие великие артисты, художники, в них есть что-то шаманское, шаманят они. И особенно вот такого рода дар проявляется у великих драматических артистов. И вот у нас с Вадиком Демчогом есть общий друг, гениальный художник, мультипликатор Паша Мунтиан, и, собственно говоря, все его мульттворчество – это вот такого рода шаманский путеводитель по миру для детей. В мультфильмах, как известно, как и в шаманском мире все говорят, все общаются. В мире взрослых, ну, на уровне наших любимцев, моя кошечка, моя собачка, моя свиночка, мы наделяем их способностью понимать, мы общаемся, и действительно мы имеем какой-то отвлек, и нередко убеждены в том, что они понимают и отвечают нам. Но в мире детей, в мире мультфильмах, в шаманском мире – это несомненная реальность, это несомненный факт. И я в своей жизни сталкивался с многочисленными историями у шаманов, и, возможно, завтра у нас будут два великих шамана выступать, они что-то расскажут из своего непосредственного шаманского опыта. шамана выступления. И третья великая практика общения с другими людьми на сущностном уровне – это понимание. То есть, когда мы открыты, когда мы объединены, вот тогда-то мы можем понимать. Потому что, когда мы объединяемся с другими людьми, при процессе объединения мы переживаем единство с ними, то есть, мы чувствуем их, как самих себя. У святого человека, например, в традиции православия, у человека, который достиг святости, между его душой и душой прихожан, которые приходят к нему за помощью, нет никаких ограничений. И старец переходит в душу просящих свободно из своей собственной души. Помните потрясающий фильм Павла Лунгина «Остров» и главный герой священник и стопник, занимающий низшую категорию среди монахов в то же время является великим практиком святым, который читает в душах прихожан Яков своей собственной душе. Нет никаких границ. и я сталкивался на личном опыте с такими великими проявлениями человеческого духа. Никогда не забуду свою первую встречу с его святейшеством 14-м Далай-Ламо. Это произошло осенью 1982 года в Бурятии. Я поехал туда с Виталием Николаевичем Михейкиным, переводчиком Станислава Грофа, лидером Московского транспарсонального кружка контекст, для того, чтобы узнать реальный буддизм, носителями которого в Советском Союзе являлись ученики Бедии Дандерона. И вот от Вети Пупышева мы узнали, что вам, говорит, страшно повезло, потому что вот завтра в Иволгинский Дацан приезжает Далай-Лама для того, чтобы дать учение. Ну, мы ринулись в Иволгинский Дацан на следующий вечер и через некоторое время приехал Далай-Лама в сопровождении телохранителей, он прорвался сквозь них прихожанам, это были в основном бурятские бабушки и дедушки, человек сто тогда было, и мы стояли где-то в отдалении, чуть ли не единственные белые люди, бывшие, в основном там были все буряты, имеется в виду из Европы, бывшие в это время там. И Далай-Лама принимал приветственные шарфы, ходоки белые, возвращал их прихожанам, и меня поразило, что он хохотал как ребенок, был очень живой, подвижный, радостный, лучезарный. И я был мальчишкой, всего лишь 26 лет, студент второго курса философской аспирантурии Института философии Академии Новок СССР. И я вдруг замахал ему рукой, не знаю, почему вот захотелось вдруг, и неожиданно вдруг в ответ я увидел, как он замахал мне рукой и захохотал радостно. Он заметил меня и ответил, как свой, я не поверил. Я вот так вот спросил его, мне не веря. Он захохотал еще больше и жестом сказал, тебе, тебе. И вот в этот же самый миг я ощутил какое-то невероятное расслабление, освобождение, и какая-то пелена спала, и открылись границы. я вдруг стал чувствовать его необычайно ярко, красочно, как мы чувствуем все в детстве. Я впоследствии для себя назвал это жестом освобождения просветленного мастера, который вот так одним движением помог мне избавиться от моих концепций. Ведь я же приехал в Бурятию, накачанный уже всевозможными книжками, представлениями о том, что есть великая традиция тибетского буддизма, есть великий Далай-Лама, который лидер этой традиции, глава мирового буддизма, вот-вот-вот на горой вершине стоял на пьедестале Далай-Лама. И вот вместе с этим пьедесталом он в моем сознании приехал в Бурятский и Волгодинский Датсан. И вы знаете, в одно мгновение это было разрушено просветленным мастером, потому что если есть препятствие, то невозможно вхождение в одно и то же состояние, а значит невозможно передача жизни, невозможно передача опыта, невозможно передача знания. И все реализованные просветленные мастера великолепно это знают. Они не создают препятствия, я общался с некоторыми из них в разных традициях, никогда им свойственно качество свободы, естественности, никогда никакого возвышения, никаких границ между собою и с теми, кто пришел к ним за знанием, за советом, за помощью. Для меня это великое послание от реализованных мастеров человечеству о том, что и мы можем руководствоваться этим принципом в наших отношениях, и тогда мы сможем входить в душу других людей, странствовать, отвечая на это приглашение, мы можем приглашать других людей в свои души, мы можем наполняться, обогащаться, мы можем объединяться, мы можем лучше понимать друг друга, потому что я начал об этом говорить, когда мы объединяемся, у нас есть индивидуальная через наши переживания нейрологическая копия другого человека в наших зеркальных нейронах. Встретились вы с Далай-Ламой, открылись полностью, и в зависимости того, насколько вам удалось полностью распахнуться, настолько более совершенная и точная нейрологическая копия Далай-Ламы, возникла в ваших зеркальных нейронах и живет в вашей памяти и оживает по запросу в необходимых ситуациях и служит точкой отчета в вашей жизни. И если говорить о механизмах понимания, то они связаны с тем, как организуется наш жизненный опыт в наших внутренних пространствах, в наших библиотеках динамических, в наших хранилищах, в наших каталогах, сотканных из нейронных сетей на материальном уровне, конечно. И для того, чтобы что-то понять, нужно поместить то, что мы понимаем в определенное место в различных классификационных рядах, в которых, согласно которым, организован наш жизненный опыт. Если то, с чем мы в контакте, то, что мы хотим поманять, нашло место в ряду, у нас и возникает переживание, которое мы называем пониманием. И сейчас, если вам понятно, о чем я говорю, то как раз и произошло это. Нахождение в вашем опыте того, о чем я говорю. Вы поняли, безусловно. И второй ключ к тому, что такое понимание, дает нам наш язык. Достаточно просто, я люблю вот такого рода игры с языком, послушать язык, пофантазировать, поменять немножко язык. И вот это замечательное слово понимание, понимание. Если мы начнем с ним играть, то есть очень сходные слова. Ну, например, внимание, да, внимание, тоже мания, обнимание, вынимание, перенимание, снимание, мания, 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 это основа корня манос, душа, сознание. И одновременно это мануальное, то есть связанное с рукой. И всевозможные предлоги, приставочки показывают различные аспекты этого. Поэтому в слове понимания на корневом сущностном уровне это что-то связанное с человеческим фундаментальным измерением, с осознанностью, с присутствием. И тоже что-то связанное с рукой. Рука это символ конкретности прежде всего, потому что мы через руки создали с помощью рук весь мир, в котором мы живем, прямо или опосредственно с помощью приборов, которые опять-таки созданы руками. Вот какая интересная ситуация. То есть странствуя по душам, странствие по душам это фундаментальный способ развиваться и именно это и делает в нашей жизни искусство. Стихи, музыка, любые произведения, благодаря которым мы можем войти в сознание Творца это все средства, с помощью которых мы странствуем по душам. Вот почему, я надеюсь, я объяснил, я считаю, что искусство является высшей эволюционной практикой. Это самый главный инструмент для развития нашего персонального измерения и, ну, наверное, самый быстрый, самый хорошо работающий инструмент, помогающий нам странствовать по душам. Я надеюсь, что, да, я уложился во время, замечательно, и я прошу, прошу следующего гида сегодня по миру творчества Вадима Демчога, да, привет, Вадим, я рад, я рад, что ты здесь, и... Я не только здесь, я внимаю, распахнув свои уши, как у слоника, да, и всячески наслаждаюсь и тобой, и Владимиром перед тобой, и я действительно в полном трепете от взаимоподхватности и взаиморезонанса, поэтому вы разогрели меня не на шутку. А вот в каком трепете я нахожусь, когда я на спектаклях Вадика, когда я читаю его книгу, это просто праздник, когда я читал «Открывая Даймона», это шедевр невероятный, где Вадик просто вышел за пределы всех своих прежних, ну, невероятных высот, и во всем, что там сделано, в диалогах, в картинках, в юморе, в наставлениях, ну, просто дает нам потрясающий путеводитель, вообще-вообще вся Орли Кенниада, весь мир невероятный Демчога, мир Фрэнки Шоу, мир, как мы знаем, мистера Фримена, где по-другому с китчем, с пафосом учитель Трикстер осмеивает нас, быдло, ограничение, грязь и отвратительную вообще вонь, в котором мы все живем, для того, чтобы мы наконец-то вот в этом космическом юморе все поняли и стали реальными. Так что я с удовольствием уступаю дорогу великому маэстро космической игры, театра безумия, театра многоликости Вадиму Демчогу. Пожалуйста, Вадик. Спасибо, Володя. Обрати внимание, что я ни в коем случае не умоляю у твоих восхищений, и это действительно большое искусство, наверное, принимать аплодисменты. Очень жаль, что я не вижу лиц слушающих, потому что являюсь артистом и до мозга костей, конечно же, знаком с тем, о чем только что говорил Володя, о диалогичности творческого процесса, и мы сейчас к этому вернемся непосредственно, и подхватывая Володю, который так красочно, образно, картинно, зримо раскрывает этот изумительный феномен. Я, конечно же, хочу еще и еще раз поддержать, что мы — это потенциал пространства, и сейчас мы все больше и больше будем заглубляться на эту территорию уже не с помощью интеллектуальных каких-то, ну, интеллектуальных построений образных, да, а именно через практику, потому что я хочу отдать свой час именно погружению в это, как говорил Владимир Козлов, измененное творческое состояние сознания, естественно, через диалог, через создание образа себя совершенного, через опрокидывание этого творящего образа на себя. И вот этому я хочу как раз посвятить весь свой час, потому что слишком, наверное, уже, ну, настолько красочно и красиво оплетено пространство и описан сам феномен творчества, что ничего добавить уже здесь невозможно. Я планировал как-то подробнее это все раскрыть, но и Владимир, и Володя передо мной уже проделали эту работу, и будет здорово, если мы посвятим это время практики. И понятно, что когда мы входим в контекст творчества, когда мы входим в контекст игры, мы становимся сутью творения. И это не голословное слово, не голословная формула, потому что об игре вообще нельзя говорить, в нее нужно играть, ею нужно быть. И когда мы втекаем в этот контекст и ощущаем, какие потоки начинают через нас течь, то, конечно же, нет ничего более духовного, просто быть здесь и сейчас в акте взаимодействия со всем потенциалом пространства, который изнывает на самом деле поиграть с нами. И как Владимир Козлов, сори, что я постоянно делаю отсылки, иллюстрируя как раз вот тот самый резонанс, от которого в восхищении, да, как Владимир Козлов как раз говорил о том, что потенциал пространства, он настолько исполнен энергией, он готов, то есть энергия везде, энергия во всем, да, и она готова течь, главное, иметь умелые руки, чтобы оседлать эти потоки, да, и вот сегодня мы попробуем это сделать. То есть игра, как уже Володя Майков не раз констатировал, самый мощный из духовных путей, и мы, конечно же, и сейчас мир все больше и больше, и отовсюду несутся всевозможные изложения и попытки структурировать и снять ну вот какой-то налет с творческого процесса всевозможных религиозных трактовок, всевозможных психологических, философских трактовок и оставить в основе живой творческий процесс. И когда схватываешься за него, как за точку отсчета, идентифицируешь себя с этим живым творческим процессом, происходящим здесь и сейчас, то вдруг обнаруживаешь себя в этом чуде сиюминутности, который, как опять же говорил Владимир Козлов, доставляет невероятное наслаждение, невероятный трепет, потому что ты осознаешь, какое чудо течет у тебя из кончиков пальцев и просится, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, и руки просятся к перу, перу к бумаге, мгновенья и стихи невольно потекут. Итак, отматывая пленку к нашему вступлению, когда вот у нас был круглый стол, и я немножко заикнулся о творческом безумии, и я дерзаю, как творческая личность, вот так вот невинно использовать этот термин, хотя прекрасно понимаю, какая нагрузка лежит на нем с психотерапевтической точки зрения и так далее, но творчество, оно, конечно же, апеллирует к расширенным состояниям сознания и с точки чего безумие безумно. И оно, конечно же, творчество и безумие, и творческое безумие, они, конечно же, безумны с точки зрения личиночного, отделенного от целого человека, да, и природа реальности, если снять с нее все лишнее, она, конечно же, обнаруживает свое невероятное безумие, не укладывающиеся в сознательные какие-то концепты и так далее. И здесь, конечно же, можно вспомнить мой любимый пример, когда я говорю о том, что мы, люди, очень трогательные существа на самом деле, да, через наши органы восприятия, мы способны принять информацию из реальности всего лишь на 3%, да, то есть наши органы восприятия, зрения, осязания, слух, тактильные разные каналы, через них не способно, невозможно, не может пройти весь объем знания о природе реальности. И здесь я привожу в пример этот пазл, разрезанный на 100, вернее, картину, разрезанную на 100 кусочков, на 100 пазлов. Так вот, мы знаем о реальности всего 3 пазла, и наш мозг, он, естественно, из желания защитить нас видением целостности, додумывает все остальное. Он придумывает видение, придумывает систему, с помощью которой мы могли бы ощутить это бесстрашие и хоть какое-то умиротворение, могли бы расслабиться в этом знании. И поэтому творчество, оно, конечно же, закодировано на очень глубоких уровнях, требующих этих механизмов защиты, чтобы хоть как-то обосноваться в этом невероятном хаосе, в этом невероятном безумии, безумии мира. И если мы не осведомлены о глубинах или потенциале окружающих нас возможностей, то мы, конечно же, будем дистанцироваться, бояться, замыкаться или стараться познать, называя это безумием. И, конечно же, огромное количество примеров этих великих безумцев, которые без каких-либо защитных механизмов бросаются в эту клаку реальности, извлекая из этой бездны всевозможные структуры, с помощью которых эти бездны можно понять. Одним словом, сегодня понять, осознать, приручить, присвоить и так далее. Одним словом, сегодня мы немножко прикоснемся к языку целостности, к картографии целостности, если хотите, именно через практику. Эту практику мы используем на так называемом пути игры, и она является основным защитным механизмом всего пути игры, и в школе игры, и так далее. И именно защитив себя этим скафандром при таком настойчивом желании выйти в открытый космос или заглубиться в глубины океана, используем это как метафору, потому что если мы как люди, туда пойдем, на глубины океана или в открытый космос, то мы, конечно же, моментально вспыхнем, как спичка, то есть наши телесные возможности, они просто не выдержат. И нам нужен скафандр, нам нужна некоторая картография, некоторый защитный механизм, и для вхождения, сори, извините меня за вот эту метафору, то, что на территорию творчества в открытый космос творческих процессов, для того, чтобы выйти, нам, конечно же, нужна экипировка определенная, нам нужно подготовить психофизику, чтобы выйти на те высокие уровни функционирования, когда мы начинаем говорить с потенциалом пространства на «ты», когда мы открываемся потенциалу пространства, и его энергия начинает течь через нас, а чем мы придаем этому форму? Конечно же, вот тем, чем обладаем, движением, голосом, воображением, поэтическими метафорами, музыканатным станом и так далее, и так далее. То есть, мы начинаем оформлять этот хаос, потому что через нас течет невероятная энергия, и поток энергии этот не подделать. Если он течет, то, извини меня, будь добр, подготовить психофизику, прочистить каналы, для того, чтобы эта энергия могла уже течь и через тебя обретать форму. Как я уже сказал в самом начале, мы и есть играющий потенциал пространства, и выработать эту убежденность, и приучить свою нейронную сеть к пониманию того, что я не что-то отдельное от потенциала пространства, я сгусток потенциала пространства, я невероятный мастер, который дерзает пропустить через себя эту невероятную энергетику, придать ей форму, лепить и говорить с ней на языке предания, форм и так далее. И те, кто были на школе игры, они уже, естественно, осведомлены о том, что выработка ритуалов, отождествление себя с целостностью, это такой основополагающий процесс, прежде чем выкатиться на территорию взаимодействия с потенциалом пространства, на территорию творчества. И здесь сразу же я с места в карьер, потому что на территории школы игры мы делаем это последовательно, изучая нас, себя, свой инструмент, как многообразие ролевых проявлений, как пробужденную творческую активность, как смотрящее пространство, которое изнывает от желания поиграть с нами. То есть здесь мы выходим на территорию театральной модели. Есть зритель, то, что смотрит, потенциал пространства, и он везде. И дальние уголки космоса – это тоже смотрящее пространство. Греческие амфитеатры, они как раз построены вот по этим моделям, создавая эту космогонию. естественно, естественно, из желания проявить свою творческую активность, пространство фокусирует творческую силу, и на сцену выходит актер, который, одевая разные маски, слово «маска» сейчас звучит как каким-то особо таким близким к телу термином, одевая разные маски, прикрываясь разными ролями, возвращает пространству то богатство, которое в нем на самом деле спит и желает быть выявленным. То, что смотрит, то, что играет, и то, во что играют. Зритель, актер, роль. И обычно на курсах школы игры я рисую такую смешного человечка, и обозначаю это тремя центрами. В нижней части живота смотрящее пространство, в сердечном центре творческий принцип, во лбу ролевое многообразие, и это и есть такая энергетическая, очень простая актерская система в нашей традиции. И сейчас мы подойдем к этой картографии целостности и вступим во взаимодействие с потенциалом пространства, мы называем его повелитель игр или некий мастер. То есть это мы сами, достигшие абсолютной реализации, абсолютной целостности, знания себя во всем своем творческом богатстве, во всей глубине и запредельности. И, как говорил Володя Майков, снова отсылаюсь к нему, сознание диалогично, диалог, это он лежит в основе развивающихся моделей, и в основе энергообмена, и в театре это особенно заметно, выходит на сцену актер, и он энергетически взаимодействует с залом, да, и возникает этот энергетический круговорот, который, собственно, и создает, взбивает в пену образ и некое единое переживание. Говорят о том, что, ой, какой потрясающий актер сегодня играл, он так захватил зал, он просто заглотил его, просто вместил в себя, он мог делать с ним все, что угодно, мы рыдали, мы плакали, наши мышцы сокращались, когда он падал, и так далее, и так далее, да, это был единый поток, единый образ, да, и вот эта вот картография целостности, знакомства с собой абсолютно целостным, поначалу, казалось бы, вынесенным вовне, лежит в основе вот этого метода, который мы прямо сейчас проделаем. Это называется, это медитация на повелителя игр, на узнавание своей собственной творческой силы, да, знакомство со своей собственной целостностью, это мы сами, уже достигшие абсолютной целостности, и метод в квантовом стиле заключается в том, что мы прямо сейчас, такие, какие есть, знакомимся со своим собственным совершенством, такими, какими мы можем быть, и, несомненно, будем, если подчиним свою жизнь определенной дисциплине, определенной творческой практике, узнаванию себя творческого, да, а творчество, оно, конечно же, ну, апеллирует к целостности, а целостность невероятно игрива, как только мы обнаруживаем себя целостным, как потенциал пространства, как творческую силу, неминуемо начинает циркулировать энергия, и пространство начинает проявлять через нас свою игривость, то есть сегодня мы знакомимся с собой творцом, и для этого я сейчас начну наговаривать определенный текст, знайте, что это внутренний спектакль, мы идем на территорию своего индивидуального театра, на территорию внутреннего мира, где, собственно, и начнем разыгрывать с собой в главной роли некоторое действие, с помощью воображения, как говаривал Юнг, мы, собственно, и есть воображение, да, и на самом деле, здесь опять реверанс Владимиру Козлову, ему скучно, меня очень умилил этот контекст, ему скучно заниматься всеми этими отмотками в детские проблемы, в первый крик и так далее, и здесь он очень мило заулыбался, а у меня это все, конечно же, срезонировало, потому что, конечно же, современный уровень психологии уже, ну, идет, как сказать, на порядок выше, что ли, берет, нет смысла заниматься исследованием химического состава грязи, когда идет генеральная уборка, грязь нужно просто убирать, мы есть воображение, и если мы визуализируем или представляем себя уже в чистой или целостной, или творчески пробужденной форме, мозг верит. И он начинает свою удивительную шелкопрядную работу, когда он начинает перенастраивать нейронную сеть, освобождаясь от лишнего хлама, и набрасывать и вырабатывать убежденность в том, что новые модели представления себя, видения себя, они гораздо эффективнее, чем старые двойственные потребительские личиночные модели и так далее. Итак, я призываю вас сейчас последовать за мной, и мы коснемся этого удивительного разворота, который в некоторых духовных традициях называются как медитация, и есть разные формы медитации, как вы знаете, медитация сразу на пустое пространство, медитация с визуализацией, медитация с акцентом на дыхание, и есть разные всевозможные традиции. Я не дерзну называть это медитацией, и я назову это скорее концентративным упражнением, относящимся к артистическому контенту, но, конечно же, традиционно этот стиль взаимодействия или представления себя совершенного вынесенного вовне, он уходит корнями в огромное количество традиций, это и буддийские техники, и кашмирский шиваизм, и индуистские техники, когда набрасывая, создается образ целостности, с которым ты хочешь отождествиться, и он опрокидывается на тебя, и, конечно же, это невероятно разворот артистических возможностей ума, мы начинаем творить в этот момент себя самого, и постепенно, когда мы уже испытываем определенную уверенность и стабильность в самоидентификации себя в этом образе, мы начинаем излучать этот образ и эту способность видеть это совершенство и в других тоже, и здесь это, вот мы подойдем в медитации к этой фазе, да-да-да, я укладываюсь во времени, это прекрасно, когда мы начинаем, научившись видеть себя большим и творчески пробужденным, мы невольно и мозг не может отказать нам в этом удовольствии, мы начинаем видеть большими и творчески пробужденными других, и начинаем вступать во взаимодействие с миром, наполненным творчески пробужденными и, ну, способными делиться и светиться персонажами, и так возникает это изумительное командное поле, о котором тоже говорил и Владимир, и Володя, и я здесь бью в колокола, конечно же, еще и еще раз благодарности, потому что они формулируют самую суть творческого процесса, которому, исследованию которого я посвятил большую часть своей жизни, и, конечно же, лучшее, что возникает на творческом поле, это возникает в поле объединенных определенным видением, благодарностью, с радостью, с взаимоузнаванием людей, да, и когда огромная компания людей вдруг начинает музицировать, танцевать, сплавляться в каких-то энергетических конфигурациях, да, извлекать какие-то звуки, театрально что-то придумывать, поэтизировать и так далее, и так далее, конечно же, пространство начинает разрываться от взаиморадости, и, как и есть такая пословица, собрались люди, начали говорить и разошлись врагами, собрались в следующий раз, начали танцевать и разошлись полюбовно, да, то есть, вот так это и происходит. Итак, мы начинаем медитировать, я прошу вас сесть прямо, я обещаю, что мы уложимся максимум в 15 минут, даже поменьше, потому что я сделаю такую не очень длинную версию, так скажем, попытаюсь сжать эту медитацию, они записаны и в аудио формате, если кто-то захочет повторить, или приходите на школу игры, и мы там это все подробно проживаем, по ступенькам поднимаемся к пониманию глубины и драгоценности этого метода узнавания себя совершенным. Итак, мы медитируем с прямым позвоночником, то есть, можно сидеть на стуле со спущенными ножками, не обязательно садиться в лотос или полу-лотос, ручки можно просто положить на коленки или на бедра, подбородок слегка поджат, позвоночник прямой, это единственное очень важное требование, даже, так скажем, глазки закрыты или полуприкрыты, как вам комфортно, и мы стараемся уловить тоненькую струйку воздуха в кончике носа, которая входит при вдохе и выходит при выдохе. И считаем вдох-выдох, раз, вдох-выдох, два, и сейчас мы продолжаем, слушая меня, считать вдох-выдох и обратить внимание, я призываю вас обратить внимание, как только у мозга появляется точка, на которой, на которую мы его мозг можем повесить, да, даем ему точку отсчета, он невольно приходит к покою, он перестает совершать свою защитную функцию, выпрыгивая из себя и прислушиваясь ко всему вокруг, он нашел себе точку опоры и он начинает успокаиваться, пульсация мозга в этот момент замедляется и мы входим в такое состояние полудремы, кто занимался электроэнцефалографическими замерами, то он, вероятно, знаком с этой информацией. И это та самая территория, на которой мы можем создавать мир. Это та самая сцена в театре реальности, которая подвластна нашему творчеству. И вот в этом состоянии полудремы, неглубокого сна, мы позволяем проступить из пространства перед нами некоему светящемуся облаку, которое постепенно сгущается в зеркальное отражение, как мы уже говорили, это мы сами, но в квантовом стиле уже достигшие творческой пробужденности, целостности и так далее. Мы называем эту форму повелитель игр. когда начнется визуализация, можем перестать считать вдох и выдох и с максимальной сконцентрированностью отдаться проживанию происходящего. и так прямо перед нами сейчас возникла форма абсолютной целостности. Мы просто предоставляем нам возможность предположить, что то, какие мы хотим быть, уже здесь. Дорогой учитель, обращаемся мы к нему, пожалуйста, позволь нам вспомнить себя целостного. Мастер перед нами улыбается и сейчас из нижнего центра четыре пальца ниже пупка из его живота в наш соответствующий центр излучается мощный поток синего глубокого света. этот свет вливается в нижнюю часть нашего живота, наполняет нас целиком, растекается через нас во всех направлениях. И с помощью этого жеста мастер передает нам знание о том, что мы и есть открытое, ясное, безграничное пространство потенциальности, весь возможный ресурс для творчества и самые дальние уголки космоса это тоже мы и мы всегда были этим. Свет с максимальной силой вливается в нас, растекается через нас и мы узнаем себя как потенциал пространства. Наслаждаемся в этом переживании, в этом узнавании, в этом откровении с максимальной открытостью и преданностью. сейчас из сердца мастера в наши сердца, в центр груди вливается мощный поток красного света. И мы понимаем, что с помощью этого жеста повелитель Игорь передает нам знание о нашей творческой силе, о нашем праве играть с этими невероятными возможностями, с этим безграничным творческим потенциалом. И мы впитываем в себя этот лавообразный мощный красный поток, видим, как этот свет заполняет нашу грудную клетку, растекается через нас во всех направлениях. Мы максимально открытые и преданные к этой прямой передаче энергии. Сейчас из головы мастера и с точки между бровей в наш соответствующий центр вливается мощный поток белого света. И с помощью этого света, с помощью этого жеста мастер передает нам знание о нашей невероятной многоликости. Нет в окружающем мире ничего такого, что мы не могли бы сыграть, чем мы не могли бы быть, жизнь чему мы не могли дать. И мы, как бы идея это не была абсурдна, принимаем это себя, это благословение, эту передачу, как говорится, на вырост. Белый свет втекает в наши головы, заполняет нас целиком. и мы с максимальной открытостью и преданностью принимаем это благословение. Сейчас три света одновременно излучаются из мастера перед нами в нас, синий в нижнюю часть живота, красный в сердце, белый в голову. И обычно мы здесь произносим рецитацию «Повелитель игр, действуй через меня» или работаем со звуком, но сейчас мы сокращаем медитацию и мы просто визуализируем, как этот свет вливается в нас, синий в нижнюю часть живота и мы знаем, что он символизирует, красный в сердце и мы знаем, что символизирует он, белый в голову и мы помним, что это ролевое многообразие и мы видим, как свет наполняет нас, истекает через нас во всех направлениях, как наше тело превращается в форму энергии и света, исполненное знанием о том, что мы и есть потенциал пространства, мы и есть творческая пробужденность, способная играть с этим потенциалом, мы же есть ролевое многообразие и все и все вместе мы олицетворяем собой творческий принцип вселенной и это главное знание мастер собственно и передает нам прямо сейчас. сейчас мастер растворяется в свете и мы наблюдаем как элегантно и легко он это делает он просто тает в радужном свете и весь этот свет со всем объемом смыслов опрокидывается на нас мы повелитель игр мы уже знаем все что должны знать мы уже являемся всем чем хотим быть прямо здесь и сейчас в клан и экипированы всем необходимым чтобы символизировать собой творческий принцип вселенной пребываем с максимальной преданностью в этом блаженном состоянии наблюдаем как из нас истекает свет целостность светоносна она не может не светиться и этот свет прямо сейчас устремляется ко всем о ком мы можем подумать и это могут быть реальные персонажи нашей жизни родные родственники дети друзья друзья друзей знакомые знакомые знакомых и свет этот свет целостности наполняет их втекает в них и дарует им узнавание глубинного творческого потенциала потенциала в них и мы видим как меняются их глаза выражение лица выпрямляется осанка как они начинают светиться изнутри превращаясь из телесной формы светоэнерго форму как через кончики пальцев у них начинает светиться свет течь свет этих людей огромное количество вокруг нас и мы уже обнаруживаем это мощное силовое поле потому что целостность зеркалясь друг в друге начинает усиливать все пространство целиком и вот уже весь город такой как Москва или где бы мы не медитировали уже заполнен этим сиянием и все люди населяющие ту или иную территорию наполнены этими способностями и мы должны знать что мозг верит в это видение и накачивает устойчивость и вот уже весь земной шар наполнен этим светом и все 7 или сколько там миллиардов людей уже сияют изнутри и мы позволяем этой фантазии материализоваться и вся земля уже напоминает солнце мы в хорошей компании и прекрасно понимаем что полны бесстрашия пробужденной глубинной радости и любви и сейчас весь вся вселенная наполненная повелителями игр мастерами игры божествами игры растворяется плавно уходит свет все дальние уголки космоса земля все растворяется в свете и весь этот свет устремляется к нам и как только он касается нас мы как кусочек льда в горячей воде плавно радостно с огромным доверием и благодарностью отпускаем себя в этот свет мы открытое ясное безграничное пространство потенциальности есть осознавание но нет объектов осознавания нет того кто смотрит как нет и того на что можно было бы смотреть максимально расслабляемся в этой возможности мы открытое ясное безграничное исполненное невероятной энергией не по пространство с максимальным доверием расслабляемся в этой возможности есть осознавание но нет формы нет ничего чем эта энергия могла бы быть повязана сейчас из этого открытого во всех направлениях потенциала пространства каковым мы собственно и являемся просто потому что пришло время мы сгущаемся в самую эффективную для игры на сцене жизни форму форму божества игры повелителя игр мастера игр и мы знаем что он состоит из знания о потенциале пространства из творческой пробужденности и ролевого многообразия постепенно возвращаемся у меня еще 20 минут и я рассчитываю на какие-то вопросы потому что потому что программу свою выполнил и я думаю что в этом шоу в этом артистическом игровом подходе к духовной практике как раз как раз выражается это удивительная потенция да то что или выражается эта возможность то что мы это играющий потенциал пространства мы суть воображения как говорил Карл Густав Юнг мы способны творить себя опираясь на творческую пробужденность и как только мы обретаем эти механизмы эту картографию создаем определенные ритуалы то рано или поздно мы научимся видеть и в других это творческое богатство и как только мы обучаемся этому мы обучаемся мы невольно пробуждаемся к диалогу и есть большая разница когда в диалоге находятся личиночные персонажи как в потребительском стиле ты мне нужен только потому что мне от тебя что-то нужно и так далее как только я получил ты свободен и так далее но когда в диалог вступают целостные персонажи видящие возможный потенциал играющего пространства тогда качество игры выходит на совершенно новый уровень так скажем вот то есть игра опять же возвращаясь к заявлению Володи Майкова игра самый мощный из духовных путей и конечно же сейчас идет очень мощный контент вырастания что ли вот именно игрового видения да и создания определенной ритуалистики определенной методики на основе прямого прикосновения к творческой потенции вот пожалуй все если есть вопросы то я готов ответить Бадик громадная благодарность за открытие Даймона мы вместе прости мне мою дерзость да дерзость и я из-за интеллектуальной среза да переместил как бы конференцию в практическую я думаю что но согласись что вашей вашему образному потоку с Владимиром да нужно было дать вот какую-то практику да и поэтому я дерзнул хотя готовил совершенно другое вот такие импровизации случаются спасибо тебе за дерзость к тебе вопросы да спасибо тебе есть вот ты можешь читать сам в чате там от Ганичевой Лилии которая была на школе в Красноярске 3-4 года назад мой жизненный поток поменял направление на 100% это настолько мощный инструмент для настройки отношений с близкими детьми миром я благодаря этой школе приблизилась к пониманию и осознаванию что такое игра игра жизни но вопроса нет аплодисменты принимаю да нет ничего более восхитительного на самом деле чем видеть с какими раскрасневшимися лицами да и вспоротыми черепами да когда нейронная сеть просто разметается вокруг как волосы да люди выходят в круг нашей школы да и там творят какие-то изумительные чудеса которые от себя даже не ожидали да и когда они узнают что они гораздо больше чем всегда о себе знали и всегда о себе думали и когда это пробуждается это распаковывание этих энергетических потоков конечно же меняет жизнь на 100% очень счастливо видеть вас Вадим погрузилась в единство трех до этого вопрос пожалуйста вот Вадим это было очень вдохновляюще спасибо что поделились мой вопрос что вдохновило вас на такие на такие на такое цветовое наполнение во время медитации красный синий я просто патриот это один ответ я патриот России это первый ответ это первый ответ на самом деле все очень просто бессознательное не говорит с нами на языке интеллекта оно говорит конечно же на языке цветов цветов ритма мантр разных звуковых сочетаний рифм и так далее и поэтому когда повелитель игр или наше совершенство передает нам какое-то знание бессмысленно говорить какие-то формулы конечно же эти формулы очень важно идентифицировать просто со световым потоком и бессознательное без каких-либо блоков принимает это на себя и распределяет по психо ну по телу да и мы начинаем это знать постепенно синий свет это конечно же потенциал пространства и это символ ну чего-то такого океанического раскрытого большого пространства и какой синий конечно же да океан небеса синий свет вливается и я благодаря этому образу понимаю что я и есть океан я и есть небеса и так далее красный это цвет творческой пробужденности когда мы горим какой-то страстью это ассоциируется с красными раскаленными состояниями да и так далее извержение вулкана наковальня и так далее и так далее красный свет здесь белый это многообразие ролей многообразие наших проявлений и это белый свет который вмещает в себя всю радугу да он расщепляется на радужное многообразие и поэтому кристально чистый белый свет вливается в голову да здесь нет никаких секретов все очень просто и очень функционально я люблю кокетничать что мы актеры не очень умные люди мы работаем с живой энергией да мы выкатываемся на тысячники чуть ли не каждый день да и мы не выживем если мы вот просто тупо не повторяем какую-то технологию и не защищаем себя да то есть мы выходим в открытый космос живой энергии каждый день и поэтому сейчас готовы делиться функциональностью этих наработок помню давным-давно делал медитацию на повелителя игр и тогда здорово было но ощущение что тогда было 5% от того что сейчас я очень горд этим методом и на самом деле действительно манифестирую его как величайшую драгоценность именно в контексте защитных механизмов потому что в этой медитации дается весь пакет да четырехзвенная позиция играющего божества и как вы понимаете в этой медитации был я потенциал пространства я творческая пробужденность я ролевое многообразие и когда мы растворились в пространстве помните день был колокольчик мы исчезли в недвойственности и кто изучает буддизм или практикует буддизм конечно же здесь волосики на руках может стать дыбом это прямая передача от мастера когда ты выходишь за пределы игр все ты да ты дома ты пришел и это абсолютная защита это абсолютная то есть из этого пространства дальше некуда идти внутри него может сгущаться растворяться фокусироваться игра мысли лучи и так далее но преодолеть это состояние уже невозможно и таким образом мастер дает нам абсолютную защиту для заглубления для самоисследования он опечатывает ум предельной истины так скажем да конечно же чтобы выходить в эти состояния недвойственности да и не хвататься за привычки которые ум нам поставляет потому что мы привыкли хвататься за всевозможные мысли и так далее очень непростое на самом деле действу и она требует навыка но в какой-то момент вы просто отпускаете себя с величайшей благодарностью становитесь светом и все вы здесь и это величайшее блаженство то есть как буддисты говорят то что выше блаженства не существует володенька поправь меня если у тебя не существует я согласен попасть на вашу игру вопрос как попасть на вашу игру мы проводим тренинги это школа игры наберите в интернете школа игры вадима демчок вас выкинет на несколько сайтов приходите в театр закрой глаза и смотри кто гамлет бездна вот у нас сейчас выходит новый спектакль погуглите я думаю что это очень просто в современном мире благодарю за ответы за практику низкий поклон что остается от человека когда он живет в контексте проживания что остается от человека когда он живет в контексте проживания ролей где он сам при этом остается он в ролях он в ролях и в этих узких пакетах информации доставшихся конечно же нам от родителей и от тех систем в которых мы взросли и будучи уже взрослыми 50-летними мужичками мы до сих пор носим колготочки на резиночках и играем в детские игры да так и не выходя за пределы этих ролей у меня есть приложение демчок бесплатная ссори что я как продакт-плейсмент это объявляю но я так хочу делиться этим всем оно бесплатное я на нем ничего не зарабатываю но я начитываю книги некоторые и там есть прекрасные книги стивена валинский стивена карпмана жизнь свободная от игр она как раз о том как формируется в действие этот кокон и как потом трудно его разорвать и преодолеть да мы играем в игры бесконечные игры только вообще книг приложение демчок начитана уже я потерялся я сбился я не читаю книги для себя уже так получилось я читаю на микрофон то есть я сажусь у меня уже местечко я кликаю и просто читаю книгу потом эти файлы отдаю друзьям они там подчищают какие-то и вот так вот возникло приложение помнишь ты говорили что и новая книга грофа будет начитана я сделал это предложение тебе да потому что изнываю от желания уже полистать эту книгу она сейчас переводится и я всячески я счастлив буду подарить ей свой голос этой книги да и опять же я делюсь восторгом потому что у меня невероятное знакомство с моим американским другом виктором шамосом и вот книга путь игры как раз глубинное природотворчество это вот новиночки да то есть вот свежеиспеченные приглашаю в приложение и вот там как раз о природе творчества и ты можешь послушать потому что ты узнаешь там свои реплики цитаты да потому что это все настолько пересекается и для меня это действительно очень важно потому что две половинки земного шара они как-то как встретились как мозг да я вдруг увидел человека который резонирует этим игровым видением благодарю димчок как всегда прекрасен низкий поклон да про вопрос среди талантливых людей гениев оставших оставивших большой след в творчестве искусстве мало просветленных мастеров чем это грань и в чем это грань или стена но сейчас мы исправляем эту ошибку эволюции и по крайней мере на территории театра арлики не ада приходите я вас хочу познакомить со своими актерами актрисами и они конечно же транслируют изумительные совершенно качества потому что мы не выходим на сцену не совершая вот эту медитацию которую сегодня сделали у нас целый веер других медитаций то есть мы в очень мощном тренинге и вот эти вот и трансперсональные контексты творчества о которых говорил владимир козлов да и володя тоже апеллирует к этому постоянно они все больше и больше сливаются вместе и артистам или творческим личностям конечно же вот в эволюционном контексте все больше и больше необходимы защитные механизмы потому что глубины для погружения и психотерапевтические и глубины бессознательного коллективного бессознательного информационность творческих пространств она становится все более широкой все более глубокой и просто так поплескаться в бессознательном уже не удается да то есть туда для того чтобы заглубляться и извлекать оттуда картографии вот этих невероятных просторов да уже нужна экипировка да и поэтому творческие люди они все больше и больше притягивают к себе дисциплины и вы знаете я могу даже сам вам перечислить да вы и сами знаете имена артистов которые уже практикуют и буддийские техники и кастанеду и ну кто что да и йогу и так далее так далее то есть они привлекают к себе методы для того чтобы защищать свою ранимую психику интуицию для заглубления поэтому мы исправляем этот элемент эволюция исправляет новый спектакль ура вадим спасибо вы сейчас для меня провели мостик между артистической деятельностью духовной практикой которую я никак не могла сформулировать добро пожаловать на школу игры школа игры уже девять лет существует как мост связующий именно духовные традиции игровой подход и формы искусства да и вот то что опять опять снова и снова я апеллирую к козлову и майкову да потому что каждое мгновение мы творим никуда не деться и каждому очень важно найти этот творческий экстатический выход в целостность да и узкие модели которые востребованы социальными механизмами и социальной структурой конечно же нас скукоживают мы не нужны есть еще время есть скукоживают нас мы не нужны социальному миру как целостные существа мы нужны только самим себе и поэтому это наша задача да обнаружить ритуалы механизмы которые позволят нам быть целостными и счастливыми да и вдохновленными воодушевленными к жизни к живому да и и так далее вот сейчас прямо загрузила ваше приложение да там огромное книги количество книг и по буддизму и по индуизму и по психологии игры и короче очень очень много всего все вопросов больше нет володя мы можем завершить нет пока не можем потому что следующий ведущий следующий гид только через через 7 минут если он правда здесь если бронислав ты здесь то ты пока позволь я задам тебе вопрос бронислав кажется здесь да и готов продолжить но вопрос ты можешь задать я не хочу мне интересно слушать пусть вадим давай договориться вадим давай бронислав тогда ты задай вопрос вадиму вот так вот я тебе задам вопрос и потом бронислав задаст мне потому что я уже как бы заихнулся об этом володя меня подкупает и это твоя ярость исследовать вопрос творчества казалось бы ты ну психолог да практик психотерапевт философ и так далее и на чем зиждется этот твой яростный контекст и это вера в источник как бы вообще ну вот творчество как такового потому что для меня это действительно ну элемент ну восхищения и действительно я не понимаю нужно же быть творцом артистом поэтом музыкантом тогда и так далее чтобы настолько мощно исследовать природу творчества ты казалось бы не являешься вот не артистом не и в то же время это ярость она сквозит на протяжении уже очень многих лет и наша дружба основана на этом откуда это почему именно это а кто его знает нравится мне это и все ну вадик это же врожденные вещи правильно более того творчество она уже связано с чем вот с этим с рождением мира из ничего каждый миг то есть это импровизация что называется аста понесло вот и хочется понять куда несет когда и как несет каждый миг то есть вечный сад расходящихся тропинок а сейчас тебе бронеслав вопрос задаст я вопрос задам да 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 что нибудь спроси вадика вадик ну чё ты вообще думаешь про все про это я только что я хочу сказать на самом деле удивительным образом вот это вот движение по поводу игры за вот мы какими-то идем параллельными совсем параллельными путями то есть игра является такой невероятно важной составляющей моей игры как таковой там знаешь у меня есть книжка искусство игры с миром там значит и как-то более того я тебе скажу ты ее читал спасибо да 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 я посвящаю игра для меня это такой вообще основной способ преобразования смысла в сознании вообще в общем поле сознания то есть вот вот игра и я считаю что собственно говоря сознание это есть феномен игры вот я бы хотел послушать несколько слов по этому поводу что собственно сознание есть феномен игры я дерзну обрушить на тебя конечно же ну крайний взгляд отвечая на этот вопрос потому что для меня все есть игра для меня не существует явлений вне игры и игра не человеческий феномен с моей точки зрения это свойство живой материи и игра это единственное чем у нас никто никогда не учил и следуя завещаниям йоханна хейзинге да его книги хум хума люденс все возникло в игре да и конечно же и сознание развивается в игровых контекстах да и как только ребеночек на второй неделе у него фокусируется зрачок наводится резкость да он видит маму и в этот момент возникает объект взаимодействия и как говорил володя майков да возникает диалог да и вот эта вот резкость наведенного зрачка она вдруг начинает встречать игрушки на своем пути нежные прикосновения мамы манну небесную которая течет из груди из груди поцелуйчики нежные слова и в этом диалоге во взаимодействии в этой игре естественно начинает формироваться мозг формироваться сознание и возникают модели мира и потом с возрастом игрушки становятся дороже мир становится все больше и больше и вот уже нужно выйти за пределы мира да и все это упаковывается в игровое взаимодействие и для меня конечно же и вся школа игры об этом и самосвобождающаяся игра об этом о том что все соткано из игр и мы сейчас с тобой в ролевых функциях и ты конечно же потрясающий образ определенной игры которая сформировала тебя таким и как только я слышу какой-то перезвон звон камышков я думаю ну все виноградский вышел вышел в эфир потому что все у тебя звенит все у тебя переливается и так далее да то есть вот о чем речь и любого персонажа любой наш образ и володю майкова и владимира козлова и тебя и всех ребят которые выступают конечно же всех можно разобрать на игры которые их сформировали всех нас сформировали это мой взгляд он я понимаю что он ну такой экстремальный может быть да потому что есть масса других нюансов и есть масса других взглядов и для кого-то важнее наверное что-то другое но для меня игра исполненное творчество да это основа мира здесь я наверное к индусам больше хотя у даусов я думаю тоже мир играющий да изнывающий от желания предоставить свою энергию да я в детстве занимался тайдзи немножечко да и вот этот опыт энергетического взаимодействия с пространством я думаю что это тоже очень мощный игровой контекст да не так дорогой спасибо за прекрасный вопрос вадик благодарю за вот это то пространство в котором ты поделился которым ты живешь за все ответы есть еще масса неотвеченных ответов ты их посмотри там где вопросы и ответы в зуме может быть как то вот сможешь отреагировать а я мы уже представляли бронислава бронислава виногродского нашего великого китаеда как он сам себе на сайте китаед.ру называет ну китай а не знаю весь он как и каким каким ртом он его ест но тем не менее вот из него очень много выходит и в виде книг и в виде семинаров и в виде музыки и в виде картин и в виде чудесных потоковых размышлений так что бронислав вперед у тебя текст книги бытия в контексте книги перемена может быть назад в общем и нас дальше здесь значит я последнее время наконец я приступил к этому проекту в котором тексты мои значит столкнулись в конце концов друг с другом перекрестному переводу и сравнению этих самых древних первотекстах значит последняя работа которую мы выполнили с моим коллегой федором валентин чем черницы нам это перевод древние а тюркского такого общая евразийского текста которая называется книга знаков это с рунической тюркской на письменности который был написан древние древние тюркского языка и на после этого вот мы приступили к разбору книги бытия значит книга бытия первая часть библии начала тор исследовательно начала абрамической традиции и конечно же все слышали эти самые слова что вначале сотворил бог небо и землю так это звучит в классическом базовом варианте этот перевод в синодальном значит и он похоже у всех звучит и в частности например и по-сербски это будет упочатку сотвори бог небо и землю значит и так близко in the beginning god creating heaven and earth и если не знать что существуют другие первотексты которые по своей сути равнозначны не менее древние и не менее эффективные для работы с миром то конечно здесь не с чем спорить значит что вначале сотворил бог небо и землю то есть мы в принципе взросли в этой парадигме в которой а было начало мира значит и обязательно будет его конец потому что эти религии агромические они все эсхатологические они подразумевают конец света и это их основное отличие от китайских подходов более того я думаю что это на самом деле вообще на собственно особенность религиозного подхода к бытию вообще как таковому не совершенно совершенно не обязательно что нет других равнозначных подходов и поэтому мы затеяли такое прочтение этой самой книги бытия как основы библии которая является базовым кодом который вводит вообще собственно говоря в аврамическую традиции позволяет ее понимать потому что книги такого рода я их называю темпорально семантическими кодерами имеется ввиду что они о том как знаковые системы развиваются и эволюционируют во времени каким образом они кодируются и как эти коды превращаются друг в друга как они превращаются во времени как они становятся как из собственно говоря как из одной буквы из одного звука до творится мир по сути дела и в частности книга бытия начинается на древнееврейском языке со слова дэрэшит дэрэшит брэйшит еще его говорят в нем три составных единицы и толковать их а в принципе как эти все тексты их можно только в контексте который предпочитает толковать по сути дела и также можно переводить так как я рассматриваю этот контекст на в виде структуры сознания ощутимого во времени мира значит и сопоставляя его с контекстом осуществования других текстов по человеческих цивилизаций как книга перемен и рбти кто подразумеваем что в этом тексте идет речь о том как мир творится в сознании да и по сути дела так как этот текст вечные текста вечности то этот мир творится в сознании вечность это то вечность это такое интересное понятие это вечность понятие очень бытовое и вечность это то что происходит в любую секунду бытия ибо вечное оно не исчезает и не проявляется но существует вечно это значит если это вечном то это должно происходить сейчас а то что происходит сейчас значит собственно говоря там когда вадим отвечал на мой вопрос он абсолютно как бы это соответствовало моему видению мира потому что я такой знаете субъективные солипсисты кроме сознания ничего в этом мире на первичного не вижу то есть все существует как сознание во времени и время в сознании такая базовая моя точка зрения есть на сознание во времени и время сознание и есть на большое количество иллюзий ощутимости мира материальности мира вещественности мира потому что мы когда говорим о вещественности мира материальности мира мы в основном подразумеваем приоритет двух каких-то базовых каналах восприятия, в основном тактильного и визуального, по сути дела, которые мы при увеличенно, значит, придаем им значение, ценность и думаем, что вещество – это то, что можно потрогать, пощупать, ощутить, удариться об него и увидеть, собственно говоря. А там уже дальше вторичные его какие-то признаки, как запах, вкус, там, я не знаю, там, звук, звучание уже менее играет значимую роль. Значит, так вот, собственно говоря, если в тексте книги «Бытия», которая, еще раз говорю, начинается, что вначале сотворил Бог небо и землю, речь идет о сознании, то надо понять, как же это выражается, значит, в этом тексте. И вот само первое слово «берешит», оно состоит из трех смысловых единиц. Это «бэ», это, собственно говоря, то, что переводится словом «вы», значит, «рошь» – это голова, а «ид» – это суффикс, который подразумевает, что после него стоит дополнение, значит, то есть в начале чего, в голове чьей, значит, и поэтому «берешит» – это у нас, а «рошь» – это голова, то есть, по сути дела, еще вот это «бэт», оно означает не только нахождение «в», а оно означает вообще причинность и из-за, для, значит, означает оно, собственно, выделение чего-то, из чего-то оно подразумевает. Так вот, я себе вижу, значит, как творческий, я себе пытаюсь это сразу представить в образах и пережить. Я считаю, что текст понятен только тогда, когда ты его чувственно переживаешь. Я его сразу чувственно переживаю и сразу пытаюсь себе ощутить, каким же образом это начало во мне рождается, где в голове рождается голова, как в уме появляется ум, как в сознании возникает сознание. Да, вот я эти вещи пытаюсь почувствовать, и, следовательно, вот оно, если я выделяю себя из этого мира, да, и опять перевожу себя в виде сознания на этот мир, вот оно и происходит, это сотворение мира, значит, и происходит разделение, выделение, и поэтому второе слово, значит, при разделении, сотворение, на самом деле, это слово «бара», оно означает выделять, разделять, очищать, вычищать. А третье слово, которое переводится таким привычным, уютным, набившим московину словом «бог», это слово «элохим», это во множественном числе означает понятие сил сознания, сил духа. И поэтому, получается, в начале разделения, и даже не в начале, а когда в сознании происходит выделение, выделение сознания в сознании, оно же происходит все равно в сознании, да, происходит выделение в сознании сознания, а то вот эти все силы, они, собственно говоря, выделяются и разделяются на две единицы, вот те, которые здесь переводятся понятиями неба и земли, значит. Что такое, значит, в данном случае понятие неба и земли? Слово небо, значит, на древнееврейском шама-аим, оно звучит так приблизительно, я не могу сказать, что у меня там абсолютно точное произношение древнееврейского языка. Шама-аим, шама. Шам – это имя означает. То есть шама-аим, это, собственно говоря, у него есть два значения. Одной стороны есть это, это с одной стороны получается имена во множественном числе, а есть еще это понятие, значит, собственно, названных вод. Вот, ма-аим, потому что еще ма-аим, если выделить эту историю, оно означает воды. Но слово воды, которое там дальше будет встречаться, оно тоже удивительное по-древнееврейски. Ма-аим означает, ма – это что? А им – это суффикс множественного числа, как я уже говорил. Это что во множественном числе? Это, собственно говоря, речь идет. А если мы ставим вопрос, значит, по поводу содержания этого текста, то кто творит мир? Нужно ли вообще ставить так вопрос? Или лучше будет оставить желание узнать не кем, а как творится мир в сознании, в моей голове, то есть в трожбе решит? То есть вот вопрос, собственно говоря, это я чуть-чуть зачитываю из текста и своего. В таком контексте никакой персонифицированный единый творец у этого мира, мира моего сознания, мира моей головы не подразумевается. Более того, если предлог «дэ решит» в первом слове обозначает причину или основание для появления этой самой головы, из которой выделяется бара некие следующие понятия и слова, то предложение это становится безличным. И его можно понять, что по причине сознания, то есть вот это вот выделение, вот эти тексты, они так строятся, понимаете? То есть как только ты первое действие совершил в своем сознании, то все остальное, оно раскручивается из него естественным образом. В даудидзине говорится, когда ты на пути, то все происходит само собой. И в данном случае, следовательно, вот как только ты произнес вот это вот самое сознание, выделил сознание из сознания, то ты его разделил таким образом, что эти силы разделились на пространство имен, а земля, то есть которая называется небо, а потом трактуется другими людьми уже потом впоследствии как небо. А вторая часть, это значит, получается пространство Арац, земля, причем небо, оно во множественном числе, пространство имен, множественных имен. А Арац, это у него есть понятие отрезок для бега, это вообще сторона как таковая, это выделенный кусок некий такой, то есть это по сути дела пространства тела. Значит, то есть получается, что выделились силы, превратившиеся через это разделение, они сами превратились эти все силы в пространство имен и пространство деятельности, пространство дел. И как следствие этого разделения, поле деятельности, и следующая фраза, значит, когда земля была пуста и не стройна, это есть синодальный перевод, и земля была, значит, вначале сотворил Бог небо и землю, и была земля безвидна и пуста. Там, значит, это понятие, значит, безвидна и пуста, она в данном случае говорится о том, что она была невидима, непроявлена и не обустроена, в ней не было еще никакого устройства. То есть при первом этом движении, когда ты выделяешь этот кусок земли своей, на которой ты можешь творить, собственно говоря, пространство дела, твоя земля как таковая, то в ней отсутствует еще, значит, как следствие этого разделения, поле деятельности оказывается непроявленным и неупорядоченным. Потому что выделились имена, но еще не соединились делами, а действенное название происходит позже. После этого, значит, тьма над бездной, это получается тьма над бездной и дух Божий парил над водою. Это вот такой, значит, перевод классический, но на самом деле мы сталкиваемся с непроглядной бездвижностью на лиге бездны. Тьма – это нечто, через что ты не можешь прозреть, то, на что у тебя не хватает света, ибо света еще нет. И, собственно, облик бездны сознания, он характеризуется непроглядной бездвижностью, он еще не разделен. Он, где лишь дыхание вышеназванных сил придает облик водам этой бездонной безбрежности. И бездонная безбрежность сознания, вот этих самых вод, а воды, по сути, это еще не определившееся и не обустроенное в своей непроявленности тьма вещей. И, значит, что вытекает, и здесь двусмысленно звучит эта тьма, из значения самого слова, корень которого – это понятие «что», а сутикс множественного числа признает ему значение такое «чтосности», да, вот эти штучности какие-то. И при рассмотрении текста, если мы рассматриваем, собственно говоря, этот текст как в жанре инструкции по исследованию структуры сознания, как я его себе вижу, то есть и то, что я называю темпорально-семантическим кодером, то меняется содержание и толкование имеющихся терминов, ибо из повествовательного, описательного он превращается в набор точных указаний, излагающих последовательность действий в сознании личности. И если ты знаешь и понимаешь эти действия, ты можешь увидеть именно этот порядок. Более того, никакого другого порядка не существует, по сути дела, потому что в данном случае, если мы убираем концепцию Творца такового, то есть я, не поймите меня неправильно, я не против концепции Творца и сотворения мира, кому как удобно делать житейское, можно вполне быть и сотворением мира, но я предпочитаю без концепции Творца, который более того понимается и интерпретируется часто очень примитивно, создающего мир, но вводим личность в восприятие которой при работе со своими внутренними процессами, только при работе с внутренними процессами, складывается определенная динамическая структура, семантическая. Получается, что деятелем является твое внутреннее творческое ядро, по сути дела, ядро вот этого твоего игрока. И в этом контексте следующая фраза, где в классическом толковании говорится, что Всевышний или Всесильный сказал «быть свету». Дальше «Ехиор, ва ехиор». Значит, «Вай край лохим, ехиор» и сказал, сказали эти силы и объявили себе эти силы. Пусть будет свет, ехиор. И стал свет, ва ехиор. Если он, значит, Всесильный сказал «быть свету», становится абсолютно иной смысловой структурой. То есть, есть некая сумма сил, сил сознания, значит, она отдает появление, появится свету в самом себе. Свет должен возникнуть на этой поляне, где пока еще нет проявленности устройства. И вот он появляется, свет, он, собственно говоря, и создает эту поляну, до этого этой поляны. Значит, можно сказать, что на этом отрезке требуется, просто необходимо, вытекает явление и появление света. Потому что перед этим мы объявили о непроявленности, о невидимости в сознании. Потому что ничего не видно. Потому что Арац – это самая земля, отрезок для дела, как такое пространство деятельности. Ибо действия, совершенные на ощупь, привели к тому, что структура уже возникла. Но увидеть ее можно, только наделив проявленной светимостью ее элементы, заставив их наполниться светом, что, собственно говоря, и произошло. Так что, уходя от метафоры физического сотворения мира, которая подразумевается в базовых каких-то подходах, мы начинаем понимать все процессы, как протекающие в вечности. А вечность, конечно же, существует только в сознании. Где еще быть? То есть существование и существующее в сознании, так что время, существующее в сознании и только в сознании, тоже протекает только в вечности. Вот здесь-то, когда облик безбрежности и бездонности вместил в себя тьму, которая проявилась в облике этой бездны, будучи качеством непроглядности, мы имеем в облике или налейке текунчести бесконечного количества предметных взаимосвязей дыхания сил сознания. Вот, собственно, это подразумевает наше дыхание этими связями, мы дышим этими связями, мы осознаем необходимость света. То есть это как бы повышение яркости экрана или лика на лике, альпней, там есть такое понятие, альпней тегом, на лике бездны безбрежной. Вот это яркость этого лика, на котором все должно появиться, проявиться и быть видимым. Повышается яркость этого лика. Это что называется, как говорится, пусть света добавит, или пусть он возникнет. И если до этого все было невидимым, что такое внутри тебя возникает в виде оформленного словом желания увидеть ясно происходящее? То есть свет, собственно говоря, что такое свет? Это добавление ясности в происходящее, делающее его видимым и проявляющее детали. И, конечно, появляется эта ясность. Если делаешь усилия, приказываешь силам, действующим в тебе, стать светом, они становятся светом, то есть проявляют свет. То есть свет выделяется из тьмы. И увидел всесильный, что свет, увидел всесильный свет, что он хорош, и отделил всесильный свет от тьмы. Значит, так это говорится в классическом переводе. Значит, появляется ясность, и если делаешь усилия, приказываешь силам, то появляется... То есть свет выделяется из тьмы. И свет возникает в сознании только при наличии тьмы, потому что перед этим была непроявленность и невидимость, которая называется тьмой. То же самое, как в китайской традиции, нет инь без яны, наоборот. И так же, как в китайской традиции, всегда говорится именно инь-ян, а не ян-инь, а не наоборот, потому что изначально является непроявленность. И лишь при осознании ее наличия, когда возникает импульс к совершению действия, выясняется, что не хватает ясности света. То есть порядка была неупорядочена. Порядок начинает возникать именно когда из тьмы выделяется свет. И именно на этом этапе в силах сознания отделился свет тьмы. Или видимость возникла из непроглядности, что точнее отражает происходящее с точки зрения осознанного ощущения происходящего в сознании. Вот, собственно говоря, я трактую сейчас... Вот я занимаюсь трактовкой этого самого текста так же, как трактуют знаки книги «Перемен». Я очень много перевел толкований книги «Перемен» самых разных авторов, самых разных времен. Вот приблизительно так трактуют книгу «Перемен». Значит. И поэтому здесь, если продолжить, то дальше происходит следующее. После выделения света из тьмы, значит, в классическом тексте говорится «Я и назвал всесильный свет днем, а тьму он назвал ночью, и был вечер, и было утро, день один». Надо сказать, что вот после первого этого дня, можно дальше уже ничего не писать, потому что задан базовый код, базовый модуль, базовые способы декодирования. Значит, так вот, собственно говоря, после выделения света из тьмы, свет назначается мерой времени. «Ям» он означает не просто день, он вообще означает меру времени. Это совершенно точное и закономерное действие в сотворении личного сознания, бытия в сознании личности. Именно свет, непосредственно связанный с осознанностью, является не просто днем, как это обозначается в обыденном толковании этого волшебного текста, именно мерой времени. Тогда как непроглядность или в другом обозначении невидимость назначается, лайла, это у него базовое значение петля, она создает цикличности волновую природу времени в сознании. Так что, называясь днем и ночью в традиционном переводе, эти два понятия оказывают на качество волны или петли, значит, и возвращение к свету, пробуждению и осознанности существования сознания в своем мире, оказываются, собственно, качеством волны. Дальше, дальше, дальше идет. Было утро, было вечер, как это говорится. Дальше были обозначены два переходных состояния, через видение которых определяется длительность одной единицы времени в сознании, то есть меры времени. То есть вечер, как прекращение светимости, смешение красок и оттенков, расплывчатость зрения и рассеяние внешних свечений обозначает переход в состояние петли ночи, чтобы утром, уловив способность различить, наводить резкость, двинуться в новую волну, совершение упорядоченных действий по сотворению собственного мира. Значит, по сути дела, вот это назвал тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. То есть вот я еще раз прочитаю, что там в оригинале стоит, в базовом, да, вот это в начале сотворения, всесильное небо и земли. Когда земля была пуста и нестройна, и тьма над бездною, а дух всесильного парил над водою, сказал всесильный, да будет свет. И стал свет. И увидел всесильный свет, что он хорош, китов, ор китов, и отделил всесильный свет от тьмы. И назвал всесильный свет днем, а тьму назвал ночью, и был вечер, и было утро, день один. Конечно, современный человек, который все знает, все тебе понял по этому поводу, он может спросить, зачем так подробно по поводу каких-то там очень простых вещей. Значит, ну вот это вот вся самая простота, по-китайски понятия су и пху, означающие простоту, одновременно означают великую какую-то, великую мистичность этого мира. И именно эта мистичность этого мира, она как раз и выражается в этой самой неделимой базовой простоте, единицы простейших переходов, движения сознания в сознание. То есть, собственно говоря, вот это самое сотворение мира, оно как раз и начинается именно тогда, когда начинается движение сознания в сознании. Ты как бы его, только тогда, когда ты его разделяешь, вот тогда и происходит это сотворение того, что называется небо и земли. И по сути дела, я был на самом деле поражен, что этот текст невероятно похож по структуре, по своей понятийности, на книгу перемен. Потому что там есть еще интересно, что это же у нас 7 дней творения, это 6 дней работы, последовательного сотворения. Я хочу вам сказать, что во всех днях тоже там все так же глубоко закручено. И переводы, здесь перевод этих текстов, он такой возникает, если ты заранее подходишь, если ты подходишь к этому, как действительно для того, что если тебе нужно протащить понятие единого Бога, главного своего, который там всем правит, то у тебя получится совсем другой текст. Значит, я однозначно протаскиваю свое понятие о том, что у меня личный вопрос к этому тексту, как мне добраться до своей собственной вечности. Значит, я с его помощью куда-то добираюсь, и я понимаю, что эти тексты можно понимать действительно только тогда, когда ты их отражаешь друг в друге. Для этого нужно брать равновеликие единицы, равносильные единицы, и в данном случае, вот, собственно, книга «Перемен», ведь я сейчас не буду пока строгать, это отдельная история, значит, но она похожа на книгу «Перемен». Значит, вот это тебе позволяет увидеть этот текст совсем по-другому, и я хочу сказать, что в книге «Перемен» в первых двух знаках, главных, которые как раз обозначают небо как базовое усилие времени и землю, как некое вещество, которое принимает это усилие времени, в каждом из этих знаков по семь черт. Имеется в виду шесть главных черт, и седьмая обобщающая. Вот здесь так же, как и в Торе, есть «Семь дней творения», но это абсолютно другой, отличный от китайского аврамический способ кодировки, вот этой темпорально-семантической кодировки. Значит, по сути дела, книга «Перемен» она существовала в течение двух с половиной тысяч лет, по крайней мере, как главный учебник по воспитанию управленческого мышления, потому что только когда человек выучивал этот текст, научался им пользоваться, он начинал правильно понимать и все остальные знаковые системы тексты, и учился он управлять этими самыми знаковыми системами, управлял миром, как структурой, которая состоит из знаковых систем. Ну и, собственно говоря, в ней слова или, значит, иероглифы в данном случае или любого рода опять знаковые единицы, потому что иероглифы тоже знаковые единицы, они представляли собой заклинательные технологии, с помощью которых ты направлял вибрации во времени. Но если у тебя времени нет вообще как такового, а в эсхатологической модели мира, значит, в которой свет должен закончиться однажды, да, конец света, мир должен закончиться, времени не может быть, потому что время, оно подразумевает некий такой бесконечность усилия циклического, значит, этого самого бытия в сознании. Если же оно конечно, то оно отсутствует и отсутствует как среда. С этой точки зрения, опять же, если мы берем традиционную китайскую медицину, которая является таким основным что ли доказательством того, что теории, изложенные в книге перемен, вполне применяются и к вещественно ощутимой ипостаси бытия тела, потому что китайская традиционная медицина тоже полностью строится на основании книги перемен, то мы видим, что здесь, вот как я вижу себе, что здесь вот мы тоже имеем некий кодор в книге бытия, но какие-то куски этой конструкции были потеряны, значит, какие-то куски этой конструкции были потеряны и пришлось заменять, значит, заменять в силу отсутствия каких-то техник применять какие-то более крупные, что ли, снаряды, но вот это в данном случае монотеистическая теория, которая, значит, требует необходимости такое распространение своего, вот как грибы размножаются спорами, они должны распространяться, я очень люблю грибы, при этом, можно сказать, значит, поэтому монотеистическая теория у меня тоже не вызывает такого особого отрицания, очень эффективно работает, как таковая, значит, то есть, вот она требует своего распространения, но она в результате искажает текст, и чем дальше ты там копаешься, тем больше ты будешь находить в нем противоречий, тогда как вот эта моя конструкция, она может быть тоже не совсем убедительная, но она позволяет разбирать на вот эти мельчайшие единицы всю эту историю, по крайней мере, семи дней творения, значит, вот я думаю, что достаточно я рассказал про этот самый первый день творения, и, значит, вторую часть я оставлю 30 минут, у меня остается как раз, вот если есть вопросы, я бы хотел поотвечать на них и поговорить про это. Все замерло и утихло. Какие есть вопросы про первые и последующие дни творения? Так, 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 вот я вижу там, где вопросы, там написано в Библии, что Бог Демиург создал людей по образу и подобию Бога, но затем подобие Бога человек потерял, но образ остался, тогда что же божественное в человеке осталось, в том числе творчество мироздания, так ли это? Ну, это, по-моему, вопрос, не к тебе, а... Очень хороший вопрос. Да, отвечай тогда. Не к мне, да? Отвечай, отвечай. А ты, давай, давай, нет, я хочу сказать, вы понимаете, в этом тексте нет понятия Бога, вот здесь одна такая незадача, здесь вообще нет слова, которое можно перевести понятием Бог. Вообще, понятие Бог в русском языке, да, и английское слово, там, предположим, год, они очень странные понятия, ну, по крайней мере, английское слово год, оно, наверное, однокоренное со словом good, два о, где, значит, добро, доброта, как-то так, оно вытекает из этого. Русское слово бог, оно ближе к понятию богатый, такой бог, богатство, такая история. А вот это вот понятие элохим, оно означает все силы, оно означает силы сознания, силы духа. Поэтому, конечно, если ты берешь вот эти силы сознания, эту широту, и начинаешь ограничивать его до какого-то вот этого единого личностного сгустка, который творит из себя мир, так тоже может. тогда по образу и подобию, тогда сначала этому самому богу нужно навязать образ и подобие чего-то. А здесь, вот как уже говорил Вадим, значит, оно все является отражениями отражений, отраженных в отражениях отражений отражений. Понимаете, какая штука, значит, и игра, вечная игра, я тоже за вечную игру как таковую, за игру всего, во всем, всего, со всем. И поэтому, а игра, это всегда есть уподобление, это всегда обязательно для меня есть притворство, это обязательно есть обман, это трикстерство как таковое, да, поэтому, конечно, он с одной стороны сотворил все это по образу и подобию, а потом взял и поменил и образ и подобие, и оно оказалось вроде образами и подобиям, только не похожим на образ и подобие. Вот у меня такое оттолкование этого текста. А это к тебе вопрос, да, Володя? Что-то вроде этого, далековато от оригинала, да, отошли, особенно при всех... А очень сильно, я хочу сказать, сама первая фраза в начале сотворения, значит, Богом небо, в начале сотворил Бог небо и землю, оно не имеет никакого отношения к первой строке оригинала, этот перевод. Нет, имеет, это можно объяснить и так далее, но вот можно объяснить только обязательно, объяснив себе, зачем тебе это надо было так перевести. Тебе, то есть, нужно иметь очень четко поставленные цели, для того, чтобы получился такой перевод из вот этого самого, из оригинала, «Берешит Бара Элохим Ваша Майм Этраэр», вот это «Небо и землю», как-то «Небеса и землю», да, сотворил. Там, если переводить с оригинала, не учитывая вот этот контекст, наличие какого-то жанра, я еще раз повторяю, инструкции по производству сознания в сознании, да, обводить некую личностную единицу какого-то Бога, который что-то сделал, то на самом деле там получается текст написанный с большим количеством грамматических ошибок. То есть, там на самом деле не согласуется, там глагол стоит в единственном числе, Бог стоит во множественном числе, значит, нет притяжательности, там очень много ошибок иначе появляется. Вот. А ты расскажи, что там. А с другими текстами, в общем-то, схожая история? Или это только вот аврамические религии? Нет, аврамический текст, он сам по себе в этом, о чем-то я, собственно говоря, пытался поведать, он невероятно крут, он невероятно крут. А вот интерпретации, которые мы воспринимаем как текст оригинала, вначале сотворил Бог с неба и землю. И земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водами. И о чем это? Вот о чем это? Вот можно за горло взять, пытать, ногти вырывать и так далее, но это ни о чем, собственно говоря. Это требует изначального ой, верую, ой, боюсь, 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 значит, сейчас мне двойку поставят, надо срочно ответить, значит, и тогда появляется Биг Бен в теории, значит, реликтивного излучения. Очень сложно тогда, все заваривается, очень сложный мир, в котором потом приходит ковид и всех ставит на место жесткой рукой, понимаешь, со всеми достижениями великими западной медицины, значит, он говорит, не, ребят, давайте вот вы еще чуть-чуть посидите немного на карантине, а потом мы с вами поговорим, чего достигла медицина. мне вчера сказали, что если собрать все вирусы мира, вообще все, вернее, на планете Земля, то общий вес будет где-то 10 миллиграмм, всех вообще вирусов, которые убивают десятки миллионов людей за всю историю. И вот если вирусы брать вот так же, вот вирусы, связанные вот с нашими мемами, с переводами, то колоссальное убийство культуры, колоссальное убийство смыслов, наверное, связанного с такими переводами и потом интерпретациями и пересказами, потому что как снежный ком может нарастать. Нарастает? Нарастает? Не, ну, поди же ты кому расскажи вот это вот, если, как сказать, это же можно только вырвать из контекста. То, что я рассказываю, оно должно быть в каком-то очень четко в определенном контексте. То есть, потому что, конечно, ты попереди к человеку, который читал Библию, образованный человек, конечно, он знает, что вначале Бог сотворил небо и землю. И он, ему ты голову оторви, он другого знать не будет. Потому что с детства к этому привык. Так же, как в начале было слово и слово было у Бога. Да, слово было у Бога, тогда как в древнегреческом и в старославянском языке там стоит понятие слово было к Богу. Где, кто и по какой причине заменил этот предлог, трудно найти. Крайних найти в истории. Если тебе в истории что-то удается подменить, по сути дела, если тебе что-то удается, чем я, собственно говоря, я занимаюсь по большому счету всю свою жизнь. Я пытаюсь в истории подменить какие-то базовые вещи. Потом очень трудно что-то доказать, что оно было по-другому. Но по сути, в общем-то, не только ты, наверное, все занимаются, но просто каждый в меру сил такой периллюстрации истории, периллюстрации истории там фактической, политической, смысловой или что-то еще. Потому что, ну, надо же как-то все-таки защищать себя, свое время, свой мир. И тут уже, может быть, не от злого умысла вот такого рода переводы возникает, а просто потому, что, ну, иначе невозможно уже оказывается. Конечно, не, ну, конечно, это все, это даже не периллюстрация истории. История, она вся существует в сознании. Собственно говоря, есть и существует только история сознания. Вон, кенарь мой забеспокоился, запил как сильно. Ах, какой красавчик. Вот он правильно историю трактует. А мне сегодня показали видео, Бронислав, когда вот у нас был круглый стол по безумию. И вот, когда говорил я, там, сабата, слушательницы, так залаяло, а потом появился ты, она вообще там остановиться не могла. А ты, говоришь, кенарь. Не любит демонов, бесов. Не реагирует. Сабата, они чувствуют. да, да, да. Я хочу сказать, что на самом деле история существует только в сознании мира. И только тот, кто знает, как устроено сознание, он понимает, что периодически нужно переиллюстрировать не историю, а правила написания истории. У истории написания истории должны быть правила. Но правила написания истории можно дать только тогда, когда ты понимаешь, как устроено время. Ибо история существует во времени. Время существует в сознании, сознание существует во времени, а время в истории. И вот этот вот шестичленный клубок, шестичленный круг, его нужно очень четко расписать и понять, только тогда появится история, которая имеет длительность. А иначе действительно приходится переписывать даже с каждым новым правителем приходится переписывать. И только когда появляется правитель, у которого хватает дерзости, силы, духа, чтобы заказать историю, подходящую для него, тогда ее переписывают. И чем сильнее у правителя сила духа, тем более правдоподобной получится история. Потому что история не может быть объективной и стопроцентной. Она может быть только правдоподобной. Мера правдоподобия в истории играет роль. Скажи, пожалуйста, я помню много лет назад ту глобальную работу, которую ты связывал с основополагающими текстами вот этих трех великих культур, ты также проделывал на примере другой известной книги из Ветхого Завета «Экклезиаст». И там тоже, я помню, какая-то чудовищная нестыковка была, канонический перевод там про саиту, про тщетность жизни и вообще. А вот в оригинале... Хаван означает дыхание, дышащее дыхание, 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 не суета, суета, да-да-да. Но мы обязательно мы собираемся сделать эту вот работу, которую мы ведем сейчас, там будет, она будет точно, две части в ней будут, это книга «Бытия» и, конечно, «Экклезиаст». Я не знаю, может быть, потом возьмем еще псалмы, потрогаем на эту тему, потому что там тоже все сочинено. Большое количество исторических текстов менее интересные, из них можно брать какие-то отрывки. Но я еще раз повторяю, здесь структура у всего разная, здесь в данном случае вот книга «Бытия», она является вот этим базовым кодером. Если ты книгу «Бытия» разбираешь, то все остальное у тебя дешифруется уже автоматом. Вот некоторые участники интересуются и когда вы надеетесь опубликовать результаты дешифровки? Да нет, мы, наверное, книгу мы сейчас пишем, я думаю, что, может быть, через год мы закончим книгу, но там еще, может быть, полгода-год на публикации обязательно сделаем. Супер, значит, где-то вот через год будет. Через года-полтора вполне может появиться вопрос такой про петли сознания. По сути, эти петли работы сознания, свет тьма, это фрактал, на паттерн которого ложится многого от цикла сон-бодрствования и тех же творческих циклов до цикла жизни-смерть. Но тогда эта концепция подразумевает реинкарнацию как отдельно взятого сознания, так и ко всей вселенной. Или я перемудрил или недомудрил. Барри Лемон спрашивает тебя. Но я хочу сказать, что вообще все концепции это концепции на самом деле. Кроме концепции вообще ничего не существует. И объективно существующая реальность это реально значит субъективно существующих концепций. Это кому как нравится, значит, потому что по большому счету вот эта реинкарнационная теория она очень продуктивная и хорошая. Но совершенно необязательно считать, что она такая же, как вот чайник сделали, чайник разбился, он превратился еще во что-то. То есть сама по себе она очень удобна для объяснения какого-то количества необъяснимых феноменов. Но есть какие-то вещи, это точно так же, когда меня спрашивают веришь ли ты в Бога. Мне кажется, это такой абсолютно подлый вопрос, потому что он тебя ставит, ну знаешь, типа там вот родину вы любите или нет. Значит, поэтому я писали, считали ли древние, когда писали, я не знаю, что считали древние, собственно говоря. Текст этот вечный, древность это тоже состояние сознания, в которое ты входишь, да, значит, и поэтому если ты в себе эту древность видишь, у тебя есть право, я и в древности, я и сейчас, то есть во мне есть и древнее сознание, и настоящее сознание, там, поэтому как они считали, я не знаю, то есть опять же, там было множество людей, которые считали по-разному, там было большое количество людей, которые не верили в реинкарнации, в той же самой древней Индии их было, и везде было, которые, вот Китай с этой точки зрения, там были в древности люди, которые знали, что Земля круглая, но им это не нравилось, например, там, на Эф-Палле, это существуют факты, записанные как таковые, да, знали, что атомы есть там и так далее, тоже не нравилось, там много было вещей, про которые знали, но совершенно не хотели их использовать. И вот тоже самое реинкарнации, совершенно не обязательно штука, которая отражает объективно-субъективную реальность, она отражает, она существует для какого-то третьего способа описания мира. Поэтому, если подразумевается, если вам это удобно, то пользуйтесь, а что древние делали, я не знаю. Какие еще вопросы Брониславу Виногродскому? О, сразу фактиры, нормальный вопрос, видишь? Я вижу, только что-то он у меня не есть, сейчас вопросы, я сейчас посмотрю. Так, скажите, как чувствовать, ощущать удачный? Так. А тут я его не вижу, где он у меня? Вот там, где у нас чат в Думе. Открыто? Значит, а, открытый. Пятый, последний, самый нижний. Пятый? С какой книги начать? В Библии написано? А, вот здесь вот, да, это в Библии написано, Бог Демиур. Нет, нет, ты не там смотришь, не вопросы и ответы, а там, где чат. А, я понял, сейчас посмотрю, чат, чат, чат. Там и нижний вопрос от НДРС. Подробный, чат, 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 камон. Час, ты мне сейчас найдусь. Зум, я не знаю, ты на планшете или на компьютере? Я на планшете, на планшете. Так, участники, отключи звук. Вот там, рядышком. Подруга. А, сейчас секунду. Чат, все, вижу, чат, вижу, нашел. Так, если рассмотреть древние тексты, как тексты, описывающие эволюцию сознания, но вмещающие все ее описание в то, как в консенсуальной реальности, мы свидетели разворачивающейся эволюции на одном из участков. Тогда в некотором смысле мы одновременно имеем возможность переживать эволюцию как процесс и созерцать ее во всей уробарической полноте. Нам не видны дальнейшие формы, но виден весь фрактал сразу. Так, сад Эдемский не за горами. Но у каждого своя тема по этому поводу. Кому чего. Значит, считали ли так же древние, что у собаки, значит, очень крутая. Так, дальше вот он. Где дальше? Что у нас? Поэтому вот про Эдемский сад. Этот большой, да? Да, 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 этот. А, ну вот я считаю, что у каждого своя тема. Кому бутик открытый, кому окоп открытый. Это разное у всех будет. Кому будет, кому нет. По-разному. Время сейчас близкое. Время, оно всегда близкое к концу света. Значит, поэтому время создавать, это опять меры времени творить. Вот. У тебя видео пропало, включи, пожалуйста. А я в меня пропал, я в видео пропал. Да, вот сейчас опять ты здесь. А включить мое видео. О, появился? Да, отлично. Я вернулся? Ну там... Я вижу себя, да. Выражение опять-таки, вот тоже, смотрю, восторга. ББВ обожаю, великий и прекрасный. Это про тебя. Да, вот я тут смотрю. Мы с тобой оба хороши, кстати, Володенька. Великий и прекрасный. Два гудвина таких, доморощенных. Как древние тексты рассматривали коммуникацию? Ну, блин, вопрос такой интересный. Как-то рассматривали, я не знаю, коммуникацию. Коммуникация, дело непростое. Значит, для коммуникации необходимо иметь очень четко, четкую интерпретацию этих древних текстов. В древних текстах все было нормально. Значит, да и сейчас все неплохо. Не знаю, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Что смог, кто сказал? Есть еще вопросы Брониславу Брониславовичу? Может быть, тогда Бронислав споешь что-нибудь на дорожку? С удовольствием. Отлично, отлично. Спасибо. Сейчас мы споем песенку. Так, сейчас мы найдем. Что нам сделать, что нам успеть? О, здесь сейчас я найду какую-нибудь хорошую такую вещь. Прямо удивительно. Красиво. Так, сейчас. Красиво. 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 Ты чувствуешь одно, я чувствую другое Мы разные миры и разные слова Тебе даешь мятеж, а я хочу покоя Тебе лишь суета, мне ясность в головах Но колесо времен вращается у круга И там, где тьма была, опять сияет свет Мы разные, мой друг, мы чувствуем друг друга Пытаясь ухватить, чего по сути нет Указывая то, что называем чувством Мое слово видишь ты, видишь образы свои Тебе милей всего абстрактное искусство А я во всем ищу единство для двоих Прекрасная игра в словах искать и рыскать Пытаясь ухватить мельчайшее ничто Сорвать покров с небес, пробить глухую крышу Понять, пересказать, заполнив на все сто Что пользы, милый друг Во всех стараниях наших нам никогда понять Друг друга не суметь Мир с ясен светил прост Но словом изукрашен в нем Образы плетут невидимую сеть Я сам уже попал В ловушки всей ямы Обробовал силки и кавканы заповни Но хоть есть лишь один Простой и легкий самый В покое созерцать дела, слова и книг Вот такая песенка напросилась Это, говорю, твоя даосская такая по темам Твоя даосская Первый раз была исполнена чисто для конференции Ух! Спасибо, дорогой! Спасибо всем огромное! Могу еще одну? У меня еще и время есть Можно я спою еще одну? Конечно, конечно, спой еще Сейчас я еще Она будет называться Пойду куда глаза глядят искать судьбу свою по свету Такая, значит, псевдороманс Пойду Пойду куда глаза глядят Свою судьбу искать по свету К глазам глядят Куда ходят Здесь всюду знаки и предметы Они цепляются за взгляд Которым прилетает к миру И вот они глядят, хотят Уже не в ту, а в эту книгу Предпочитают видеть свет И тот, а этот, и иначе Глаза запутались у полвель В тщеславных поисках удачи Они узнали, что ценней И разучились знать потоки Не знаю, кто хозяин мне Диктующий слова и строки Куда я направляю взгляд? Куда цепляюсь за предметы? Не я, они меня хотят А я и не мечтал об этом Я просто так хотел пронить Не зная ценности Целил, а потом не находить А лишь качаться на качелях Но обольщаясь вновь и вновь Привык страдать и огорчаться Сливая ненависть в любовь С собой счастливым расставаться Чтоб, потерявшись, наконец В пустых и темных коридорах Скакать не на лихом коне А в кислоте дурацких споров Глаза мои, прошу я вас Смотреть не видя, не пытаясь Поймать безумие в словах Которые в речах витают Ведь я не знаю, что ищу Иду туда, куда не знаю И находить я не хочу И ничего не выбираю еду Куда глаза глядят В потоках радостного ветра И слышу у мира голоса Поющие из тьмы и света Глаза мои, прошу я вас Смотреть не видя, не пытаясь Поймать безумие в словах Которые в речах витают Ведь я не знаю, что ищу И иду туда, куда не знаю И находить я не хочу И ничего не выбираю О, вот теперь все По-честному Супер Первая была исполнена Чисто для людей Прямо И как они попали-то, да? Я же не знаю, что я буду петь Я наугад открываю свои стихи и пою И вот она А вообще не помню, да? Вот это круто получается Вот это я называю творчеством Конечно, у меня плохой шансон Но такой восхитительный получается Мне нравится Спасибо всем огромное Благодарные отыкки Браво! Восхитительно! Благодарю! Сердечность, душевные песни Исследования Спасибо! Познавательно! Аплодисменты! Это все Вот твоему завершению Вот повезло Все, Володенька, благодаря тебе Ты мой добрый день Спасибо тебе огромное Спасибо тебе, дружище За все До свидания, друзья Да, спасибо огромное Ну что ж, дорогие Заканчивается первый день конференции Мы с вами прошли, можно сказать, половину пути И нас приветствовали Станислав и Бригитта Гров Рассказали о новых перспективах Это касается не только студентов Московского института психоанализа Для которых годовая программа Засчитывается как часть Вот этой международной программы Гроф Легаси Тренинг Но и всех желающих Пожалуйста, все Кто хочет изучить Все наследие Грофа Стать мастером волотропного дыхания Вы можете уже думать о том, чтобы записываться на этот тренинг Кстати, завтра вечером у нас будет международное собрание Преподаватели во главе с Станиславом Бригиттой Гров Все преподаватели с континентов стран Вместе мы будем обсуждать то, как нам дальше развивать, обмениваться опытом и так далее Что ж, сегодня мы узнали Что пришло время для нового этапа творческой эволюции Творческая эволюция 2.0 И почему в этом процессе нашему направлению трансперсональной психологии Приходится играть вот столь ответственную и важную роль Да просто потому, что мы на «ты» с искусством и с духовностью А кроме того, мы еще и наука Мы узнали о том, что в самой сути голотропного дыхания Саша Жвакин нам поведал Уже лежит спонтанность и креативность То есть без этого не существует никакого голотропного движения к целостности Несравненный Дима Шеменков раскрыл нам тайны открытого диалога Почему без правды, без открытого общения Ну, что называется, век не только здоровья не видать Но и счастливым в отношениях никому не выйти Мира на планете не будет никогда Геннадий, Геннадий Бревде Поведал нам о том, что искусство имеет еще более фундаментальную основу Это бытие И вообще одно от другого неотделимое искусство Быть искусно И все это вместе, конечно, применимо напрямую к обучению Как творческому процессу Пора выйти из пеленок, из канвы Через игру, через творчество, через спонтанность Мы научимся всему гораздо быстрее и плодотворнее Таня подкинула нам немало канов на тему того Не только того, как разгрызали, искали тему просветления дзен-буддисты Но и то, как это делается в нашем современном мире В частности, в ее пространстве игротехников Ну и, конечно, суперэнергичный, современный, креативный Лев Гордон Рассказал нам о художниках эволюции О своем пути к проекту живых городов Мы также с вами повеселились на круглом столе о безумии и творчестве Сыграли в передвижной сумасшедший дом Конвульсиум на космическом корабле галактика Ну и, вы знаете, есть вещи настолько серьезные, что о них можно говорить только шутя Это цитата из Сартра «Дьявол и Господь Бог» пьеса Тему продолжили первые половины дня уже в больших мастер-классах Константин Вихрев-Смирнов, которого все зовут просто Кос И Лу, его муза, танцовщица, художница, подруга У них замечательная дочка И они сейчас в Таиланде Вот оттуда они встречались с нами и поделились своим знанием о предназначении, о книге жизни Они сняли колоссальный проект «Пути сердца», выясняя суть предназначения Герман, вот так вот под микроскопом и телескопом Герман Карельский рассмотрел процесс дыхания И мы узнали, что не только в голотропном дыхании, но и вообще в любом дыхании И в Ребёфинге, и в Вайвейшине уже есть семя творчества, исконное вдохновение И Герман научил нас смотреть в самую суть импровизации творчества Владимир Козлов, самый титулованный академический участник из сегодняшнего дня Показал, что он тоже человек, замечательный, компанейский, веселый человек И оказалось, что он велик не только в своей научной школе, в российской мировой психологии Но еще и в замечательном деле изготовления красивейших столов Один из них он нам показал чудо Ну и, конечно, мы с вами немножко узнали о том, почему искусство является высшей эволюционной практикой Я рассказал вам, что для меня означает вот это на современном уже уровне Древнее достаточно выражение великого львашества Странствие по душам, как мы сейчас можем это понимать И почему искусство именно в первую очередь помогает нам странствовать Почему это странствие является жизненно необходимым для каждого из вас, для нашего развития Владик Демчок пришел не один С своей Эрли Кениадой Со всеми безумными персонажами своего Фрэнки И мы узнали, что Даймон это просто Даймон в каждом из нас, и его можно открыть Ну, в частности, через элементарные упражнения, медитации, школы, игры И немало людей уже из участников сегодняшней конференции Прикоснулись к этому опыту, и мы видели это по реакциям и по вопросам Ну и, наконец, Бронислав Финогродский показал, что Бывают первоначальные книги, а бывают и различные переводы И что переводы, которыми пользуемся мы, ну и вообще весь образованный, цивилизованный европейский мир Может быть, не совсем правильные А может быть, даже намеренно ошибочные Да, и это имеет очень большие последствия для всего Так что бойтесь переводчиков, дающих нам знания Бойтесь привратников, открывающих дверь не туда Итак, я благодарю вас всех за то, что вы были с нами До этого времени аж 86 человек Досидели включенными, это замечательно У нас будет запись конференции, все вы получите линк на эту запись Так что, если вы что-то пропустили или по некоторым причинам не могли быть на каких-то выступлениях Не беспокойтесь, вы сможете все промотать и посмотреть Завтра мы начинаем второй день конференции С потрясающими тоже выступающими, которые будут делиться своим ярким опытом Вот в этой очень деликатной и значимой области Творчество, развитие, красота, эволюция И до первой половины, до Круглого стола я буду ведущим, я буду представлять А затем после Круглого стола это будет делать Евгений Бревде Ген, скажешь что-нибудь? Включи микрофончик только Во-первых, я скажу, что я не Евгений, а Геннадий Но уже вечер И во-вторых, я с удовольствием и с вдохновением заглядываю в завтрашний день Я представляю себе, что я буду делать, но я об этом не скажу Когда будет, тогда будет Знаете, посмотреть кокейный матч и знать счет, это неправильно Ну, как бы мы сыграем Я знаю, что у нас будет на Круглом столе Великолепные авторы Некоторые из них мне знакомы заочно Некоторых из них я великолепно знаю лично, как друзей И я просто предвкушаю, что завтрашний день он будет Ой, я не могу сказать, что он будет лучше Невозможно как-то взвесить или померить Но он будет таким же интересным, таким же впечатляющим, как сегодняшний И вот еще что хочу отметить и заметить Что происходит? Каждый из мастеров Имеет, как бы, с одной стороны свой инструментарий И любой художник имеет свои кисти, краски, холсты Вот свой уникальный инструментарий И с другой стороны, у каждого из мастеров свой уникальный язык Но дело-то вот в чем Что на этом языке Каждый из них повествует И самое главное не манера повествования А то, о чем говорится И вот говорится о бытие, о глубине, о вдохновении О самом главном Потому что вдохновенное творчество, что оно делает? Оно делает в нашей жизни самое главное Оно реализует наш жизненный смысл Мы живем как? Мы живем творя И вот они все говорят об этом И все, кто слушают, понимают, о чем говорится Несмотря на барьеры языковые Все понимают Потому что и говорящие, и слушающие знают, о чем идет речь То есть мы все тут творческие, креативные люди Которых интересуют эти темы Которых интересуют разные взгляды на это И которые... Что мы делаем сейчас? Мы же творим Мы творим самих себя Мы же развиваемся Я слушаю доклад Шуменко О, как я много теперь себе возьму Я слушаю кого-то еще Я знаю еще, что я возьму И это все, это развитие меня Развитие моего инструментария И развитие тех людей Которые пришли и слушают, внимают Что-то добавляют, как-то комментируют Так что здесь вот Уникальное пространство творчества и развития Знаете, такой концентрат просто Дозис леталис Просто вообще Вот такое вот Шикарное время И шикарное место И шикарное действие Просто несравненно И Знаете, ну, к сожалению Завтра последний день Но Завтра последний день конференции Но не последний день Нашего пространства И как мы знаем теперь Дима нам в этом сказал Наше пространство Оно может быть раздроблено На Много личностей На Какие-то локации На Но все равно мы вместе И вот сейчас мы как будто Сверяем Знаете, как военные говорят Сверим часы Сверяем Сверка прошла Отлично Мы вместе Мы едины Мы едины Находясь в разных местах В разных как бы сюжетах В разных жанрах Вот этой креации Креации мира и человека Мы говорим об этом И мы знаем Что мы сейчас вместе Мы завтра будем вместе И послезавтра И дальше мы тоже будем вместе Ну что ж За трансперсональную Всемирную семью Да, подытоживая то, что ты сказал Пока ты говорил Куча благодарностей Всем спикерам Вижу, вижу, вижу Вот несмотря на онлайн-формат Потрясающее ощущение Полного погружения И личного присутствия Такая сильная Духовная И семейная Атмосфера Ну что ж Хорошо отдохните Выспитесь обязательно И В 10 утра Завтра Мы продолжаем Всего вам доброго Счастливо До завтра Время пролетит незаметно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому